Роберт Шекли. Абсолютное оружие. Читает Геннадий Постригаева. Этцелю хотелось кого-нибудь убить. Вот уже три недели работал он с Парком и Факсоном в этой мертвой пустыне. Они раскапывали каждый курган, попадавшийся им на пути, ничего не находили и шли дальше. Короткое марсианское лето близилось к концу. С каждым днем становилось все холоднее. С каждым днем нервы у Этцеля, и в лучшие времена не очень крепкие, понемногу сдавали. Коротышко Факсон был весел. Он мечтал о куче денег, которые они получат, когда найдут оружие. А Парк молча тащился за ними, словно железный, и не произносил ни слова, если к нему не обращались. Этцель был на пределе. Они раскопали еще один курган, и опять не нашли ничего похожего на затерянное оружие марсиан. Водянистое солнце таращилось на них, на невероятно голубом небе были видны крупные звезды. Сквозь утепленный скафандр Этцеля начал просачиваться вечерний холодок, леденя суставы и сковывая мышцы. Внезапно Этцель охватило желание убить Парка. Этот молчаливый человек был ему не по душе еще с того времени, когда они организовали партнерство на земле. Он ненавидел его больше, чем презирал Факсона. Этцель остановился. — Ты знаешь, куда нам идти? — спросил он Парка зловеще низким голосом. Парк только пожал плечами. На его бледном худом лице ничего не отразилось. — Куда мы идем? Тебя спрашивают! — повторил Этцель. Парк опять молча пожал плечами. — Пулю ему в голову! — решил Этцель и потянулся за пистолетом. — Подожди, Этцель! — умоляющим тоном сказал Факсон, становясь между ними. — Не выходи из себя. Ты только подумай о том, сколько мы загребем денег, если найдем оружие. От этой мысли глаза маленького человечка загорелись. — Оно где-то здесь, Этцель. Может быть, в соседнем кургане. Этцель заколебался, пристально поглядел на Парка. В этот миг больше всего на свете ему хотелось убивать, убивать, убивать. — Знай он там, на земле, что все получится именно так. Тогда все казалось легким. У него был свиток, а в свитке — сведения о том, где спрятан склад легендарного оружия марсиан. Парк умел читать по-марсиански, а Факсон дал деньги для экспедиции. Этцель думал, что им только нужно долететь до Марса и пройти несколько шагов до места, где хранится оружие. До этого Этцель еще ни разу не покидал Землю. Он не рассчитывал, что ему придется пробыть на Марсе так долго, замерзать от леденящего ветра, голодать, питаясь безвкусными концентратами, всегда испытывать головокружение от разреженного скудного воздуха, проходящего через обогатитель. Он не думал тогда о натруженных мышцах, ноющих от того, что все время надо продираться сквозь густые марсианские заросли. Он думал только о том, какую цену заплатит ему правительство, любое правительство, за это легендарное оружие. — Извините меня, — сказал Этцель, внезапно сообразив что-то. — Это место действует мне на нервы. Прости, Парк, что я сорвался. Веди дальше. Парк молча кивнул и пошел вперед. Факсон вздохнул и с облегчением двинулся за Парком. — В конце концов, — рассуждал про себя Этцель, — убить их я могу в любое время. Они нашли курган к вечеру, как раз тогда, когда терпение Этцеля подходило к концу. Это было странное массивное сооружение, выглядевшее точно так, как написано в свитке. На металлических стенках осел толстый слой пыли. Они нашли дверь. — Дайте-ка, я ее высажу, — сказал Этцель и начал вытаскивать пистолет. Парк оттеснил его и, повернув ручку, открыл дверь. Они вошли в огромную комнату, где грудами лежало сверкающее легендарное марсианское оружие, остатки марсианской цивилизации. Люди стояли и молча смотрели по сторонам. Перед ними лежало сокровище, от поисков которого все уже давно отказались. С того времени, когда человек высадился на Марсе, развалины великих городов были тщательно изучены. По всей равнине лежали сломанные машины, боевые колесницы, инструменты, приборы. Все говорило о цивилизации, на тысячи лет опередившей земную. Кропотливо расшифрованные письмена рассказали о жестоких войнах, бушевавших на этой планете. Однако в них не говорилось, что произошло с марсианами. Уже несколько тысячелетий на Марсе не было ни одного разумного существа, не осталось даже животных. Казалось, свое оружие марсиане забрали с собой. Эдсель знал, что это оружие ценилось на вес чистого радиа. Равного ему не было во всем мире. Они сделали несколько шагов вглубь комнаты. Эдсель поднял первое, что ему попалось под руку. Похоже на пистолет сорок пятого калибра, только крупнее. Он подошел к раскрытой двери и направил оружие на росший неподалеку куст. — Не стреляй! — испуганно крикнул Факсон, когда Эдсель прицелился. — Оно может взорваться или еще что-нибудь. Пусть им занимаются специалисты, когда мы все это продадим. Эдсель нажал на спусковой рычаг. Куст, росший в семидесяти пяти футах от входа, исчез в ярко-красной вспышке. — Неплохо! — заметил Эдсель, ласково погладил пистолет и, положив его на место, взял следующий. — Ну, хватит, Эдсель! — умоляюще сказал Факсон. — Нет смысла испытывать здесь. Можно вызвать атомную реакцию или еще что-нибудь. — Заткнись! — бросил Эдсель, рассматривая спусковой механизм нового пистолета. — Не стреляй больше! — просил Факсон. Он умоляюще поглядел на парка, ища его поддержки. Но тот молча смотрел на Эдселя. — Ведь что-то из того, что здесь лежит, возможно, уничтожило всю марсианскую расу. Ты снова хочешь заварить кашу? — продолжал Факсон. Эдсель снова выстрелил и с удовольствием смотрел, как вдали плавится кусок пустыни. — Хороша штучка! Он поднял еще что-то, по форме, напоминающее длинный жезл. Холода он больше не чувствовал. Эдсель забавлялся с этими блестящими штучками и был в прекрасном настроении. — Пора собираться, — сказал Факсон, направляясь к двери. — Собираться? Куда? — медленно спросил его Эдсель. Он поднял сверкающий инструмент с изогнутой рукояткой, удобно умещающейся в ладони. — Назад, в космопорт, — ответил Факсон. — Домой, продавать всю эту амуницию, как мы и собирались. Уверен, что мы сможем запросить любую цену. За такое оружие любое правительство отвалит миллионы. — А я передумал, — задумчиво протянул Эдсель. Краем глаза он наблюдал за парком. Тот ходил между грудами оружия, но ни к чему не прикасался. — Послушай-ка, парень, — злобно сказал Факсон, глядя Эдселю в глаза. — В конце концов, я финансировал экспедицию. Мы же собирались продать это барахло. Я ведь тоже имею право... То есть... Нет, я не то хотел сказать. Еще не опробованный пистолет был нацелен ему прямо в живот. — Ты что задумал? — пробормотал он, стараясь не смотреть на странный блестящий предмет. — Ни черта я не собираюсь продавать, — заявил Эдсель. Он стоял, прислонившись к стенке, так, чтобы видеть обоих. — Я ведь и сам могу использовать эти штуки. Он широко ухмыльнулся, не переставая наблюдать за обоими партнерами. — Дома я раздам оружие своим ребятам. С ним мы запросто скинем какое-нибудь правительство в Южной Америке и продержимся, сколько захотим. — Ну, хорошо, — упавшим голосом сказал Факсон, не спуская глаз с направленного на него пистолета. — Только я не желаю участвовать в этом деле. На меня не рассчитывай. — Пожалуйста, — ответил Эдсель. — Ты только не думай, я не собираюсь об этом болтать, — быстро проговорил Факсон. — Я не буду. Просто не хочется стрелять и убивать. Так что я лучше пойду. — Конечно, — сказал Эдсель. Парк стоял в стороне, внимательно рассматривая свои ногти. — Если ты устроишь себе королевство, я к тебе приеду в гости, — сказал Факсон, делая слабую попытку улыбнуться. — Может быть, сделаешь меня герцогом или еще кем-нибудь? — Может быть. — Ну и отлично. Желаю тебе удачи. Факсон помахал ему рукой и пошел к двери. Эдсель дал ему пройти шагов двадцать, затем поднял оружие и нажал на кнопку. Звука не последовало, вспышки тоже, но у Факсона правая рука была отсечена начисто. Эдсель быстро нажал кнопку еще раз. Маленького человечка рассекло надвое. Справа и слева от него на почве остались глубокие борозды. Эдсель вдруг сообразил, что все это время он стоял спиной к парку и круто повернулся. Парк мог бы схватить ближайший пистолет и разнести его на куски. Но парк спокойно стоял на месте, скрестив руки на груди. — Этот луч пройдет сквозь что угодно, — спокойно заметил он. — Полезная игрушка. Полчаса Эдсель с удовольствием таскал к двери то одно, то другое оружие. Парк к нему даже не притрагивался. С интересом наблюдая за Эдселем. Древнее оружие марсиан было как новенькое. На нем не сказались тысячи лет бездействия. В комнате было много оружия разного типа, разной конструкции и мощности. Изумительно компактные тепловые и радиационные автоматы. Оружие мгновенно замораживающее и оружие сжигающее. Оружие, умеющее рушить, резать, коагулировать, парализовывать и другими способами убивать все живое. — Давай-ка попробуем это, — сказал Парк. Эдсель, собиравшийся испытать интересное трехствольное оружие, остановился. — Я занят, не видишь, что ли? — Перестань возиться с этими игрушками. Давай займемся серьезным делом. Парк остановился перед низкой черной платформой на колесах. Вдвоем они выкатили ее наружу. Парк стоял рядом и наблюдал, как Эдсель поворачивал рычажки на пульте управления. Из глубины машины раздалось негромкое гудение, затем ее окутал голубоватый дымок. Облако тумана росло по мере того, как Эдсель поворачивал рычажок и накрыло обоих людей, образовав нечто вроде правильного полушария. — Попробуй-ка пробить ее из бластера, — сказал Парк. Эдсель выстрелил в окружающую их голубую стену. Заряд был полностью поглощен стеной. Эдсель испробовал на ней еще три разных пистолета, но они тоже не смогли пробить голубоватую прозрачную стену. — Сдается мне, — тихо произнес Парк, — что такая стена выдержит и взрыв атомной бомбы. Это, видимо, мощное силовое поле. Эдсель выключил машину, и они вернулись в комнату с оружием. Солнце приближалось к горизонту, и в комнате становилось все темнее. — Знаешь что, — сказал друг Эдсель, — ты неплохой парень, Парк. Парень, что надо. — Спасибо, — ответил Парк, рассматривая кучу оружия. — Ты не сердишься, что я разделался с Факсоном, а? Он ведь собирался донести на нас правительству. — Наоборот, я одобряю. — Уверен, что ты парень, что надо. Ты ведь мог бы меня убить, когда я стрелял в Факсона. Эдсель умолчал о том, что на месте Парка он так бы и поступил. Парк пожал плечами. — А как тебе идея насчет королевства со мной на пару? — спросил Эдсель, расплывшись в улыбке. — Я думаю, мы это дело провернем. Найдем себе приличную страну. Будет уйма девочек, развлечений. Ты как насчет этого? — Я за, — ответил Парк. — Считай меня в своей команде. Эдсель похлопал его по плечу, и они пошли дальше вдоль рядов с оружием. — Ну, с этим все довольно ясно, — продолжал Парк. — Варианты того, что мы уже видели. В углу комнаты они заметили дверь. На ней виднелась надпись на марсианском языке. — Что тут написано? — спросил Эдсель. — Что-то насчет абсолютного оружия, — ответил Парк, разглядывая тщательно выписанные буквы чужого языка. Предупреждают, чтобы не входили. Парк открыл дверь. Они хотели войти, но от неожиданности отпрянули назад. За дверью был зал, раза в три больше, чем комната с оружием. И вдоль всех стен, заполняя его, стояли солдаты. Роскошно одетые, вооруженные до зубов, солдаты стояли неподвижно, словно статуи. Они не проявляли никаких признаков жизни. У входа стоял стол, а на нем три предмета. Шар, размером с кулак, с нанесенными на нем делениями. Рядом блестящий шлем, а за ним небольшая черная шкатулка с марсианскими буквами на крышке. — Это что, усыпальница? — прошептал Этсель, с благоговением глядя на резко очерченные неземные лица марсианских воинов. Парк, стоявший позади него, не ответил. Этсель подошел к столу и взял в руки шар. Осторожно повернул стрелку на одно деление. — Как ты думаешь, что они должны делать? — спросил он Парка. — Ты думаешь, они оба вздрогнули и попятились? — Передам солдат, прокатилось движение. Они качнулись и застыли в позе смирно. Древние воины ожили. Один из них, одетый в пурпурную и серебром форму, вышел вперед и поклонился Этселю. — Господин, наши войска готовы. Этсель от изумления не мог найти слов. — Как вам удалось остаться живыми столько лет? — спросил Парк. — Вы марсиане? — Мы слуги, марсиан, — ответил воин. Парк обратил внимание на то, что, когда солдат говорил, губы его не шевелились. Марсианские солдаты были телепатами. — Мы синтеты, господин. — А кому вы подчиняетесь? — Активатору, господин. Синтет говорил, обращаясь непосредственно к Этселю, глядя на прозрачный шар в его руках. — Мы не нуждаемся в пище или сне, господин. Наше единственное желание — служить вам и сражаться. Солдаты кивнули в знак одобрения. — Веди нас в бой, господин. — Можете не сомневаться, — сказал Этсель, придя наконец в себя. — Я вам, ребята, покажу, что такое настоящий бой, будьте уверены. Солдаты торжественно трижды прокричали приветствие. Этсель ухмыльнулся, оглянувшись на парка. — А что означают остальные деления на циферблате? — спросил Этсель. — Но солдат молчал. Видимо, вопрос не был предусмотрен введенной в него программой. — Может быть, они активируют других синтетов? — сказал Парк. — Наверное, внизу есть еще залы с солдатами. — И вы спрашиваете, поведу ли я вас в бой? Еще как поведу! — Солдаты еще раз торжественно прокричали приветствие. — Усыпи их и давай продумаем план действий, — сказал Парк. Этсель, все еще ошеломленный, повернул стрелку назад. Солдаты замерли, словно превратились в статуи. — Пойдем назад. — Ты, пожалуй, прав. — И захвати с собой все это, — сказал Парк, показывая на стол. Этсель взял блестящий шлем и черный ящик и вышел наружу вслед за Парком. Солнце почти скрылось за горизонтом, и над красной пустыней протянулись черные длинные тени. Было очень холодно, но они этого не чувствовали. — Ты слышал, Парк, что они говорили? Слышал? Они сказали, что я их вождь. С такими солдатами... Этсель засмеялся. С такими солдатами, с таким оружием его ничто не сможет остановить. Да уж, он выберет себе королевство. Самые красивые девочки в мире. Ну и повеселится же он. — Я генерал! — крикнул Этсель и надел шлем на голову. — Как? Идет мне, Парк? Похож я? Он замолчал. Ему послышалось, будто кто-то что-то шепчет, бормочет. Что это? — Проклятый дурак! Тоже придумал королевство. Такая власть — это для гениального человека. Человека, который способен переделать историю для меня. — Кто это говорит? Ты, Парк, а? Этсель внезапно понял, что с помощью шлема он мог слышать чужие мысли. Но у него уже не осталось времени осознать, какое это было бы оружие для правителя мира. Парк аккуратно прострелил ему голову. Все это время пистолет был у него в руке. — Что за идиот? — подумал про себя Парк, надевая шлем. — Королевство! Тут вся власть в мире, а он мечтает о каком-то вшивом королевстве. Он обернулся и посмотрел на пещеру. — С такими солдатами, силовым полем и всем оружием я завоюю весь мир. Он думал об этом спокойно, зная, что так оно и будет. Он собрался было назад, чтобы активировать синтетов, но остановился и поднял маленькую черную шкатулку, выпавшую из рук Этселя. На ее крышке стремительным марсианским письмом было выгравировано. — Абсолютное оружие. — Хм, что бы это могло значить, — подумал Парк. — Он позволил Этселю прожить ровно столько, чтобы испытать оружие. Нет смысла рисковать лишний раз. Жаль, что он не успел испытать и этого. Впрочем, и не нужно. У него и так хватает всякого оружия. Но вот это последнее может облегчить задачу, сделать ее гораздо более безопасной. Что бы там ни было, это ему, несомненно, поможет. — Ну, — сказал он самому себе, — давай-ка посмотрим, что считают абсолютным оружием сами марсиане. И открыл шкатулку. Из нее пошел легкий пар. Парк отбросил шкатулку подальше, опасаясь, что там ядовитый газ. Парк прошел струей вверх и в стороны, затем начал сгущаться. Облако ширилось, росло и принимало какую-то определенную форму. Через несколько секунд оно приняло законченный вид и застыло, возвышаясь над шкатулкой. Облако поблескивало металлическим отцветом в угасающем свете дня. И Парк увидел, что это огромный рот под двумя немигающими глазами. — О-хо-хо! — сказал рот. — Протоплазма! Он потянулся к телу Этселя. Парк поднял дезинтегратор и тщательно прицелился. — Спокойная протоплазма! — сказала чудовище, пожирая тело Этселя. — Мне нравится спокойная протоплазма. И чудовище заглотало тело Этселя целиком. Парк выстрелил. Взрыв вырыл десятифутовую воронку в почве. Из нее выплыл гигантский рот. — Долго же я ждал! — сказал рот. Нервы у Парка сжались в тугой комок. Он с трудом подавил в себе надвигающийся панический ужас. Сдерживая себя, он неспеша включил силовое поле и голубой шар окутал его. Парк схватил пистолет, из которого Этсель убил Факсона, и почувствовал, как удобно легла в его руку прикладистая рукоятка. Чудовище приближалось. Парк нажал на кнопку, и из дула вырвался прямой луч. Оно продолжало приближаться. — Сгинь! Исчезни! — завизжал Парк. Нервы у него начали рваться. Оно приближалось с широкой ухмылкой. — Мне нравится спокойная протоплазма, — сказала Оно, и гигантский рот сомкнулся над парком. — Но мне нравится и активная протоплазма. Оно глотнуло, и затем выплыло сквозь другую стенку поля, оглядываясь по сторонам в поисках миллионов единиц протоплазмы, как бывало давным-давно. Роберт Шекли. Академия. Читает Геннадий Постригарев. Инструкция к пользованию измерителем вменяемости Кэггил Томас, серия ДМ-14, модель с ручным управлением. Производственная компания Кэггил Томас рада познакомить Вас с новейшим измерителем вменяемости. Этот прекрасный надежный прибор настолько малогабаритен, что превосходно вписывается в интерьер любой спальни, кухни, кабинета, а во всем остальном он является точной копией стационарного измерителя КТ, применяемого в большинстве учреждений на общественном транспорте, в местах отдыха и развлечений и тому подобное. Фирма не пожалела усилий, чтобы снабдить Вас наилучшим из всех возможных измерителей по самой низкой из всех возможных цен. Пункт первый. Действие. В правом нижнем углу прибора находится выключатель. Переведите его в позицию «включен» и выждите несколько секунд, пока прибор не нагреется. Затем переведите выключатель из позиции «включен» в позицию «работа». Выждите еще несколько секунд, затем снимайте показания. Пункт второй. Отсчет показаний. На передней части прибора, над выключателем, имеется прозрачное окошко со шкалой, отградуированной от единицы до десяти. Цифра, на которую указывает черная стрелка, характеризует Ваше психическое состояние, сравнивая его с современной статистической нормой. Пункт третий. Цифры 0-3. В Вашей модели, как и во всех измерителях вменяемости, за 0 принимается теоретически идеальное психическое состояние. Любая цифра выше нуля считается отклонением от нормы. Однако 0 – это не действительная, а скорее статистическая категория. Для нашей цивилизации диапазон вменяемости колеблется от 0 до 3. Всякое показание прибора в этих пределах считается нормальным. Пункт 4. Цифры 4-7. Эти цифры соответствуют допустимому пределу отклонения от нормы. Лица, зарегистрированные в данной зоне шкалы, должны немедленно явиться на консультацию к терапевту. Пункт 5. Цифры 8-10. Лицо, получающее показания свыше 7, считается потенциально опасным для окружающих. У него почти наверняка запущенный невроз или даже психоз. По закону, такой гражданин обязан встать на учет и в течение испытательного срока снизить показания до цифры меньше 7. Длительность испытательного срока определяется законодательством каждого штата. Если это не удается, гражданин обязан подвергнуться хирургическому изменению личности или добровольно пройти курс лечения в академии. Пункт 6. Цифра 10. Под цифрой 10 на шкалу прибора нанесена красная черта. Если стрелка переходит за эту черту, не может быть и речи об обычных платных терапевтических методах воздействия. Такой гражданин обязан безотлагательно подвергнуться хирургическому изменению личности или немедленно пройти терапевтический курс лечения в академии. Предостережение А. Измеритель вменяемости – не диагностическая машина. Не пытайтесь самостоятельно решать вопрос о своем здоровье. Цифры от 0 до 10 не свидетельствуют о характере заболеваний – неврозе, психозе и тому подобное, а только говорят об их интенсивности. Шкала интенсивности характеризует лишь потенциальную способность данного индивидуума причинить вред социальному порядку. Невротик определенного типа может оказаться потенциально опаснее психотика, что и зарегистрирует любой измеритель вменяемости. Для дальнейшего диагностирования обращайтесь к терапевту. Б. Показания от 0 до 10 являются приближенными. Для получения показаний с точностью до 1030 пользуйтесь стационарной моделью. В. Помните. Вменяемость отдельной личности – дело каждого из нас. После периода Великих Мировых Войн мы шагнули далеко вперед, исключительно из-за того, что положили в основу нашей цивилизации концепции социального душевного здоровья, индивидуальной ответственности и сохранения статус-кво. Поэтому, если ваш показатель больше трех, обращайтесь за медицинской помощью. Если он больше семи, вы обязаны получить медицинскую помощь. Если вы перешагнули за 10, не дожидайтесь разоблачения и ареста. Ради спасения от цивилизации отдайтесь добровольно в руки властей. С наилучшими пожеланиями. Компания Кэггил Томас. Мистер Фирмен понимал, что после завтрака надо тотчас же идти на работу. При сложившихся обстоятельствах всякую задержку могли истолковать в неблагоприятном смысле. Он даже надел скромную серую шляпу, поправил галстук, двинулся к двери и взялся было за дверную ручку, но решил дождаться почты. Недовольный собой, он отошел от двери и принялся расхаживать по комнате. Ведь он знал, что будет дожидаться почты. Зачем же прикидываться, будто собираешься уходить? Неужто нельзя быть честным с самим собой, даже сейчас, когда так важна собственная честность? Черный спинеель Спид, свернувшийся на кушетке, с любопытством посмотрел на него. Фирмен потрепал пса по голове, потянулся за сигаретой, но передумал. Он опять потрепал Спида, и пес лениво зевнул. Фирмен передвинул лампу, которую вовсе не нужно было передвигать. Вздрогнул без всякой причины и снова принялся расхаживать по комнате. Он неохотно признался себе, что у него нет настроения выходить из квартиры. По правде говоря, он даже боится выйти, хотя ему ничто не угрожало. Он попытался убедить себя, что сегодня всего лишь обычный день, такой же, как вчерашний и позавчерашний. Ведь если человек в это поверит, по-настоящему поверит, события будут отодвигаться в бесконечность, и с ним ничего не случится. Кстати, почему сегодня обязательно должно что-то случиться? У него ведь еще не кончился испытательный срок. Ему послышался какой-то шум возле наружной двери, и он поспешно открыл ее. Он ошибся, почта еще не пришла. Однако домовладелица тоже открыла дверь. Ее квартира находилась на этой же площадке. И поглядела на него бесцветным недружелюбным взглядом. Фирмен закрыл дверь и обнаружил, что у него дрожат руки. Он решил, что не мешает проветриться. Он вошел в спальню, но там хлопотал Рободворецкий, выметавший горстку пыли на середину комнаты. Кровать фирмена была уже застелена. Кровать жены нечего было стелить, так как там почти неделю никто не спал. — Мне уйти, сэр? — спросил Рободворецкий. Фирмен ответил, но не сразу. Он предпочитал проверяться в одиночестве. Разумеется, Рободворецкий не человек. Строго говоря, механизмы предмета неодушевленные. Однако казалось, что этот робот наделен каким-то подобием души. Как бы то ни было, неважно, останется он или уйдет, потому что в схеме всех личных роботов встроены измерители вменяемости. Этого требовал закон. — Как хочешь, — сказал, наконец, фирмен. Рободворецкий всосал в себя горстку пыли и бесшумно выкатился из комнаты. Фирмен подошел к прибору, включил его и привел в действие. Он угрюмо следил за тем, как черная стрелка медленно ползла мимо двойки и тройки. — Нормы. — Немо шестерки и семерки. — Отклонений. — К восьми и двум, где в конце концов замерла. — На одну десятую выше, чем вчера. — На одну десятую ближе к красной черте. Фирмен рывком выключил прибор и закурил сигарету. Он вышел из спальни медленно и устал, словно было не утро, а конец рабочего дня. — Почта, сэр! Плавно подкатившись к нему, возгласил Рободворецкий. Фирмен выхватил из протянутой руки робота пачку писем и просмотрел их. — От нее ничего, — невольно вырвалось у него. — Мне очень жаль, сэр, — быстро откликнулся Рободворецкий. — Тебе жаль? Фирмен с любопытством взглянул на механизм. — Почему? — Я, естественно, заинтересован в вашем благополучии, сэр, — заявил Рободворецкий. — Так же, как и Спид, в меру своего понимания. Письмо от миссис Фирмен способствовало бы подъему вашего морального состояния. Нам жаль, что оно не пришло. Спид тихо гафнул и склонил морду на бок. — Так, сочувствие машины, жалость животного, — подумал Фирмен. И все-таки он был благодарен обоим. — Я ее ни в чем не виню, — сказал он. — Нельзя было полагать, что она станет терпеть меня вечно. Он выждал, надеясь, что Робот посулит ему возвращение жены и скорое выздоровление. Однако Рободворецкий молча стоял возле Спида, который тем временем успел снова заснуть. Фирмен еще раз просмотрел корреспонденцию. Там было несколько счетов, какое-то объявление и маленький негнущийся конверт. На нем значился обратный адрес Академии, поэтому Фирмен торопливо вскрыл его. Внутри конверта была открытка с надписью «Дорогой мистер Фирмен, Ваше прошение о приеме рассмотрено и удовлетворено. Мы будем рады принять вас в любое время. С благодарностью дирекции». Фирмен покосился на открытку. У него в мыслях не было добиваться приема в Академию. Ни к чему в мире душа у него не лежала меньше. «Это жена придумала?» — спросил он. «Не знаю, сэр», — прозвался Рободворецкий. Фирмен повертел в руках открытку. Он, конечно, всегда имел смутное представление о том, что существует Академия. О ней невозможно было не знать, так как она оказывала влияние на все сферы жизни. На самом же деле об этом важнейшем учреждении он знал очень мало, на редкость мало. «А что такое Академия?» — спросил он. «Большое и приземистое серое здание», — ответил Рободворецкий. «Расположено в юго-западной части города. До него можно добраться самыми различными видами общественного транспорта». «Но что она собой представляет?» «Государственная лечебница», — пояснил Рободворецкий. «Доступная каждому, кто изъявит желание письменно или устно. Более того, Академия существует как место добровольного пребывания всех людей, у которых показания измерителя превышают десять. На выбор. Взамен хирургического изменения личности». Фермен в изнеможении вздохнул. «Все это мне известно, но какова ее система? Что там за лечение?» «Не знаю, сэр», — сказал Рободворецкий. «А какой процент выздоравливающих?» «Сто процентов, сэр», — без запинки ответил Рободворецкий. Фермен припомнил нечто, показавшееся ему странным. «Постой-ка», — сказал он, — «из Академии никто не возвращается, ведь так?» «Нет никаких сведений о лицах, которые вышли бы из Академии после того, как очутились в ее стенах», — ответил Рободворецкий. «Почему?» «Не знаю, сэр». Фермен смял открытку и бросил в пепельницу. Все это было весьма странно. Академия так хорошо известна, все с ней так свыклись, что никому и в голову не приходит расспрашивать. В его воображении это место всегда рисовалось каким-то расплывчатым пятном, далеким и нереальным. То было заведение, в которое отправляешься, перевалив за цифру десять, так как не хочешь подвергаться лоботомии, топектомии и прочим операциям, ведущим к необратимой утрате личности. Но, разумеется, стараешься не думать о том, что можешь перевалить за десять, так как самая эта мысль — ничто иное, как признание своей душевной неравновешенности. И потому не размышляешь о том, какой выбор тебе предоставят, если это случится. Впервые в жизни Фермен пришел к выводу, что ему не нравится вся система. Придется навести кое-какие справки. Почему из академии никто не выходит? Почему так мало известно о тамошних методах лечения, если они действительно эффективны на сто процентов? Пожалуй, пойду на работу, сказал Фермен. Приготовь мне что-нибудь на ужин. Слушаю, сэр. Всего хорошего, сэр. Спит скачал с кушетки и проводил его до двери. Фермен опустился на колени и погладил лоснящуюся черную голову. Ты, парень, оставайся дома. Сегодня не придется зарывать в землю кости. Спит никогда не зарывает костей, вмешался Рободворецкий. Это верно. Нынешние собаки, так же, как и их хозяева, не испытывают неуверенности в завтрашнем дне. Нынче никто не прячет костей. Пока! Он прошмогнул мимо хозяйской двери и выскочил на улицу. Фермен опоздал на работу почти на двадцать минут. Войдя в двери, он позабыл предъявить обследующему механику удостоверение о прохождении испытательного срока. Гигантский стационарный измеритель вменяемости обследовал Фермена. Стрелка скакнула выше семи. Зажглись красные сигнальные лампы. Резкий металлический голос из громкоговорителя прогремел. — Сэр! Сэр! Ваше отклонение от нормы вышло за пределы безопасности. Вам следует безотлагательно обратиться к врачу. Фермен быстро выхватил из бумажника испытательное удостоверение. Однако и после этого машина продолжала добрых десять секунд упрямо рявкать на него. Все в холле пялили на него глаза. Мальчишки рассыльные, застыли, довольные, что оказались свидетелями скандала. Бизнесмены и конторские девушки начали перешептываться. А два полисмена из охраны вменяемости многозначительно переглянулись. Рубашка Фермена пропиталась потом и прилипла к спине. Он подавил желание броситься вон и подошел к лифту. Лифт был почти полон, и Фермен не мог заставить себя войти. Он сбежал по лестнице на второй этаж и вызвал лифт. К тому времени, как Фермен попал в агентство Моргана, ему удалось овладеть собой. Он показал удостоверение измерителю вменяемости, стоящему у самой двери, платком вытер с лица пот и прошел внутрь. В агентстве все уже знали о происшествии. Это было видно по общему молчанию, потому как отворачивались все лица. Фермен быстрым шагом прошел свой кабинет, закрыл дверь и повесил шляпу. Он уселся за письменный стол, все еще слегка взбудораженный, исполненный негодование против измерителя вменяемости. Если бы только можно было расколотить эти проклятые штуки, вечно суют нос в чужие дела, оглушительно гудят прямо в уши, выводят из равновесия. Тут фермен поспешно оборвал собственную мысль. В измерителях нет ничего плохого. Мысль о них, как о сознательных преследователях, одно из проявлений паранойи и, возможно, симптом его фермена нынешнего патологического состояния. Измерители – это всего лишь орудия человеческой воли. Общество в целом, напомнил он себе, нуждается в защите от личности, точно так же, как человеческое тело нуждается в защите от дисфункции любой из его частей. При самой нежной привязанности к своему желчному пузырю ты без сожаления пожертвуешь им, если он способен причинить вред всему организму. Фермен смутно сознавал шаткость подобной аналогии, но решил не думать над этим. Надо побольше узнать об Академии. Закурив сигарету, он набрал номер терапевтической справочной службы. «Чем я могу вам помочь, сэр?» – откликнулся приятный женский голос. «Мне бы хотелось получить кое-какую информацию относительно Академии», – сказал Фермен, чувствуя себя немного не в своей тарелке. Академия пользовалась такой известностью, так прочно вросла в повседневную жизнь, что его слова были равнозначны вопросу, какое в стране правительство. «Академия помещается...» «Я знаю, где она помещается», – прервал Фермен. «Мне хотелось бы выяснить, какие лечебные процедуры там назначают больным». «Такой информации мы не располагаем, сэр», – после паузы ответила женщина. «Нет, а я полагал, что все данные о платной терапии доступны широкой публике». «Практически так оно и есть», – медленно проговорила женщина. «Но Академия – это неплатная лечебница в общепринятом смысле слова. Там действительно взимают плату, однако с другой стороны туда принимают больных и на благотворительных началах, совершенно бесплатно. Кроме того, Академию отчасти субсидирует правительство». Фермен стряхнул пепел с сигареты и нетерпеливо возразил. «Мне казалось, что все правительственные начинания известны широкой публике». «Как правило, известны, за исключением тех случаев, когда подобная осведомленность может оказаться вредной для широкой публики». «Хм, значит, подробная осведомленность об Академии оказалась бы вредной», – торжествующий воскликнул Фермен, чувствуя, что он наконец-то добрался до сути дела. «Ах, что вы, сэр!» От изумления голос женщины стал пронзительным. «Я вовсе не это имела в виду. Я просто излагала вам общие правила об отказе в информации». Академия, хотя она и предусмотрена законом, в известной степени оказалась поставленной над законом. Такое правовое положение объясняется тем, что Академия добилась стопроцентного излечения. «А где я могу увидеть хоть одного излеченного?» – спросил Фермен. «Насколько я понимаю, никто из них никогда не выходил из Академии». «Тут-то они и попались», – думал Фермен, ожидая ответа. Ему показалось, будто в трубке послышался какой-то шепот. Внезапно над ухом раздался мужской голос, громкий и звучный. «Говорит начальник отдела, у вас возникли затруднения?» Услышав энергичный голос невидимого собеседника, Фермен едва не выронил трубку. Ощущение торжества развеялось, и он пожалел о том, что позвонил сюда. Однако он принудил себя добавить. «Мне нужна кое-какая информация об Академии». «Местонахождение?» «Да нет же! Я имею в виду действительную информацию», с отчаянием сказал Фермен. «А с какой целью вы желаете получить эту информацию?» спросил начальник отдела, и в его голосе внезапно зазвучали вкратчивые, почти гипнотические нотки опытного терапевта. «Для осведомления», незадумываясь, ответил Фермен. «Поскольку Академия — это вариант лечения, доступный мне в любое время, я хотел бы узнать о ней побольше, чтобы сделать правильный выбор». «Весьма правдоподобно», заметил начальник отдела. «Однако вдумайтесь, нужны ли вам полезные деловые сведения, такие, что будут способствовать вашему единению с обществом? Или ваша просьба продиктована праздным любопытством, поскольку вы подвержены беспокойству и другим, еще более серьезным комплексам?» «Я спрашиваю потому, что...» «Как ваша фамилия?» — неожиданно спросил начальник отдела. Фермен промолчал. «Каков уровень вашей вменяемости?» Фермен по-прежнему молчал. Он старался понять, засечен ли уже номер его телефона и склонялся к мысли, что уже засечен. «Вы сомневаетесь в том, что Академия приносит неизмеримую пользу?» «Нет». «Вы сомневаетесь в том, что Академия способствует сохранению статус-кво?» «Нет». «Тогда в чем же дело? Почему вы отказываетесь назвать свою фамилию и уровень вменяемости? Почему испытываете необходимость в более полной информации?» «Благодарю вас», — пробормотал Фермен и повесил трубку. Он сообразил, что телефонный звонок был роковой ошибкой. То был поступок восьмерочника, а не нормального человека. Начальник отдела, обладая профессионально развитым восприятием, сразу понял это. Разумеется, начальник отдела не станет давать такую информацию восьмерочнику. Фермен знал, что тот, кто надеется когда-либо вернуться к статистической норме, должен куда тщательнее следить за своими поступками, анализировать их, отдавать себе в них отчет. Он все еще сидел у телефона, когда послышался стук. Дверь отворилась, и вошел его начальник, мистер Морган. Это был высокий человек, богатырского сложения, с круглым, сытым лицом. Он остановился перед столом Фермена, барабаня пальцами по пресс-папье и, глядя смущенно, как пойманный вор. — Мне уже доложили об инциденте внизу, — сказал он, не глядя на Фермена и энергично постукивая пальцами. — Минутная слабость, — автоматически ответил Фермен. — Вообще-то мой уровень начинает улучшаться. Говоря это, он не смел взглянуть Моргану в глаза. Оба напряженно уставились в противоположные углы комнаты. Наконец их взгляды скрестились. — Послушайте, Фермен, я стараюсь не вмешиваться в чужие дела, — заговорил Морган, садясь на уголок стола Фермена. — Но, черт побери, дружище, — вменяемость — это вопрос, который затрагивает всех. Все мы под Богом ходим. Эта мысль, казалось, укрепила Моргана в его убеждении. Разгорячившись, он подался к собеседнику. — Вы знаете, на мне лежит ответственность за множество сотрудников. За последний год вы третий раз находитесь на испытании. — Он заколебался. — Когда это началось? — Фермен покачал головой. — Не знаю, мистер Морган. Жил себе помаленьку, тихо и спокойно, и вдруг стрелка поползла вверх. Подумав, мистер Морган тоже покачал головой. — Не может быть, чтобы так сразу, ни с того, ни с сего. — Вы проверяли мозговую ткань? — У меня заверили, что никаких органических изменений нет. — Лечились. — Чего только не перепробовал, — сказал Фермен. — Электротерапия, психоанализ, метод Смита, школа Раниса, девиомысль, дифференциация. — И что вам сказали? — спросил Морган. Фермен вспомнил нескончаемую вереницу терапевтов, к которым он обращался. Его обследовали со всех точек зрения, разработанных психологией. Его усыпляли наркотиками, подвергали шоку и обследовали, обследовали, однако все бурные усилия сводились к одному. Не разобрались. Неужели они вовсе ничего не могли сказать? — Во всяком случае, немногое. Врожденное беспокойство, глубоко скрытые комплексы, неспособность внутренне принять статус-кво. Все сходятся на том, что я негибкий тип. На меня не подействовала даже реконструкция личности. — А как прогноз? — Не слишком благоприятен. Морган встал и принялся расхаживать по кабинету, заложив руки за спину. — Фермен, я думаю, это вопрос вашего внутреннего отношения к миру. — Действительно ли вы хотите стать винтиком в нашем слаженном механизме? — Я испробовал все. — Конечно. Но хотели ли вы измениться? — Приобщение. — Воскликнул Морган и стукнул ладонь кулаком, будто припечатал это слово. — Хотите ли вы приобщиться? — Едва ли, — ответил Фермен с искренним сожалением. — Взять хоть меня, — серьезно сказал Морган, широко расставив ноги перед столом Фермена. — Десять лет назад это агентство было вдвое больше нынешнего и продолжало расти. Я работал как одержимый, увеличивал фонды, умножал ценные бумаги, вкладывал капитал, расширял дело и делал деньги, деньги и снова деньги. — И что же случилось? — Неизбежное. Стрелка подпрыгнула с двух и трех десятых до семи с гаком. Я встал на дурной путь. — Закон не воспрещает делать деньги, — заметил Фермен. — Безусловно, но существует психологический закон против тех, кто делает их слишком много. Современное общество к таким вещам не приспособлено. Из расы вытравили почти всю жажду конкуренции, всю агрессивность. В конце концов, скоро будет сто лет, как установлен статус-кво. Все это время не было ни новых изобретений, ни войн, ни существенных изменений. Психология нормализует человечество, искореняя безрассудные элементы. Так вот, с моими склонностями и способностями это было все равно, что играть с младенцем в теннис. Меня невозможно было удержать. Лицо Моргана раскраснелось, дыхание стало прерывистым. Он овладел собой и продолжал более ровным тоном. Понятно, что поступки мои были продиктованы патологическими причинами, жаждой власти, чрезмерным конкурентным азартом. Я прошел подстановочную терапию. Фермен заметил, не вижу ничего ненормального в желании расширить свое дело. Боже правый, дружище, да неужели вы ничего не смыслите в социальной вменяемости, в ответственности и укладе стабильного общества? Я был на пути к обогащению. Разбогатев, я мог бы основать финансовую империю. Все вполне законно, понимаете ли, но ненормально. И кто знает, до чего бы я докатился. Быть может, в конечном итоге, до косвенного контроля над правительством. Я бы захотел изменить психологическую политику в соответствии со своими аномалиями. Представляете, к чему бы это привело? И вы приспособились, сказал Фермен. Я мог выбирать между хирургией мозга, академией и приспособлением. К счастью, я нашел выход своим склонностям в спортивной борьбе. Я облагородил свои эгоистические комплексы, направив их на благо человечества. Однако, вот к чему я клоню Фермен. Ведь я приближался к красной черте, но я приспособился, прежде чем оказалось слишком поздно. Я бы с радостью приспособился, ответил Фермен, если бы знал, что со мной происходит. Беда в том, что диагноз неизвестен. Морган долго молчал, что-то обдумывая. Наконец он сказал, мне кажется, вам нужен отдых, Фермен. Отдых? Фермен мгновенно насторожился. Вы хотите сказать, что я уволен? Нет. Разумеется, нет. Я хочу быть справедливым и поступать как порядочный человек. Но у меня здесь хозяйство. Неопределенный жест Моргана означал агентство, здание, город. Безумие подкрадывается незаметно. На этой неделе у нескольких наших сотрудников уровень повысился. И очаг инфекции это я. Мы должны подчиняться правилам, сказал Морган, распрямляясь перед столом Фермена. Жалование вам будет поступать до тех пор, пока вы не примете какое-либо решение. Спасибо, сухо произнес Фермен. Он встал и надел шляпу. Морган положил руку ему на плечо. Вы не задумывались об Академии? Негромко спросил он. Я хочу сказать, если больше ничего не поможет. Раз и навсегда нет, ответил Фермен, заглянув прямо в маленькие голубые глазки Моргана. Морган отвернулся. У вас, по-моему, необъяснимое предубеждение против Академии. Откуда оно? Ведь вы знаете, как организовано наше общество. Вы же не думаете, что в нем дозволят что-нибудь идущее вразрез с общим благом? Едва ли, согласился Фермен. Но почему об Академии так мало известно? Они прошли сквозь анфиладу безмолвных кабинетов. Никто из людей, с которыми Фермен был так давно знаком, не оторвался от работы. Морган открыл дверь и сказал, вам все известно об Академии. Мне неизвестно, как там лечат. А все ли вы знаете об остальных видах лечения? Можете ли рассказать о подстановочной терапии, о психоанализе или редукции О-Гилви? Нет, но у меня есть общее представление об их воздействии. Оно есть у всех, торжествующе подхватил Морган, но тут же понизил голос. В том-то и загвоздка. Очевидно, Академия не дает такой информации, потому что это нанесло бы вред самой терапии, но здесь нет ничего странного, не так ли? Фирмен обдумывал эту мысль, следуя за Морганом в холл. Готов согласиться, сказал он, но объясните, почему из Академии никто никогда не выходит? Не поражает ли вас это зловещее обстоятельство? Ни коим образом. Вы очень странно смотрите на вещи. Разговаривая, Морган нажал кнопку и вызвал лифт. будто стараетесь открыть тайну там, где ее и в помине нет. Я могу допустить, что их метод терапии требует пребывания пациента в стенах Академии. В изменении окружающей среды нет ничего странного, это делается сплошь до рядом. Если это правда, почему бы им так и не сказать? Факты говорят сами за себя. А где же доказательства стопроцентного излечения? спросил Фермен. В этот момент прибыл лифт и Фермен вошел в него. Морган сказал «Доказательство в том, что они это утверждают. Терапевты не лгут, они не способны на ложь, Фермен». Морган хотел было сказать что-то еще, но дверцы лифта захлопнулись. Лифт устремился вниз и Фермен с содроганием осознал, что лишился работы. Странное это ощущение остаться без работы. Идти было некуда. Частенько он ненавидел свою работу. Бывало по утрам он стонал при мысли о том, что предстоит провести еще один день на службу. Но теперь, оказавшись неудел, он понял, как важна была для него работа. Она придавала ему солидность и уверенность в себе. Человек ничто, думал он, если ему нечего делать. Он бесцельно обходил квартал за кварталом, пытаясь поразмыслить. Однако он был не способен сосредоточиться. Мысли упорно ускользали, увертывались от него. Мимолетными наплывами их вытесняло лицо жены, но даже о ней он не мог толком подумать, потому что на него давил большой город, городские лица, звуки, запахи. Единственный план действия, который пришел ему в голову, был невыполним. «Беги!» подсказывали сметенные чувства. «Беги туда, где тебя никогда не разыщут! Скройся!» Но фирмен знал, что это не выход. Бегство явилось бы чистейшим уходом от действительности и доказательством отклонения от нормы. Но в самом деле, откуда бы он сбежал? Из самого здравого, наиболее совершенного общества, когда-либо созданного человеком. Только безумец способен бежать отсюда. Фирмен стал замечать встречных. Они казались счастливыми, исполненными нового духа ответственности и социальной вменяемости, готовыми пожертвовать былыми страстями во имя новой эры покоя. Это славный мир, чертовски славный мир. Отчего фирмен не может в нем ужиться? Нет, может. За многие недели у фирмена впервые забрежжила вера в себя, и он решил, что как-то приспособится, если бы только знать как. После многочасового гуляния фирмен обнаружил, что голоден. Он зашел в первый подвернувшийся ресторанчик. Зал был переполнен рабочими, фирмен забрел почти к самым докам. Он сел у стойки и заглянул в меню, повторяя себе, что необходимо все обдумать. Надо должным образом оценить свои поступки, тщательно взвесить «Эй, мистер!» Он поднял глаза. На него свирепо уставился лысый, заросший щетиной буфетчик. «Что?» «Убирайтесь-ка по-добру, по-здорову!» «Что случилось?» спросил фирмен, стараясь подавить внезапно охвативший его панический страх. «Мы тут психов не обслуживаем», сказал буфетчик. Он ткнул пальцем в сторону настенного прибора, который регистрировал состояние каждого посетителя. Черная стрелка забралась чуть повыше девяти. «Убирайтесь вон!» Фирмен бросил взгляд на других людей у стойки. Они сидели в ряд, одетые в одинаковые коричневые спецовки из грубого холста. Кепки были надвинуты на брови, и каждый, казалось, был всецело погружен в чтении газеты. «У меня испытательное... Убирайтесь!» повторил буфетчик. «По закону я не обязан обслуживать всяких девяточников. Это беспокоит клиентов. Ну же, пошевеливайтесь!» Рабочие по-прежнему сидели чинным рядом, недвижно, не глядя в сторону фирмена. Фирмен почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. У него появился внезапный импульс вдребезги разбить лысый лоснящийся череп буфетчика, врезаться с ножом мясника в ледок прислушивающихся людей, окропить грязные стены их кровью, крушить, убивать. Но агрессивность реакции нежелательная и, безусловно, патологичная. Он преодолел нездоровый импульс и вышел на улицу. Фирмен продолжал прогулку, борясь с желанием броситься на утек. Он ожидал, когда же логика подскажет ему, что делать дальше. Однако мысли все больше путались, и, когда наступили сумерки, фирмен готов был свалиться от изнеможения. Стоя на узенькой, заваленной гниющим мусором улочке в районе трущоб, в окне второго этажа он заметил вывеску, сделанную от руки Джордж Флинн, терапевт-психолог. Может быть, мне удастся вам помочь. При мысли о всех высокооплачиваемых специалистах, к которым он обращался, фирмен криво усмехнулся. Он пошел было прочь, но повернул и поднялся по лестнице, ведущей в приемную Флинн. Опять он был недоволен собой. Увидев вывеску, он в тот же миг понял, что пойдет к этому врачу. Неужели он никогда не перестанет лукавить самим собой? Кабинет Флинна был тесен и плохо освещен. Со стен облупилась краска, в комнате застоялся запах немытого тела. Флинн сидел за деревянным неполированным письменным столом и читал приключенческий журнальчик. Он был маленького роста, средних лет и уже начинал лысеть. Он курил трубку. Фирмен собирался начать с самого начала, но неожиданно для себя выпалил. Послушайте, у меня страшные неприятности. Я потерял работу, от меня ушла жена, я испробовал все существующие методы терапии. Что вы можете сделать? Флинн вынул изо рта трубку и взглянул на фирменное. Он осмотрел его костюм, шляпу, туфли, как бы прикидывая их стоимость. Затем спросил, а что сказали другие врачи? Их слова сводились к тому, что мне не на что надеяться. Конечно, они так и говорят, подхватил Флинн, быстро произнося слова высоким и четким голосом. Эти модные молодчики слишком легко сдаются. Однако надежда есть всегда. Разум странная и сложная штука, друг мой, и то и дело, Флинн неожиданно умук и печально иронически ухмыльнулся. «Ах, да какой в этом толк? У вас уже появился обреченный взор, никуда не денешься». Он выколотил трубку и устремил отсутствующий взгляд в потолок. «Вот что, я для вас ничего не могу сделать. Вы это знаете, и я это знаю. зачем вы сюда пришли?» «Надо полагать в поисках чуда», ответил фермен, устало опускаясь на деревянный стол. «Многие ищут», словоохотливо сказал Флинн. «Видно, мой кабинет самое подходящее место для поисков, не правда ли? Вы посещали фешенебельные приемные модных специалистов. Помощи там не получили. Поэтому уместно и пристойно, если захудалый терапевт, добьется того, что не удалось знаменитостям. Что-то вроде поэтической справедливости». «Вот вот», одобрил фермен со слабой улыбкой, «поэтической справедливости». «Я не так уж бездарен», заверил его Флинн, набивая трубку табаком из потрепанного зеленого кесета. «Но истина кроется в том, что чудеса стоят денег. Всегда стоили и всегда будут стоить. Если вам не могли помочь светило, то я и подавно не могу». «Спасибо за правду», сказал фермен, но не сделал никакой попытки встать. «По долгу терапевта», медленно произнес Флинн. «Напоминаю вам, что Академия открыта в любое время дня». «А как же можно туда обращаться?» спросил фермен. «Ведь я о ней ничего не знаю». «Никто не знает», ответил Флинн. «Тем не менее, я слышал, что там излечивают решительно всех». «Смерть тоже излечения, но нецелесообразные. Кроме того, уж очень оно противоречит духу времени. При таком варианте Академии должны были бы управлять невменяемые. А как раз им-то это и запрещено». «Тогда почему же оттуда никто не выходит?» «Не спрашивайте меня», сказал Флинн. «Может быть, никто не хочет оттуда выходить». Он затянулся. «Вам нужен совет? Окей. Деньги есть?» «Найду», осторожно ответил Фирмен. «Отлично. Мне не полагается этого говорить, но бросьте искать лекарства. Пойдите домой, отправьте Рабодворецкого за двухмесячным запасом продуктов. Спрячьтесь, до поры до времени». «Спрятаться? Зачем?» Флинн метнул на него бешеный взгляд. «Затем, что вы изводите себя, пытаясь вернуться к норме, и добиваетесь только ухудшения. Такие случаи я наблюдал сотнями. Перестаньте думать о вменяемости и невменяемости. Отлежитесь спокойненько месяц-другой, отдыхайте, читайте, толстеете, тогда и посмотрим, как у вас пойдут дела». «Хм, знаете, сказал фирмен, по-моему, вы правы, я в этом уверен, но не уверен, можно ли возвращаться домой. Сегодня я кое-куда звонил, у меня есть деньги, не могли бы вы спрятать меня здесь, у вас, спрячьте, пожалуйста». Флинт встал и боязливо выглянул из окна на улицу. «Я и так наговорил слишком много, будь я помоложе, нет, не могу, я дал вам безумный совет, я не могу вдобавок совершить безумный поступок». «Извините, сказал фирмен, мне не следовало вас просить, но я и вправду очень вам благодарен, честное слово». Он встал. «Сколько я вам должен?» «Ничего вы не должны», ответил Флинт, «желаю вам поправиться». «Спасибо». Фирмен поспешно спустился по лестнице и подозвал такси. Через двадцать минут он был дома. Когда фирмен подходил к своей квартире, на лестничной площадке было до странности тихо. У хозяйки дверь была закрыта, но у него создалось впечатление, что дверь закрылась перед самым его приходом, и хозяйка притаилась за ней, прижав ухо к тонкому слою дерева. Он ускорил шаг и вошел в квартиру. В квартире тоже было тихо. Фирмен пошел на кухню. Рабодворецкий стоял у плиты, а спид свернулся клубком в углу. — Добро пожаловать, сэр, приветствовал фирмен Рабодворецкий. Не угодно ли присесть, а я подам ужин? Фирмен сел, продолжая строить дальнейшие планы. Надо продумать массу деталей, но в главном Флинн прав. Спрятаться — это именно то, что нужно, исчезнуть с глаз долой. — Завтра утром тебе первым делом надо будет сходить за покупками, сказал фирмен Рабодворецкому. — Слушаю, сэр, ответил Рабодворецкий, ставя перед ним тарелку с супом. — Нам понадобится уйма продуктов. Хлеб, мясо, хотя нет, лучше покупай консервы. — Какого рода консервы? спросил Рабодворецкий. — Любого. — Лишь бы они составили полноценный рацион. — И сигареты, не забудь про сигареты. Дай мне, пожалуйста, соли. Рабодворецкий стоял у плиты, не двигаясь, а спит тихонько заскулил. — Рабодворецкий, пожалуйста, соли. — Мне очень жаль, сэр, сказал Рабодворецкий. — Что значит тебе жаль? — Подай мне соль. — Я больше не могу вам повиноваться. — Это еще почему. — Только что вы перешли красную черту, сэр. Вы теперь десяточник. Какое-то мгновение фермен бессмысленно смотрел на Рабодворецкого, потом бросился в спальню и включил измеритель. Черная стрелка медленно подползла к красной черте, дрогнула и решительно перевалила за нее. Он стал десяточником. — Но это не важно, убеждал он себя. В конце концов количество не перешло в новое качество. Не превратился же он внезапно в чудовище. Он все объяснит Рабодворецкому, убедит. Фермен опрометью выскочил из спальни. — Рабодворецкий, выслушай меня! Он услышал, как хлопнула входная дверь. Рабодворецкий ушел. Фермен побрел столовую гостиную и сел на кушетку. Естественно, Рабодворецкий ушел. Роботы оборудованы встроенными приборами для контроля душевного состояния. Если их хозяева перешагивают за красную черту, роботы автоматически возвращаются на завод. Ни один десяточник не может распоряжаться сложным механизмом. Однако еще не все пропало. В доме есть еда. Он ограничит себя жесткой нормой. Со спидом будет не так одиноко. Может быть, ему и потребуется всего несколько дней. спид? В квартире не слышалось ни звука. Пойди сюда, псина! По-прежнему ни звука. Фермен методически обыскал всю квартиру, но пса нигде не было. Он, наверное, ушел вместе с Рабодворецким. В одиночестве фермен пошел на кухню и выпил три стакана воды. Он взглянул на ужин, приготовленный Рабодворецким, и принялся было хохотать, но тут же опомнился. Надо сматываться, да поживее, нельзя терять ни минуты. Если поспешить, то, может быть, что-нибудь и выйдет, куда-нибудь, в любое место, теперь каждая секунда на счету. Однако он все стоял на кухне, тупо уставясь в пол и, девясь, почему его покинул пес. В дверь постучали. Мистер фермен. Нет, сказал фермен. Мистер фермен, вы должны немедленно съехать. Это была домовладелица. Фермен открыл ей дверь. Съехать? Куда? Это меня не касается. Но вам нельзя здесь больше оставаться, мистер фермен. Вы должны съехать. Фермен вернулся в комнату за шляпой, надел ее, огляделся по сторонам и вышел. Дверь он оставил открытой. На улице его поджидали двое. В темноте трудно было разглядеть их лица. «Куда вы хотите отправиться?» спросил один из них. «А куда можно?» «На хирургию или в академию?» «Тогда в академию». Они усадили его в машину и быстро отъехали. Фермен откинулся на спинку сиденья, слишком измученный, чтобы о чем-то думать. Он чувствовал на лице прохладное ветерок, да и легкое покачивание машины было приятным. Однако поездка оказалась нескончаемо долгой. «Приехали», сказал наконец один из сопровождавших. Они остановили машину и ввели Ферменов в комнатку, где не было мебели. Лишь в центре стоял письменный стол с дощечкой, дежурной по приему. Навалившись на стол, там сладко похрапывал какой-то человек. Один из конвоиров Фермена громко кашлянул. Дежурный тотчас вскочил, выпрямился и стал протирать глаза. Он нацепил очки и сонно посмотрел на вошедших. «Который?» «Который?» спросил он. Два конвоира указали на Фермена. «Ладно». Дежурный потянулся, раскинув тощие руки. Потом открыл большой черный блокнот. Он набросал несколько слов, вырвал листок и вручил конвоирам Фермена. Те сразу ушли. Дежурный нажал некую кнопку и энергично почесал в затылке. «Сегодня полнолуние», сказал он Фермену с видимым удовлетворением. «Что?» переспросил Фермен. «Полнолуние!» «Таких, как ты, больше всего привозят в полнолуние. Во всяком случае, мне так кажется. Я подумываю написать на эту тему диссертацию». «Больше всего?» «Чего больше?» опять переспросил Фермен, который еще не пришел в себя, попав в стены академии. «Не будь таким тупицей», строго сказал дежурный. «Во время полнолуния к нам поступает больше всего десяточников. Не думаю, чтобы здесь существовала какая-то корреляционная зависимость, но... «А, вот и охранник». На ходу завязывая галстук, к столу подошел охранник в форме. «Отведи его в 312 АА», сказал дежурный. Когда Фермен подошел к двери вслед за охранником, дежурный снял очки и снова повалился на стол. Охранник вел Фермена по запутанной сети коридоров с частыми дверями. Коридоры, казалось, возникали сами по себе, так как от них под всевозможными углами шли ответвления, а некоторые отрезки изгибались и петляли, как улицы древних городов. По пути Фермен заметил, что двери не были пронумерованы в последовательном порядке. Он прошел 312, потом 25 П, потом 14, и был уверен, что мимо номера 888 проходил трижды. — Как вы здесь не заблудитесь? — спросил он охранника. — Это моя работа, — ответил тут не без учтивости. — Особой системы тут не видно, — заметил Фермен. — Ее и не может быть, сказал охранник почти доверительным тоном. Ведь здесь по проекту намечалось гораздо меньше палат. Но после началась лихорадка. Больные, больные, каждый день все новые больные и не намека на передышку. Так что пришлось разбить палаты на меньшие и проделать новые коридоры. — Но как же врачи находят своих пациентов? — спросил Фермен. Они подошли к 312 АА. Не отвечая, охранник отпер дверь и, когда Фермен переступил порог, закрыл ее и запер на ключ. Палата была очень мала. Там стояли кушетка, кресло и шкафчик. Эта немудреная мебель занимала всю клетушку. Почти сразу Фермен услышал за дверью голоса. Мужской голос сказал «Согласен, пусть кофе. В кафетерии через полчаса». В замке повернулся ключ, и Фермен не расслышал ответа. Внезапно раздался взрыв смеха. Низкий мужской голос произнес «Ну да, и еще сотню, и тогда нам придется в поисках мест лезть под землю». Дверь отворилась, и в палату, все еще слегка улыбаясь, вошел бородач в белом пиджаке. При виде Фермена лицо его приняло профессиональное выражение. «Прилягте, пожалуйста, на кушетку», сказал он вежливо, но с несомненной властностью. Фермен ни единым жестом не показал, что собирается повиноваться. «Раз уж я здесь», сказал он, «может быть, вы мне объясните, что все это значит?» Бородач принялся отпирать шкафчик. Он бросил на Фермена усталый, но в то же время насмешливый взгляд и поднял брови. «Я не лектор, а врач», ответил он. «Я понимаю, но ведь...» «Да-да», сказал врач, беспомощно пожимая плечами. «Я знаю, вы вправе спросить и все такое. Ей богу, вам должны были это объяснить до того, как вы сюда попали. Это просто не моя работа». Фермен продолжал стоять. Врач сказал, «Будьте умницей, ложитесь на кушетку, и я вам все расскажу». Он снова отвернулся к шкафчику. У Фермена мелькнула мысль, не попытаться ли скрутить врача. Но он тут же сообразил, что должно быть до него об этом думали тысячи десяточников. Наверняка существуют какие-то меры предосторожности. Он улегся на кушетку. «Академия», заговорил врач, не переставая копошиться в шкафчике, «это закономерное порождение нашей эпохи. Чтобы понять ее, надо сначала понять свой век». Врач выдержал драматическую паузу и со смаком продолжал. «Вменяемость». Однако с «вменяемостью», особенно социальной «вменяемостью», неразрывно связано чудовищное напряжение. Как легко повредиться в уме. И единожды повредившись, человек начинает переоценивать ценности. У него появляются странные надежды, идеи, теории, потребность действия. Все это само по себе может и не быть патологией, но в результате неизбежно вредит обществу, ибо сдвиг в каком бы то ни было направлении опасен для стабильного общества. Ныне, после тысячелетий кровопролития, мы поставили перед собой цель защитить общество от патологической личности. Поэтому каждая личность должна избегать тех умственных построений, тех безмолвных решений, которые делают ее потенциально опасной, грозят переменами. Подобное стремление к стабильности, являющейся нашим идеалом, требует чуть ли не сверхчеловеческой силы и решимости. Если у вас нет этих качеств, вы кончите здесь. Мне все же не ясно, начал Фермен, но врач его перебил. Отсюда очевидна необходимость академии. На сегодняшний день по-настоящему гарантирует вменяемость лишь хирургическая операция мозга. Однако человеку неприятна даже мысль об этом. Только дьявол мог предложить такой выбор. Государственная хирургия мозга приводит к гибели первоначальной личности, а это самое страшное смерть. Академия старается ослабить напряжение, предлагает альтернативу. Но что это за альтернатива? Почему вы скрываете? «Откровенно говоря, большинство предпочитают оставаться в неведении». Врач запер шкафчик, но фирмену не было видно, какие инструменты он оттуда достал. «Поверьте мне, ваша реакция нетипична. Вы предпочитаете думать о нас, как о мрачной, таинственной, грозной силе. Это из-за вашего безумия. Здравомыслящие люди считают нас панацеей, приятно туманным избавлением от жестокой определенности. Они верят в нас, как в Бога». Врач тихонько хмыкнул. «Большинству людей мы представляемся раем». «А почему же вы храните ваши методы в тайне?» «Откровенно говоря, ласково сказал врач, даже райские методы лучше не рассматривать слишком пристально». «Значит, все это обман?» воскликнул фирмен, пытаясь сесть. «Вы хотите меня убить?» «Ни в коем случае», заверил врач и мягким движением заставил его лечь. «Так что же вы собираетесь делать?» «Увидите». «А почему отсюда никто не возвращается?» «Не желают», ответил врач. Прежде чем фирмен успел шевельнуться, врач ловко всадил ему в руку иглу шприца и впрыснул теплую жидкость. «И помните, сказал он, надо защищать общество от личности». «Да», сквозь дремуту отозвался фирмен, «но кто защитит личность от общества?» Очертания предметов в палате расплылись, и хотя врач что-то говорил, фирмен не расслышал слов. Знал только, что они мудры, уместны и очень истинны. Придя в себя, он заметил, что стоит на огромной равнине, сходило солнце. В тусклом свете к ногам фирмена льнули клочья тумана, а трава под ногами была мокрой и упругой. Фирмен вяло удивился, увидев, что рядом по правую руку от него стоит жена. Слева к его ноге прижался чуть дрожащий спид. Удивление быстро развеялось, потому что перед битвой здесь, возле хозяина, и полагалось быть жене и псу. Впереди движущийся туман распался на отдельной фигурке, и фирмен узнал их, когда они приблизились. То были враги, процессию возглавлял Рободворецкий, в полутьме он мерцал зловещим нечеловеческим блеском. Там был и Морган, который, обращаясь к начальнику отдела, истерически вопил, что фирмен должен умереть. А запуганный Флинн, бедняга, прятал лицо, но надвигался на него. Там была и домовладелица, которая пронзительно кричала, «Нет ему жилья!» А за ней шли врачи, дежурные, охранники, а за ними шагали миллионы в грубых рабочих спецовках. Кепки у них были надвинуты на глаза, газеты скатаны в тугую трубочку. Фирмен подобрался в ожидании решительного боя с врагами, которые его предали. Однако в мозгу шевельнулось сомнение. Наяву ли все это? Внезапно он с отвращением увидел как бы со стороны свое одурманенное наркотиками тело, лежащее в нумерованной палате академии, в то время как дух его не весь где сражается с тенями. «Я вполне нормален». В минуту полного просветления фирмен понял, что надо бежать. Не его удел бороться с призрачным противником. Надо вернуться в настоящий мир. Статус кво не будет длиться вечно. Что же станется с человечеством, из которого вытравили силу, инициативу, индивидуальность? Из академии никто не выходит, а вот он выйдет. Фирмен попытался вырваться из-под власти наркотического бреда, он почти ощущал, как ворочается на кушетке его никому ненужное тело, как он стонет, заставляя себя встать. Но призрачная жена схватила его за руку и указала вдаль. Призрачный пес зарычал на надвигающегося противника. Мгновение было безвозвратно упущено, хотя Фирмен этого так никогда и не понял. Он позабыл о своем решении вырваться, позабыл о земле, позабыл о правде, и капли росы окропили его ноги, когда он ринулся в жестокую схватку с врагом. Роберт Шекли Большая охота Читает Геннадий Постригаем Рейдер с опаской выглянул из-за подоконника. Прямо перед окном проходила пожарная лестница, спускавшаяся в узкий переулок. Переулок был пуст, если не считать валявшейся посреди дороги сломанной детской коляски до трех баков для мусора. Пока Рейдер осматривался, из-за дальнего бака высунулась рука. В кулаке что-то блеснуло. Рейдер мгновенно скользнул вниз, разбив окно, пуля пролетела почти над головой и, чиркнув по потолку, осыпала его градом штукатурки. Рейдер лег на спину на растрескавшем селенолеумном полу. Уставившись на дырку в потолке, он чутко прислушивался к доносившимся из-за двери звукам. Это был рослый малый со следами смертельной усталости на грязном небритом лице и воспаленными от бессонницы глазами. Страх заострил его черты, сделав их жестче. Лицо было отмечено печатью смерти. Один из преследователей прятался в переулке, двое других стерегли за дверью. Он был в ловушке. Это был конец. Странно, что он до сих пор еще жив, но это лишь отсрочка. Скоро смерть возьмется за дело, а она большой мастер. Ловко продырявив тело и голову, нанесет искусные кровавые мазки на одежду. Смерть определит его роль в гротесковом загробном спектакле. Редер до крови закусил губу. К черту такие мысли! Он хочет жить! А для этого надо что-то делать! Перевернувшись на живот, он оглядел убогое жилище, в которое загнали его преследователи. Хм, настоящий одноместный гроб, подумал он, с тщательно охраняемыми входной дверью и пожарной лестницей и крошечной без окна уборной. Он дополз до уборной и только тогда поднялся. В потолке зияла дыра шириной почти в четыре дюйма. Что если расширить ее и пролезть в верхнюю квартиру? За дверью послышалась возня, потом глухой стук. Преследователи начали ломать дверь. Он еще раз осмотрел дыру в потолке и тут же отбросил эту идею. Нечего и думать расширить дыру за такое время. Отчаянно ругаясь, бандиты ломали дверь. Еще несколько таких ударов, замок отлетит и они ворвутся в квартиру. Оставалась последняя надежда. Реддер вытащил из кармана крошечный телевизор. Изображение плыло, но он не стал его настраивать. Звук был ясным и четким. Хорошо знакомым поставленным голосом Майк Терри обращался к многомиллионной аудитории. Кошмарное место, вещал Терри. Да, друзья мои, Джиму Редеру сейчас не позавидуешь. Если вы помните из моих предыдущих репортажей, какое-то время он скрывался под чужим именем в третиразрядном отеле на Бродвее. Сначала все шло как надо, но его узнал коридорный и сообщил о нем Банди Томпсона. Дверь трещала от ударов. Вцепившись в телевизор, словно утопающий за соломинку, Редер слушал, не отрываясь. С большим трудом Джиму Редеру удалось удрать из отеля. Преследуемый по пятам, он вбежал в дом номер 156 на Уэст-энд авеню. Он хотел пробраться по крышам. И ему бы удалось это, друзья, непременно удалось, но вот несчастье. Дверь, ведущая на крышу, оказалась запертой. Казалось, все кончено. И тут он увидел, что дверь в квартиру номер семь приоткрыта. Джим влетел и, сделав эффектную паузу, Терри вскричал, оказался в мышеловке. Головорезы Томпсона доламывают дверь. Пожарная лестница под прицелом. Наша съемочная группа, расположившаяся в доме напротив, даст сейчас крупный план. Вы только посмотрите на него, друзья! Неужели нет никакой надежды? Никакой надежды, эхом отозвалось в мозгу у Редера. Стоя в темной душной уборной, он обливался потом, с ужасом слушая непрекращающиеся удары в дверь. Одну минуту, раздался ликующий голос Майка Терри. Не падай духом, Джим, держись, надежда есть. Мне только что позвонил один из телезрителей, один добрый самаритянин. Кажется, он сможет тебе помочь. Ты слышишь меня, Джим? Редер затаил дыхание. Из входной двери с треском вырывались шурупы. Смелее, сэр, подбадривал Майк Терри. Как вас зовут? Феликс Бартолемов. Успокойтесь, мистер Бартолемов. Итак, что же вы хотели сказать? Вы слушаете меня, мистер Редер, дрожащим голосом произнес старик. Когда-то давно я жил в доме номер сто пятьдесят шесть по Вест-энд-авеню. И даже в той же самой квартире, где вы сейчас находитесь. Так вот, в уборной есть окно. Правда, оно закрашено, но его можно... Не дослушав, Редер сунул телевизор в карман. Нащипав окно, он надавил. Стекло треснуло, и в уборную хлынул яркий солнечный свет. Вытащив торчавшие осколки, Редер выглянул в окно. Далеко внизу расстилался бетонный двор. В этот момент отлетел последний замок, дверь распахнулась настежь. В мгновение ока Редер взлетел на подоконник, на секунду повис, держась за раму кончиками пальцев, потом разжал руки. Удар оглушил его. Пошатываясь, он поднялся. В окне уборной показался человек. Дуракам всегда везет, пробормотал человек, наводя на Редера дуло револьвера. Неожиданно в уборной раздался взрыв. Убийца промахнулся, смачно при этом выругавшись. Во дворе раздалось еще несколько взрывов, и все заволокло дымом. Из кармана Редера полный неистового энтузиазма рвался голос Майка Терри. «Беги!» взволнованно кричал Майк. «Беги, Джим, спасайся, пока дым заслал глаза твоих преследователей, а мы поблагодарим добрую самаритянку Сару Уинтерс, проживающую по адресу 3412 Эдгар Стрит, Броктон, Массачусетс, на свои средства устроившую дымовую завесу». Перейдя на обычный тон, Терри заключил «Сегодня вы спасли человеку жизнь, миссис Уинтерс. Будьте добры поведать зрителям, как это...» Ответа миссис Уинтерс Редер не расслышал. То и дело, натыкаясь в дыму на натянутые бельевые веревки, он, наконец, пересек двор и выбрался на улицу. Сгорбившись, чтобы казаться поменьше ростом, шатаясь от голода, усталости и пережитого волнения, он брел вниз по 63-й улице. «Эй, ты!» Редер обернулся. Пожилая женщина, сидя на ступеньках дома, хмуро смотрела на него. «Не ты ли будешь, Редер? Тот самый, за кем охотятся?» Ничего не ответив, Редер двинулся дальше. «Зайдем ко мне», предложила женщина. «Может, это ловушка?» Но у Редера не было другого выхода, как только надеяться на великодушие и искренность людей. Он был человеком из толпы, обычным, средним, ничем непримечательным, поэтому ему верили. Без них, этих простых людей, он давно бы уже погиб, но они с ним и ему нечего бояться. «Верь людям», наставительно советовал Майк Терри, «и они не подведут». Женщина провела его в гостиную и велела подождать. Через мгновение она вернулась с полной тарелкой тушеного мяса. Пока он ел, она молча смотрела на него, как смотрят в зоопарке на обезьян, грызущих орехи. Из кухни выглянули двое ребятишек и также молча уставились на него. Вслед за ними из спальни вышли трое в комбинезонах и стали устанавливать телекамеру. Тут же в гостиной стоял большой телевизор. Заглатывая пищу, Редер видел изображение Майка Терри и слышал его проникновенный голос, полный искреннего сочувствия и тревоги. Вот он, наш герой, друзья! Он снова с нами, наш Джим, которому впервые за два дня удалось, наконец, нормально поесть. А как здорово потрудилась наша съемочная группа, чтобы заснять все это! Молодцы, ребята! Друзья, на сей раз Джима приютила миссис Оделл, проживающая в доме номер 343 по 63 Уэс-стрит. Спасибо вам от всех нас, добрая самаритянка Оделл! Просто чудесно, что люди всех слоев общества принимают так близко к сердцу судьбу Джима Реддера. Тебе лучше поторопиться, посоветовала миссис Оделл. Да, мэм, кивнул Реддер. Мне бы не хотелось, чтобы они устроили здесь пальбу. Я уже почти закончил, мэм. Один из детей неожиданно спросил. Ма, а его убьет? Заткнись, оборвала мать. Да-да, Джим, лился голос Майка Терри. Тебе лучше поторопиться. Убийцы уже недалеко, а они вовсе не так глупы, как может показаться. Жестокие, безнравственные, беспринципные, сто раз да, но никак не глупы. Они идут по следу крови, крови, вытекающей из твоей раненой руки, Джим. Только сейчас Реддер увидел, как сильно он поранил руку, спускаясь из окна. «Давай, перевяжу», с готовностью предложила миссис Одел. Реддер подождал, пока она забинтовывала руку. Потом она протянула ему коричневую куртку и серую шляпу с опущенными полями. «Это вещи моего мужа», пояснила она. «Он переоделся, друзья!» восхищенно воскликнул Майк Терри. «О, это уже что-то новенькое, теперь его не так-то легко будет узнать. Но не забывайте, впереди еще семь часов напряженной борьбы за жизнь». «А теперь уматывай», сказала миссис Одел. «Ухожу, мэм», ответил Реддер. «Большое спасибо». «Все-таки ты с приветом», промолвила она. «Только сумасшедший мог на такое решиться». «Вы правы, мэм». «Уму непостижимо», заключила она. Поблагодарив, Реддер вышел. Дойдя до Бродвее, он по подземке добрался до 59-й улицы, затем автобусом до 86-й. Здесь он купил газету и пересел в поезд, следующий экспрессом до Манхассета. Реддер взглянул на часы. Оставалось еще шесть с половиной. Поезд с грохотом мчался в туннеле под Ист-ривер. Реддер дремал, завинтованная рука была прикрыта газетой, шляпа сдвинута на лицо. во сне представил себе, что благодаря удачному маскараду он так и не был узнан, банда Томпсона сбилась со следа, и он остался жив. Но нет, это было бы просто чудом. Скорее всего, в эту самую минуту некто звонит Томпсоном и радостно сообщает его местонахождение. Из этого следует, что он всего-навсего живой труп, который, благодаря нерасторопности смерти, имеет возможность в ожидании собственных похорон разгуливать повсюду и даже отвечать на вопросы публики. Реддер резко открыл глаза. Кажется, ему снилось что-то жуткое, но что он не мог вспомнить. Снова закрыв глаза, он с удивлением вспомнил то время, когда жизни его не угрожала никакая опасность. Это было два года назад. Он был высоким симпатичным парнем и работал подручным шофера грузовика. Реддер был совершенно обыкновенным, средним, как все, без каких-либо особых талантов и планов на будущее. Планы за него строил напарник, невзрачный коротышко-шофер. Послушай, Джим, а что, если тебя попытать счастье в телешоу? Будь я на твоем месте, я бы непременно попробовал. Телестудии охотятся за такими симпатичными средними парнями, которым нечем особенно похвастаться, для участия в конкурсах. А уж о публике говорить нечего. Это будет тебя на руках носить. Ну что, рискнешь? Редер решил рискнуть. Владелец местного магазина телевизоров охотно все ему растолковал. Видишь ли, Джим, публика сыта по горло атлетического вида суперменами, с их избитыми приемами и показухой. Да и кто будет всерьез переживать за такого? Разве обычный человек может представить себя на его месте? Конечно, нет. Публика обожает душесчипательные зрелища с элементом риска, а не просто имитацию в исполнении какого-нибудь ловкача, да еще за кругленькую сумму в пятьдесят тысяч в год. Вот почему профессиональный спорт в таком загоне, а бум на шоу сенсации так поднялся. Понятно, сказал Редер. Шесть лет тому назад Конгресс узаконил акт добровольного самоубийства. Старики и сенаторы много разглагольствовали о свободе воли и самоопределении. Но это все чушь собачья. Знаешь, что это такое на самом деле? Теперь любой желающий может поставить на карту свою жизнь за солидный курс. Раньше тебе надо было стать профессиональным боксером, футболистом или хоккеистом, чтобы тебе позволили принародно дать вышибить себе мозги за большие деньги. Теперь такая возможность есть и у обычных людей, таких как ты, Джин. Понятно, снова повторил Редер. Да, колоссальная возможность. Взять хоть тебя. Ты такой же, как все, что умеешь ты, умеет каждый. Ты средний. Поэтому для шоу сенсации ты просто находка. Редер позволил себе немного помечтать. Телешоу казались надежным путем к богатству для симпатичного парня без образования и особых способностей. Он послал письмо в адрес программы «Опасность», вложив свою фотографию. Опасность заинтересовалась Редом. Компания JBC провела расследование и выяснила, что он зауряден настолько, что удовлетворит даже самого придирчивого зрителя. Были проверены его родственные и прочие связи. Наконец, он был вызван в Нью-Йорк для беседы с мистером Мульяном. Мульян был солиден, темноволос и в продолжении всего разговора не переставая жевал резинку. — Пожалуй, ты нам подойдешь, заметил он, но только не для опасности. Сначала выступишь в обломках. Это получасовое дневное шоу по третьему каналу. — Вот спасибо, обрадовался Редер. — Да пока не за что благодарить. Если выиграешь или придешь вторым, получишь тысячу долларов, если проиграешь утешительный приз сто долларов. Но не в этом дело. — Конечно, сэр. — Обломки это лишь начало. Джей-Би-Си использует ее для отбора кандидатов. Те, кто займут первое и второе места, приглашаются для участия в ЧП, а там ставки куда выше. — Понимаю, сэр. — Если хорошо покажешь себя в ЧП, попадешь в первоклассные шоу типа опасности или ужасов морских глубин, которые транслируются по всей стране и оплачиваются по самым высоким ставкам. Вот тогда начнется для тебя настоящая жизнь. — Как далеко ты пойдешь зависит только от тебя. — Я буду стараться, сэр, заверил его Редер. Мульян на минутку прекратил жевать и очень прочувственно произнес. — Я верю в тебя, мой мальчик. Ты это народ, а народ это сила. Помни об этом. При этих словах Редеру стало ужасно жалко темноволосого курчавого с глазами на выкате мистера Мульяна, который явно не имел с народом ничего общего. Они обменялись рукопожатием. Затем Редер поставил подпись под документом, снимающим всякую ответственность Джей-Би-Си в случае любых психических и физических травм, а также смерти во время состязаний. После этой бумаги он подписал еще одну, подтверждающую его права, согласно акту о добровольном самоубийстве. Этого требовал закон, но все это было чистейшей воды формальностью. Через три недели он появился в обломках. Внешне все выглядело так же, как в любых классических автомобильных гонках. Единственным отличием было то, что за руль мощнейших европейских и американских гоночных автомашин садились новички и мчались, сломя голову по сверхсложной двадцатимильной трассе. Дрожа от страха, Редер включил не ту скорость и огромный Мазератти рванул с места как бешеный. Гонки походили на чудовищный ночной кошмар. Редер немного поотстал, дав возможность рвавшимся в лидеры благополучно разбиться на крутых виражах. Когда шедший впереди Ягуар врезался в Альфа-Ромео и обе машины с адским грохотом покатились в распаханное поле, Редер автоматически вышел на третье место. Поддав газу на последних трех милях, он на какое-то время вырвался вперед, но замешкался на последнем контрольном пункте и снова отстал. Коварный С-образный поворот чуть было не стоил ему жизни. С трудом удержав машину на шоссе, он сохранил за собой третье место. На его счастье, в 50 ярдах от финиша у лидера гонок полетел коленчатый вал. Джим финишировал вторым. В награду он получил целую тысячу долларов, четыре письма от поклонниц, пару клетчатых носков от некой дамы из Ошкоша и в довершении всего приглашение на участие в ЧП. В отличие от других программ, в ЧП никто ни с кем не соревновался. Конкурс основывался на проявлении личной инициативы в экстремальных условиях. Для начала Реддеру ввели большую дозу какого-то необычного наркотика. Он пришел в себя в кабине небольшого самолета, летящего на автопилоте на высоте десяти тысяч футов. Топливный бак был почти пуст, парашюта в самолете не было. Ему нужно было посадить самолет. Само собой, разумеется, управлять самолетом он не умел. Реддер осторожно пробовал рычаги управления, все время помня о том, что участник предыдущего шоу, придя в себя в подводной лодке, открыл не тот клапан и затонул. Тысячи телезрителей, затаив дыхание, следили за тем, как самый обычный парень боролся за свою жизнь и мысленно представляли себя на его месте. Ведь Реддер был совершенно невыдающимся, таким же, как и все. Это роднило его с ними и заставляло их переживать. Снижаясь, самолет несколько раз перевернулся в воздухе, но кое-как приземлился. К счастью, привязанные ремни оказались достаточно крепкими, впрочем, как и мотор, который не загорелся, вопреки всем прогнозам. Реддер отделался двумя сломанными ребрами, получив в качестве компенсации три тысячи долларов и шанс, когда выздоровеет, участвовать в Тореро. Наконец-то первоклассное шоу. За участие в Тореро платили десять тысяч долларов, а чтобы их получить, нужно было всего-навсего убить элегантным ударом шпаги черного миурийского быка, как это делал настоящий Матадор. Бой быков происходил в Мадриде, так как коррида в США официально запрещена. Зрелище транслировалось по всей Америке. У Реддера подобралась отличная квадрилья, а им пришелся по душе огромный медлительный американец. Пикадоры пытались замедлить бег быка. Бандрильеры перед тем, как вонзить в шею зверя бандрильи, уводили быка подальше от Реддера. Второй Матадор, мрачный человек из Архисироса, так отчаянно махал перед носом быка мулетой, что тот чуть было не сломал себе шею. Но вот все участники спектакля разыграли свои роли и подошла очередь Джима Реддера. Он стоял посреди арены, неуклюже зажав в левой руке ярко-красную мулету, в правой шпагу, а прямо на него несся громадный черный истекающий кровью бык, с торчащими в разные стороны рогами. Кто-то, не выдержав, закричал «Ударь его под ребро, парень! Не корчай из себя героя! Ударь под ребро!» Но Джим твердо помнил наставление своего нью-йоркского консультанта «Удар шпагой между рогов». Он последовал этому совету. Ударившись о лобную кость, шпага отлетела, бык подбросил его рогами. Реддер поднялся абсолютно невредимый и, схватив другую шпагу, бросился на быка, закрыв глаза. «Бог, который хранит детей и дураков, должно быть, наблюдал за этим зрелищем, так как шпага вошла в быка, словно нож в масло». Ничего не понимая, бык какое-то время смотрел на Редера, а потом рухнул на землю, как продырявленный воздушный шар. Из этого состязания он выбрался почти без потерь. Если не считать такой мелочи, как сломанная ключица, которая срослась в самое непродолжительное время. За участие в Кариде он получил десять тысяч долларов. Количество поклонниц возросло до двадцати трех, включая пылкую девицу из Атлантик-Сити, приславшую страстное признание, которое он проигнорировал. Почти сразу же Редер получил приглашение поучаствовать в следующей программе. Редер был уже не так наивен, как прежде, осознав, что рисковал жизнью за какие-то жалкие гроши. Обещанное богатство по-прежнему сияло где-то вдали. Тогда он решил подороже продать свою жизнь. Шоу ужаса морских глубин финансировалось парфюмерной фирмой Fair Lady Soup. Вместе с четырьмя другими участниками, экипированными одинаковыми аквалангами, ластами, масками, свинцовыми поясами и ножами, он погрузился в ласковые волны Карибского моря. Вслед за ним спустилась съемочная группа, посаженная для безопасности в прочную клетку. Конкурсанты должны были отыскать и поднять со дна моря, спрятанное фирмой в целях рекламы сокровища. Ныряние под водой само по себе не столь опасно, поэтому фирме пришлось немало потрудиться, чтобы придать зрелищу как можно больше остроты. Море в этом месте буквально кишело муренами, электрическими скатами, различными видами акул, гигантскими осьминогами и моллюсками, ядовитыми кораллами и прочими глубоководными прелестями. Соревнование проходило на большом подъеме. В глубокой расщелине участник из Флориды нашел сокровище, но тут же пал жертвой мурены. Искрящаяся голубовато-зеленая вода мгновенно стала мутной от крови, что бесподобно смотрелось на цветных телевизорах. Выпав из рук несчастного, сокровище стало медленно опускаться на дно. К счастью, это заметил Редер и, не раздумывая, нырнул, порвав при этом барабанную перепонку. На дне сокровище запуталось в кораллах, но Редер вырвал его из цепких объятий, сбросил свинцовый пояс и стал всплывать. В тридцати футах от поверхности на него неожиданно напал другой ныряльщик. Они дрались не на жизнь, а на смерть. Удар ножом располосовал Редеру грудь. С самобладанием старого морского волка Редер бросил нож и сорвал маску с лица противника. Это решило исход поединка. Вынырнув, Редер вручил сокровище судьям. Величайшим сокровищем мира оказалась фирменная упаковка мыла. Участие в этом шоу принесло ему в общей сложности 22 тысячи долларов. Число поклонниц перевалило за 300. Среди всей полученной им по почте восторженной галиматьи попалось письмо одной девушке из Мейкона, показавшееся интересным. В довершении всего Редера бесплатно подлечили, зашили ножевую рану на груди и порванную барабанную перепонку, а также провели курс уколов от заражения ядовитыми кораллами. Ну и наконец самое главное, пригласили участвовать в крупнейшем телешоу «Большая охота». Вот тогда и начался настоящий ад. Поезд резко остановился, и Редер тут же проснулся. Сдвинув шляпу на затылок, он быстро огляделся. Сидевший через проход незнакомец, не спуская с него глаз, шептал что-то на ухо толстой даме. Неужели узнали? Двери открылись, он встал и быстро вышел из вагона. Висевшие на перроне часы показывали полдень. Оставалось еще пять часов. На станции Манхассет он сел в такси, приказав шоферу доставить его в Нью-Селем. Нью-Селем? Переспросил шофер, глядя на него в зеркало. Совершенно верно. Шофер включил радиосвязь. Пассажир следует до Нью-Селема. Да, поняли правильно. Нью-Селем. Они тронулись. Редер нахмурился, размышляя, неусловно ли это знак. Как правило, шоферы такси докладывают диспетчерам, куда они следуют. И в этом не было ничего необычного. Хотя, пожалуй, в голосе шофера прозвучали подозрительные нотки. Высадите меня здесь, неожиданно сказал Редер. Заплатив шоферу, он двинулся по узкой проселочной дороге, вьющейся между редко стоящими деревьями. Нечего было и думать прятаться за ними. Идя вперед, Редер подыскивал, где бы укрыться. Послышался шум приближающегося грузовика. Редер не остановился, только поглубже нахлобучил шляпу. И вдруг из его карманного телевизора вырвался отчаянный вопль. Грегись! Редер бросился в кювет. Грузовик пронесся на огромной скорости, только чудом его не задев и свизгом остановился. Выскочивший из кабины шофер заорал. Вот он! Стреляй! Гарри, черт тебя дери, стреляй! Редер без оглядки припустился к лесу. Сбивая листья с деревьев, пули свистели у него над головой. О, боже, они настигают его! Голос Майка Терри от волнения срывался. Боюсь, Джим Редер слишком рано позволил себе расслабиться. Еще не время, Джим! Убийцы идут по пятам. На карту поставлена твоя жизнь. Помни это и будь осторожен. Впереди еще четыре с половиной часа. Шофер грузовика скомандовал. Клод, Гарри, вы на грузовике подъедете с той стороны. Возьмем его в клещи. Они окружают тебя, Джим! скричал Майк Терри. Но не отчаивайся, еще не все потеряно. А пока поблагодарим от твоего имени добрую самаритянку Сьюзи Петере, живущую в доме номер двенадцать по Ильм-стрит Саут-Оранж-Нью-Джерси, за предупреждающий крик, когда тебя чуть было не раздавил грузовик. Через минуту вы увидите на своих экранах малышку Сьюзи. А теперь, друзья, внимание! Наш вертолет прибыл на место действия. Всем вам будет хорошо видно бегущего Джима Редера и преследующих окружающих его убийц. Промчавшись по лесу, Джим выскочил на бетонку. Один из бандитов, бежавший за ним по лесу, немного отстал. Те двое, что поехали в объезд, через пару минут должны были оказаться здесь. В это время на дороге показалась легковая машина. Редер отчаянно замахал руками. Машина остановилась. — Быстрей! — крикнула сидевшая за рулем блондинка. Редер вскочил, машина начала разворачиваться. В ветровое стекло влетела пуля. Девушка нажала на газ, машина рванула, чуть не сбив стоявшего посреди дороги бандита. Когда подъехал грузовик, машина была уже далеко. Редер откинулся на сиденье и закрыл глаза. Девушка сосредоточилась на дороге, наблюдая время от времени за тем, что делают преследователи. — Он снова спасен! — ликовал Терри. На сей раз из когтистых лап смерти его вырвала добрая самаритянка Дженнис Морроу, проживающая в доме номер 433, по Лексингтон Авеню в Нью-Йорке. — Не видели вы когда-нибудь что-нибудь подобное, друзья? Бесстрашная мисс Морроу под градом пуль спасает Джима Рендера от неминуемой гибели. Позже мы возьмем интервью у мисс Морроу и узнаем, что она чувствовала в эту минуту. А пока наш Джим мчится вперед навстречу своей свободе или как знать новой опасности, мы прервем репортаж для короткой рекламы. Но не уходите далеко от телевизоров. У Джима впереди еще 4 часа и 10 минут могут произойти самые неожиданные вещи. Слава Богу, наконец они отключились, и я могу с тобой поговорить, неожиданно сказала девушка. Ты что, спятил? Что? Не понял Редер и взглянул на спутницу. Ей было немногим более двадцати, приятная внешность, стройная изящная фигура, вид самоуверенный и неприступный. Правда Редеру показалось, что она была чем-то рассержена. Мисс, начал он, я прям не знаю, как и благодарить вас. Брось ты, перебила Дженнис Морроу, никакая я недобрая самаритянка, просто работаю на Джей Би Си. Так значит меня спасла фирма? Наконец ты догадался, улыбнулась она. Ну зачем? Ты что, прикидываешься, Редер? Это же чертовски дорогое шоу. Мы все должны выкладываться по максимуму, чтобы получилось действительно захватывающее зрелище. Это в наших интересах. Если шоу не будет иметь успеха, фирма прогорит и нас всех выгонят на улицу торговать леденцами и жевательной резинкой, а ты прохлаждаешься. Я? Это я-то прохлаждаюсь? Ну да, ты. Ты только взгляни на себя, призвительно сказала девушка. Полный провал, фиаско. Может, ты пытаешься покончить с собой? Ты что, не знаешь, как борется за жизнь? Ну, я очень стараюсь. Он старается, вы только посмотрите на него. Банда Томпсона могла укокошить тебе уже десять раз. Им были даны указания растянуть удовольствие, и они стараются изо всех сил. Убить тебя для них все равно, что попасть в статуэтку с шести шагов. Но ведь они тоже не могут бесконечно фальшивить. Если бы я не подоспела вовремя, им бы не осталось ничего другого, как убить тебя. Редер уставился на нее, не понимая, как такое очаровательное создание могло такое сказать. Оторвав глаза от дороги, она взглянула на него. Не надо на меня так смотреть, сказала она. Тебя никто не принуждал рисковать своей жизнью за деньги, мальчик. Да еще какие деньги? Ты знал условия заранее, и нечего теперь корчить из себя святую невинность. Взялся так доигрывай. Вы правы, согласился Редер. Если не можешь бороться за жизнь, так хоть умри достойно. Я не могу в это поверить. Слишком ты самоуверен. До конца передачи еще три часа сорок минут. Сможешь выжить? Молодец. Денежки твои. А нет, постарайся хоть напоследок не разочаровать своих почитателей. Пристально глядя на нее, Редер кивнул. Через несколько минут нас запустят в эфир. Я сделаю вид, будто у меня сломался мотор, и ты побежишь. Но помни, Томпсоны больше не дадут тебе поблажки. Они убьют тебя, как только настигнут. Понял наконец? Да, ответил Редер. А все-таки если все закончится хорошо, могу я вас как-нибудь увидеть? Она зло закусила губу. Ты что, издеваешься? Нет, я правда хочу вас увидеть. Она удивленно посмотрела на него. Я права не знаю. Сейчас не время. С минуту на минуту включат камеры. Лучше послушай совета. Беги направо. Понял? Да. Как мне тебя найти? Потом, когда все кончится. Редер, ты меня не слушаешь. Беги через лес, пока не откинешься во враг. Это не очень надежное укрытие, но все же лучше, чем ничего. Как мне тебя найти? Снова повторял он. В Манхэттенском телефонном справочнике. Она остановила машину. С Богом, Редер, беги. Он открыл дверцу. Подожди. Наклонившись, она поцеловала его в губы. Удачи тебе, дурачок. Позвони, если останешься цел. Выскочив из машины, он бросился к лесу. Он бежал мимо берез и сосен, мимо изредка попадавшихся домов с торчащими в окнах физиономиями, глазеющими на забавное зрелище. Кое-кто из жильцов должно быть связался с бандой, потому что они почти настигли его, когда он добрался до оврага. Эти благовоспитанные и законопослушные граждане почему-то желали его смерти, с грустью думал Редер. Внутренне они уже настроились на кровавые сцены и были бы очень разочарованы, если бы обманулись в своих ожиданиях. Спустившись во враг, Редер спрятался в густом кустарнике. Убийцы появились с обеих сторон. Они шли неспеша, чутко прислушиваясь к малейшему шороху. Когда они поравнялись с ним, Редер затаил дыхание. Прогремел выстрел. С дерева упала белка. Некоторое время она корчилась в траве, потом затихла. Послышался шум вертолета. Видит ли его, думал Редер, скорее всего да. Значит, надежда все-таки есть. Может, кто-нибудь из добрых самаритян придет на помощь и в этот раз. Подняв лицо к небу, Редер сложил руки и начал молиться. Молился он молча. Публика не любит аффектации. Губы его лишь слегка шевелились. Редер молился по-настоящему. Однажды кто-то из дотошных зрителей обнаружил, что беглец только притворяется, что читает молитвы, а на самом деле повторяет таблицу умножения. Никакой пощады такому нечестивцу. Закончив молиться, Редер взглянул на часы. Оставалось еще два часа. Только сейчас он понял, как дорога жизнь. Никакое богатство в мире не стоит того, чтобы за него платить такой ценой. Должно быть, он сошел с ума, когда решился на такое. Но это было неправдой. Ужас заключался именно в том, что это было не выходкой сумасшедшего, а сознательным поступком нормального человека. Он вспомнил, как неделю назад, жмурясь в ослепительном свете прожекторов, он стоял на сцене перед многочисленной аудиторией, собравшейся в студии на передачу «Большая охота». «Итак, мистер Реддер», торжественно провозгласил Майк Терри. «Знакомы ли вам правила игры?» Реддер кивнул. «Чтобы у вас не осталось никаких сомнений, позвольте остановиться на некоторых деталях. В течение недели вы будете выполнять роль дичи. За вами будут охотиться матерые преступники». «За участие в этом узаконенном убийстве им гарантирована свобода, поэтому они будут стараться изо всех сил. Подумайте еще раз, Джим, прежде чем согласиться». «Я уже подумал», сказал Реддер, помня о призе в 200 тысяч долларов. «И все же я вынужден повторить свой вопрос, чтобы у кого-нибудь не создалось впечатление, будто мы заставляем играть в такие игры, где ставка жизни». «Я подтверждаю свое согласие», ответил Реддер. Майк Терри обратился к зрителям. «Леди и джентльмены, у меня в руках результаты подробнейшего психологического теста, проведенного по нашей просьбе одной незаинтересованной частной фирмой. Тест показал, что Джим Реддер абсолютно нормален, уравновешен и идееспособен. Копия результатов теста может быть выслана любому желающему за 25 центов, которые включают стоимость пересылки». Майк Терри повернулся к Реддеру. «Все еще желаешь участвовать в шоу, Джим?» «Да». «Отлично», скричал Майк Терри. «Тогда приглашаю на сцену твоих будущих убийц». Под недобрительный ропот собравшихся на сцене появилась банда Томпсона. «Посмотрите, друзья», с нескрываемым презрением произнес Майк Терри. «Вы только взгляните на них, антиобщественные, насквозь порочные, аморальные личности. У них нет ни чести, ни совести. Они не признают никаких законов, кроме закона джунглей. Но наше общество уже вынесло им суровый приговор. Они обречены на скорый и бесславный конец». Публика зааплодировала, послышались одобрительные возгласы. «Клод Томпсон, у вас есть что сказать присутствующим?» спросил Терри. От группы бандитов отделился худощевый, гладко выбритый господин в костюме тройки и подошел к микрофону. «Я считаю, начал Клод хриплым голосом, мы ничуть не хуже других. К примеру, солдаты на войне, они ведь тоже убивают. А если взять выше, взятки, подкупы в правительстве, в профсоюзах, жить все хотят». У Томпсона был тонкий расчет, но как быстро, как красиво расправился с ним Майк Терри. Умело поставленными вопросами, он опроверг все его доводы, обнажив суть мерзкой и грязной душонки. К концу интервью Клод Томпсон покрылся испариной, часто промокал лицо шелковым носовым платком и оглядывался, ища поддержки у своих. Майк Терри положил руку на плечо Редера. «А вот тот смельчак, что согласился стать вашей жертвой, если вы, конечно, его поймаете». «Можете не сомневаться», самоуверенно заявил Томпсон. «А по-моему, вы слишком торопитесь», осадил его Терри. Джим Редер победил быка. Теперь настала очередь шакалов. Он выступает от лица всего народа, вынесшего беспощадный приговор вам и вам подобным. «Все равно от нас ему не уйти», пообещал Томпсон. «Я хочу добавить еще вот что», мягко возразил Терри. «Джим не одинок, за ним вся Америка, весь наш народ. Добрые самаритяне из всех уголков нашей огромной страны в любой момент придут ему на помощь. Безоружный, беззащитный Джим Редер смело может рассчитывать на сострадание и поддержку своего народа. Так что не торжествуйте заранее, Клод Томпсон. За Джимом стоит народ, и мы еще посмотрим, чья возьмет». Лежа под кустом, Редер предавался воспоминаниям. Майк Терри был прав, люди действительно помогали ему, но ведь не только ему, а и убийцам тоже. Под телу пробежала дрожь, но ведь он сам этого хотел, никто его не заставлял, и ничьей вины тут нет, кроме его собственной, да и психологический тест тому подтверждением. Нет, все-таки не может быть. Неужели у психологов, разработавших тест, не мелькнула мысль, что они сотворили зло? А Майк Терри, может, он тоже виноват, что предложил бедняку такое искушение, с которым тот не смог справиться? Общество свило веревку и услужливо накинуло петлю ему на шею. Ему осталось только самому затянуть ее потуже. Вот в чем заключалось проявление доброй воли. Но кто же тогда виноват? А А воскликнул кто-то. Редер поднял голову и увидел стоявшего над ним толстяка в кричащем твидовом пиджаке с болтающимся на шее биноклем. Сэр, прошептал Редер умоляюще, не выдавайте меня. Эй! завопил толстяк, указывая концом трости на Редера. Вот он, вот он тут. Сумасшедший, подумал Редер, несчастный кретин, должно быть, думает, что играет в прятки. Он здесь, орал толстяк. Ругнувшись, Редер вскочил и бросился бежать. Поднявшись из оврага, он увидел неподалеку какое-то белое здание. Редер кинулся к нему. Сзади раздавались вопли толстяка. Он побежал туда! Да вы что, слепые, что ли, не видите? Вон он! Бандиты открыли огонь. Споткнувшись о кочку, Редер налетел на трех детей, игравших у дупла дуба. Вот он, вот он! закричали дети. Обезумевший Редер помчался дальше. Добежав до ступенек, он понял, что перед ним церковь. Когда он открыл дверь собора, пуля попала ему под правую коленку. Упав, он вполз в церковь на четвереньках. Телевизор в его кармане ракатал ракатал вовсю. Какой финал, друзья! Редера ранили. Ему больно, друзья, ему очень больно, но он не сдается. Он продолжает ползти вперед. Молодец, Джим Редер! Редер лежал в проходе около алтаря. Вдруг детский голосок с готовностью произнес. Он здесь, мистер Томпсон. Быстрее, а то он убежит. Во все времена церковь считалась самым надежным убежищем. Пытался успокоить себя Редер. В эту минуту дверь распахнулась, и Редер понял, что обычаи этот больше не существует. Собрав остатки сил, он прополз мимо алтаря и через заднюю дверь выбрался наружу. Редер оказался на старом кладбище. Он полз мимо крестов и распятий, мимо мраморных и гранитных плит, мимо роскошных каменных усыпальниц и грубо сколоченных деревянных надгробий. Отскочив от подножия памятника, пуля осыпала его осколками. Прямо перед ним была свежевыкопанная могила. Он был для них просто забавной игрушкой, вот и все. для всех этих милых, симпатичных средних американцев. Разве они не уверяли его, что он их плоть от плоти? Разве не клялись защищать его? А потом предали. Какой же он был дурак, что не видел этого раньше. Хладнокровный, безжалостный убийца с пустыми глазами. Томпсон, Капоне, малыш Билли, Эль Сид, вот их кумир. Они боготворят этого робота-убийцу и падают пред ним ниц. Редер неловко повернулся и, не удержавшись, скатился в открытую могилу. Лежа на спине, он смотрел в голубое небо. Вскоре черная тень заслонила солнце. Сверкнул металл. Тень прицеливалась. Ну, вот и все, подумал Редер. Стой, Томпсон, прогремел голос Майка Терри. Револьвер дрогнул. Уже одна минута шестого. Погоня закончена. Джим Редер выиграл! Из телевизора полетел шквал восторженных приветствий. Банда Томпсона, собравшаяся вокруг могилы, выглядела довольно мрачно. Он выиграл, друзья! Он победил! Голос Майка Терри от радости срывался. Смотрите на экраны, смотрите все! Прибыла полиция! Они забирают банду Томпсона от их жертвы, которую они так и не смогли убить. И это только благодаря вам, добрые самритяне Америки! Смотрите, друзья! Заботливые руки поднимают Джима Редера из открытой могилы, бывшей его последним убежищем. Добрая самритянка Дженнис Морроу тоже здесь! Может быть, это станет началом их любви? Смотрите, Джим, кажется, потерял сознание. Ему вводят возбуждающее. Он стал обладателем двухсот тысяч долларов! А теперь послушаем, что скажет сам Джим Редер. Последовала неловкая пауза. Странно, продолжал Майк Терри. Друзья, я боюсь, мы не сможем услышать сейчас Джима. Над ним склонились врачи. Одну минутку. Воцарилась тишина. Майк Терри промокнул лоб платком и улыбнулся. Это все от перенапряжения, друзья, от страшного нервного перенапряжения. Доктор говорит, что Джим несколько не в себе. Но это все не страшно. Джи-би-си пригласила лучших в стране психиатров и психоаналитиков. Мы готовы сделать все, что в наших силах для этого доблестного парня. Оплату всех расходов фирма берет на себя. Майк Терри взглянул на часы. Вот и подошел конец нашей передачи. Следите за рекламой следующего сенсационного шоу. А Джимми не беспокойтесь, с ним все будет в порядке. Очень скоро он снова к нам вернется. Майк Терри улыбнулся и подмигнул зрителям. Он непременно вернется, друзья. Он не позволит себе обмануть наши надежды. Не так ли? Роберт Шекли Лавка миров Читает Геннадий Постригаева Добравшись до конца длинной доходившей до плеча гряды серого щебня, Уэйн очутился перед лавкой миров. Он сразу узнал ее, по описанию друзей. Это была маленькая лачуга, сооруженная из поломанных досок, листа оцинкованного железа, остатков автомобильного кузова и потрескавшихся кирпичей. Снаружи все это было неровно вымазано бледно-голубой краской. Уэйн оглянулся на длинную каменистую тропинку, дабы убедиться, что за ним никто не следит. При мысли о собственной дерзости его бросило в жар. Он крепче зажал в руках сверток, открыл дверь и быстро прошел внутрь. «Доброе утро!» сказал хозяин. Он тоже был именно таким, каким его описывали. Высокий старик с хитро прищуренными глазами и угрюмым ртом. Звали его Томкинс. Он выседал в древней качалке, на спинке которой примастился синий-зеленый попугай. В лавке был еще стул и стол. На столе лежал заржавленный шприц. «Я узнал о вашей лавке от друзей», сказал Уэйн. «Тогда вам известно, сколько я беру», сказал Томкинс. «Принесли?» «Да», сказал Уэйн, приподняв сверток. «Но я хотел бы узнать...» «Все они одинаковы», сказал Томкинс, обращаясь к попугаю. Попугай мигнул. «Валяйте, спрашивайте». «Мне хотелось бы знать, что на самом деле происходит в это время?» Томкинс вздохнул. «Происходит вот что. Вы мне платите, я делаю вам укол, от которого вы засыпаете. Затем с помощью кое-каких приспособлений, которые у меня за стеной, я освобождаю ваше сознание». Кончив, Томкинс усмехнулся, и Уэйну показалось, что его молчаливый попугай тоже усмехнулся. «А потом?» «Ваше сознание, освобожденное от тела, сможет выбрать любой из бесчисленных миров вероятностей, которые постоянно существуют вместе с землей». Широко улыбнувшись, Томкинс приподнялся в своей качалке. В его голосе послышалось вдохновение. «Да, да, мой друг, хотя вы, наверное, и не подозревали этого, наша потрепанная земля с момента своего рождения из огненного чрева солнца сама начала порождать альтернативные миры вероятности. Любые крупные или ничтожные события отражаются в несметном числе миров. И Александры Македонские, и Амебы все создают эти миры. Велик или мал камень, брошенный в воду, от него все равно расходятся круги. Каждый предмет отбрасывает тень, не правда ли? «Земля» Друг мой, существует в четырехмерном пространстве, и видимое материальное отражение Земли в любой данный момент является лишь ее трехмерной тенью. Миллионы, миллиарды земель, бесконечный ряд земель, ваше сознание, освобожденное мною, сможет выбрать любой из этих миров и на некоторое время поселиться в нем. У Уэйна было неприятное чувство, будто перед ним балаганны зазывало рекламирующие чудеса. И все же напомнил он себе, за свою жизнь он насмотрелся такого, чему раньше ни за что бы не поверил, ни за что. Поэтому возможно, что чудеса, о которых рассказывает Томкинс, тоже могут осуществиться. Уэйн сказал, — Мои друзья еще говорили, что я отъявленный мошенник, перебил его Томкинс. — Некоторые из них намекали на это, осторожно заметил Уэйн, но я стараюсь не быть предубежденным. Они еще рассказывали... — Я знаю, о чем рассказывали ваши друзья. У них ведь одно грязное на уме. Они рассказывали вам об удовлетворении и желании. Именно об этом вы хотели услышать? — Да, — сказал Уэйн. — Они говорили мне, что чего бы я не пожелал, чего бы не захотел? — Вот именно, сказал Томкинс. Именно так, а не иначе. Можно выбирать из бесконечного множества существующих миров. Ваше сознание выбирает, руководствуясь только желанием. Главное то, в чем заключается ваше сокровеннейшее желание. Если вы втайне мечтаете совершить убийство... — Нет, нет, ни в коем случае, — воскликнул Уэйн, — тогда вы попадете в мир, где разрешается убивать, где вы будете купаться в крови, где вы превзойдете самого графа Десада или Цезаря, или любого другого вашего идола. А вдруг вы стремитесь к власти? Тогда вы выберете мир, где вы будете богом в буквальном смысле, может быть, кровожадным джаггернаутом «Да», — согласился Томкинс, «конечно, мой краткий перечень не исчерпывает всех возможностей, всех комбинаций и трансформаций желаний. Вполне возможно, что вам захочется скромного, мирного, пасторального существования среди идеализированных туземцев на одном из островков Южных морей. Но это больше по мне, робко засмеялся Уэйн. Но кто знает, сказал Томкинс, вы можете даже и не подозревать о своих действительных желаниях. Вы можете даже хотеть собственной смерти. И так часто бывает, озабоченно спросил Уэйн. Иногда я бы не хотел умирать, сказал Уэйн. «Так почти никогда не бывает», сказал Томкинс, глядя на сверток, который Уэйн держал в руках. «Если так, но откуда я знаю, что все это правда? Плата чрезвычайно высока, мне придется отдать все, что у меня есть. А кто вас знает, дадите мне снотворного, и мне все приснится. Отдать все, что у меня есть за дозу героина и набор красивых фраз?» Томкинс успокаивающе улыбнулся. «Испытываемые ощущения не похожи на то, что дают одурманивающие средства. Не похожи они и на сновидения». «Если это правда», слегка раздраженно сказал Уэйн, «почему нельзя навсегда остаться в мире моей мечты?» «Я работаю над этим», сказал Томкинс. «Вот почему я беру такую высокую плату, чтобы достать материалы для экспериментов. Я пытаюсь найти способ сделать трансформацию устойчивой, пока мне не удается ослабить путы, привязывающие человека к земле и влекущие его назад. Даже великие мистики не смогли порвать этих пут, не прибегая к смерти. Но я не теряю надежды». «Если вы добьетесь успеха, это будет великим событием», вежливо заметил Уэйн. «Безусловно», выкрикнул Томкинс с неожиданной страстью, «тогда я превратил бы свою несчастную лавку во врата спасения. Трансформация стала бы бесплатной, бесплатной для всех. Каждый смог бы тогда отправиться в мир своей мечты, в мир, для которого он создан, и оставить эту проклятую землю крысам и червям». Томкинс оборвал себя на середине фразы и неожиданно заговорил с ледяным спокойствием. «Однако я увлекся, пока я еще не нашел способа бегства с земли по надежности не уступающего смерти. Возможно, мне это никогда не удастся. А пока я вам предлагаю съездить в отпуск, переменить обстановку, ощутить другой мир, взглянуть на собственные мечты. Вам известно, сколько я беру. Я возмещу плату, если то, что вы будете ощущать, вас не удовлетворит. Вы очень добры, с искренним чувством, сказал Уэйн. Но есть еще одно обстоятельство, о котором рассказывали мне друзья. Я имею в виду сокращение жизни на десять лет. Здесь ничего не поделаешь, сказал Томкинс, и этого не возместишь. Мой метод требует колоссального напряжения нервной системы, что, естественно, ведет к сокращению продолжительности жизни. Это одна из причин, по которым наше так называемое правительство объявило мой метод незаконным. Однако оно не слишком строго следит за соблюдением запрета, заметил Уэйн. Верно. Официально мое изобретение запрещено как вредное мошенничество. Но чиновники тоже люди, им тоже хочется покинуть землю, как и всем другим. Отдать все, задумчиво проговорил Уэйн, крепко сжимая в руках сверток, и вдобавок потерять десять лет жизни за исполнение моих тайных желаний. Но вы знаете, я должен это хорошенько обдумать. Думайте, сколько влезет, сказал Томкинс безразличным тоном. Уэйн думал, не переставая, пока возвращался домой. Он все еще думал, когда поезд прибыл в Порт-Вашингтон на Лонг-Айленде. Сидя за рулем машины по пути от станции домой, он вспоминал хитрое морщинистое лицо Томкинса и думал о мирах вероятностях и об исполнении желаний. Однако размышления эти ему пришлось оставить, как только он вошел в дом. Его жена Джейнет хотела, чтобы он построже поговорил с домработницей, которая снова начала выпивать. Сыну Томми потребовалось помочь с парусной лодкой, которую нужно было спускать на воду на следующий день, а его маленькой дочке не терпелось рассказать, как она провела день в детском саду. Уэйн вежливо, но строго поговорил с домработницей. Он помог Томми нанести еще один слой медно-рыжей краски на днище парусника и выслушал рассказ Пегги о ее приключениях на детской площадке. Позже, когда детей уложили и они остались одни в гостиной, Джейнет спросила, нет ли у него неприятностей на работе. Неприятностей? Ты чем-то озабочен, сказала Джейнет, что-нибудь произошло? Да нет, все было как обычно. Он ни за что не расскажет ни Джейнет, ни вообще кому бы то ни было, что он брал выходной и ездил в эту сумасшедшую лавку миров к Томкинсу. Не собирался он обсуждать и право каждого человека хоть раз в жизни исполнить свои самые сокровенные желания. Джейнет с ее прямолинейностью и здравым смыслом никогда этого не понять. В конторе наступили горячие дни. Но Уолл-Стрите царила паника из-за событий на Среднем Востоке и в Азии, и биржа на это реагировала. Уэйн углубился в работу. Он старался не думать об исполнении желаний ценою всего, чем он обладал, да еще потерять десять лет жизни. Бред! Старый Томкинс вероятно выжил из ума. С субботы на воскресенье он уходил в плавание с Томми. У старого парусника был неплохой ход, и швы в днище почти не пропускали воду. Томми попросил купить новые гоночные паруса, но Уэйн ему отказал. Может быть, в следующем году, когда цены установятся. Пока же придется обойтись старыми. Иногда вечерами, когда дети спали, они с Джейнет отправлялись на парусники. В проливе Лонг-Айленд в такие часы было спокойно и прохладно. Парусник скользил среди мигающих бакенов, держа курс на большой желтый диск луны. Тебе что-то беспокоит, я чувствую, сказала Джейнет. Милая, не надо. Ты от меня что-то скрываешь? Да нет, ничего. Правда? Тогда обними меня крепче. Вот так. Парусник плыл некоторое время никем не управляемый. Исполнение всех желаний. Но наступила осень, и парусник нужно было поднимать на берег. Биржа несколько стабилизировалась, но тут вдруг Пегги подхватила корь. Томми хотел узнать разницу между обычными бомбами, атомными бомбами, водородными, кобальтовыми и всеми другими видами бомб, по которым писали газеты. Уэйн объяснял как мог. Потом от них неожиданно ушла домработница. Тайные желания это, конечно, здорово. Допустим, он действительно хотел кого-нибудь убить или поселиться на острове в Южных морях. Но у него были еще и обязанности. У него двое маленьких детей и чудесная жена, которой он не стоит. Вот может быть ближе к Рождеству. Однако зимой из-за короткого замыкания начался пожар в пустой спальне для гостей. Пожарники потушили огонь, ущерба особого не было и никто не пострадал. Но о Томкинсе пришлось на время забыть. В первую очередь нужно было заняться ремонтом спальни, ведь Уэйн очень гордился своим старинным домом. Из-за международной обстановки конъюнктура была неопределенной, по бирже ползли слухи, а как там русские, арабы, греки, китайцы, и потом межконтинентальные ракеты, атомные бомбы, спутники. Уэйн проводил на работе целые дни, а иногда оставался и по вечерам. У Томми началась свинка, нужно было перекрыть крышу, а вскоре пришла пора позаботиться и о весеннем спуске на воду парусника. Прошел год, а у него почти не было времени подумать о тайных желаниях, возможно, в будущем году, а тем временем... — Ну, как? — спросил Томкинс. — Чувствуете себя нормально? — Да, вполне, — сказал Уэйн. Он встал и потер лоб. — Хотите, чтобы я возместил плату? — спросил Томкинс. — Нет, ощущение было вполне удовлетворительным. — Иначе и быть не могло, — сказал Томкинс, подмигнув попугаю с грязной ухмылкой. — Так что же вы выбрали? — Мир недавнего прошлого, — сказал Уэйн. — Многие выбирают то же самое. определили свое тайное желание. И что это было, убийство или остров в южных морях? — Я бы предпочел не говорить об этом, — сказал Уэйн вежливо, но твердо. — Многие не желают говорить со мной об этом, — угрюмо сказал Томкинс. — Будьте я проклят, если понимаю, почему так. — Потому что, ну, в общем, по-моему, мир тайных желаний является как бы священным, что ли, для каждого человека. Не обижайтесь. Как по-вашему, сможете ли вы когда-нибудь сделать так, чтобы это было навсегда? Я имею в виду выбор того или иного мира. Старик пожал плечами. — Я пытаюсь. Вы узнаете, если это мне удастся. Все узнают. — Да, видимо, так. — Уэйн развязал сверток и выложил содержимое на стол. В свертке была пара армейских сапог, нож, два мотка медной проволоки и три небольших банки мясных консервов. На мгновение в глазах Томкинса вспыхнул огонек. — Вполне достаточно, — сказал он. — Спасибо. — До свидания, — сказал Уэйн. — Вам спасибо. Уэйн вышел из лавки и быстрым шагом направился туда, где кончалась каменистая гряда. За ней, насколько хватало глаз, простиралась плоская бура-серо-черная равнина, усыпанная щебнем. От горизонта к горизонту тянулись искореженные трупы городов, расщепленные стволы деревьев и поля мягкого белого пепла, который был когда-то человеческой плотью. — Ну, что ж, — сказал Уэйн вслух, — по крайней мере, мы заплатили за все сполна. Этот год в прошлом стоил ему всего состояния и в придачу десяти лет жизни. — Был ли мысли о Джейнете и детях? С этим покончено, если только Томкинс не высовершенствует свое изобретение. Теперь следует позаботиться о собственном существовании. С помощью наручного счетчика Гейгера он обнаружил среди щебня дезактивированный проход. Успеть бы в убежище до наступления темноты, пока еще не вышли крысы. Если он не поторопится, то опоздает на вечернюю раздачу картофеля. Роберт Шекли Похмелье Читает Геннадий Постригаев Пирсон медленно и неохотно приходил в себя. Он лежал на спине, крепко зажмурившись, и старался оттянуть неизбежное пробуждение. Но сознание вернулось, и он тут же обрел способность чувствовать. Глаза пронзили тоненькие иголочки боли, и в затылке что-то забухало, как огромное сердце. Все суставы горели огнем, а внутренности так и выворачивало наизнанку. Пирсон уныло констатировал, что похмелье, которое его скрутило, несомненно, было королем и повелителем всех похмелий. Он недурно разбирался в таких вещах. В свое время изведал чуть ли не все разновидности. Его мутило от спиртного, снедало тоска после мини-скоретта, терзало утроенная боль в суставах после склитти. Но то, что он испытывал сейчас, включало в себя все эти прелести в усиленном виде и было сдобрено к тому же чувством отрешенности знакомым любителям героина. Что же он такое пил вчера и где? Пирсон пытался вспомнить, но минувший вечер был неотличим от множества других подобных вечеров. Ну что ж, придется как обычно восстанавливать все по кусочкам. Но прежде всего нужно взять себя в руки и сделать то, что полагается. Открыть глаза, встать с постели и мужественно добраться до аптечки. Там на средней полке лежит гипосульфид дихлорала, который поможет ему очухаться. Пирсон открыл глаза и начал слезать с кровати. И тут вдруг он понял, что лежит вовсе не на кровати. Вокруг была высокая трава, над ним сверкало ослепительно светлое небо и в воздухе пахло прелой листвой. Пирсон со стоном закрыл глаза. Только этого ему не хватало. Здорово же, видно, он нагрузился вчера, даже до дома не дошел. А возвращался, должно быть, через центральный парк. Похоже, что придется взять такси, и уж как-нибудь доскрепеть, пока его не доставят на квартиру. Сделав мощное усилие, Пирсон открыл глаза и поднялся. Он стоял в высокой траве. Вокруг, насколько хватало глаз, выселись исполинские деревья с оранжевыми стволами, оплетенные зелеными и пурпурными лианами, иные из которых в поперечнике были никак не тоньше человеческого туловища. Под деревьями буйно разрослись, образуя непроходимую чущобу, папоротники, кустарник, ядовитые зеленые орхидеи, ползучие черные стебли и множество неведомых растений зловещего вида и цвета. В зарослях попискивала и стрекотала разная мелкая живность. Издалека доносился грозный рык какого-то большого зверя. — Нет, это не центральный парк, смекнул Пирсон. Он огляделся, прикрыв глаза от нестерпимого блеска солнечного неба. — Пожалуй, я даже и не на земле, — добавил он. Пирсон был удивлен и восхищен собственным хладнокровием. Неторопливо опустившись на траву, он попытался оценить обстановку. — Итак, его имя Олтер Хилл Пирсон, возраст 32 года, место жительства город Нью-Йорк. Он полномочный избиратель, нигде не работает, ибо в этом нет необходимости, и сравнительно недурно обеспечен. Накануне вечером, в четверть восьмого, он вышел из дому, собираясь повеселиться. И это намерение он, несомненно, осуществил. Да, повеселился он как следует. А вот когда, в какой момент он впал в беспамятство, этого он хоть убей не помнил. Но очнулся он почему-то не дома в постели, и даже не в центральном парке, а в густых зловонных джунглях. Мало того, он был убежден, что находится не на земле. Пожалуй, все именно так. Пирсон обвел взглядом огромные оранжевые деревья, увитые зелеными и пурпурными лианами и залитые ослепительно белым потоком света. Истинно постепенно вырисовывалось в его затуманенном мозгу. Вскрикнув от ужаса, он закрыл лицо руками и потерял сознание. Когда он очнулся вторично, он чувствовал себя гораздо лучше. Только во рту остался неприятный вкус, да голова соображала туго. Пирсон тут же окончательно решил прекратить все пьянки. Хватит, ему и так уже мерещатся оранжевые деревья и пурпурные лианы. Полностью протрезвившись, он открыл глаза и снова увидел все те же странные джунгли. «Ну!» крикнул он. «Что за чертовня?» Немедленного ответа не последовало. Потом за деревьями вовсю загомонили невидимые обитатели джунглей и постепенно стихли. Пирсон неуверенно встал и прислонился к дереву. Он как-то сразу выдохся, даже удивляться не было сил. «Значит, он в джунглях. Ладно, а зачем он здесь?» «Совершенно непонятно. Должно быть, накануне вечером случилось нечто необыкновенное. Но что?» Пирсон старательно стал вспоминать. «Из дома он вышел в четверть восьмого и направился...» Вдруг он резко обернулся. Кто-то тихонько двигался через подлесок, приближаясь к нему. Пирсон замер. Сердце гулко стучало у него в груди. Неведомое существо подкрадывалось все ближе, сопя и чуть слышно постановая. Но вот кусты раздвинулись, и Пирсон увидел его. Это было черное синим отливом животное, очертаниями похожее на торпеду или на акулу. Его обтекаемое туловище имело около десяти футов в длину и передвигалось на четырех рядах коротких толстых ножек. Ни глаз, ни ушей на голове у него не было, только длинные усики колыхались над покатым лбом. Существо раздвинуло широкую пасть, где рядами торчали желтые зубы. Негромко подвывая, оно направлялось к Пирсону. И хотя тому никогда и не снилось, что на свете могут быть такие твари, он не стал раздумывать, не померещилась ли она ему. Повернувшись, Пирсон бросился в подлесок. Минут пятнадцать он мчался во весь дух и только в конец запыхавшись остановился. Черно-синяя тварь стонала где-то далеко позади, пробираясь вслед за ним. Пирсон двинулся дальше теперь уже шагом. Судя по стонам, тварюга не отличалась проворством. Бежать было совсем не обязательно. Но что произойдет, когда он остановится? Что она там замышляет? Умеет ли она взбираться на деревья? Пирсон решил пока не думать о таких вещах. Прежде всего было необходимо вспомнить главное, как он попал сюда, что с ним произошло накануне вечером. И он стал припоминать. Прошвырнуться он вышел в четверть восьмого. Было пасмурно, слегка моросил реденький дождик, разумеется, нисколько не тревоживший нью-йоркцев, которые очень любили гулять в такую погоду и специально заказали ее на вечер городскому климатологу. Пирсон продефилировал по Пятой Авеню, разглядывая витрины и отмечая про себя дни бесплатных распродаж. Так-так, значит, в универсальном магазине Бемлера бесплатная распродажа состоится в ближайшую среду с шести и до девяти пополудни. Обязательно надо будет взять у своего олдермена специальный пропуск. Вставать и с пропуском придется с позаранку, а потом торчать в очереди для пользующихся льготами. Но все же это лучше, чем выкладывать наличные. За полчаса он нагулял приятный аппетит. Поблизости было несколько хороших коммерческих ресторанов. Но, вспомнив, что он, кажется, не при деньгах, Пирсон свернул на пятьдесят четвертую к бесплатному ресторану Катрея. У входа он предъявил карточку избирателя и специальный пропуск, подписанный третьим секретарем заместителя Катрея. Пирсона впустили. Он заказал себе на обед простое филе миньон, которое запивал слабым красным вином, ибо более крепких напитков тут не подавали. Официант принес ему вечернюю газету. Пирсон изучил перечень бесплатных развлечений, но не обнаружил ничего подходящего. Когда он выходил из зала, к нему поспешно подошел управляющий рестораном. Прошу прощения, сэр, сказал он. Вы остались довольны, сэр? Обслуживают у вас медленно, ответил Пирсон. Филе было съедобное, но не лучшего качества. Вино так себе. Да, сэр, благодарю вас, сэр, примите наше извинение, сэр, говорил управляющий, торопливо записывая в свой блокнотик замечания Пирсона. Мы учтем ваши пожелания, сэр. Вас угощал обедом достопочтенный Блейк Катрей, старший советник по водоснабжению Нью-Йорка. Мистер Катрей вновь выдвигает свою кандидатуру на выборах 22 ноября. Столбец G3 в вашей кабине для голосования. Мы смиреннейшую рассчитываем на ваш голос, сэр. Эх, там видно будет, ответил Пирсон и вышел из ресторана. На улице он взял пачку сигарет из автомата, который услаждал прохожих музыкой и снабжал их сигаретами в качестве памятного подарка от Элмера Бейна, мелкого политического деятеля из Бруклина. Выйдя на Пятую Авеню, он возобновил свою неторопливую прогулку по пути, раздумывая, есть ли смысл голосовать за Катрея. Как все полномочные граждане, Пирсон высоко оценил свой голос и одарял им какого-либо кандидата только по зрелым размышлений. Прежде чем проголосовать за или против, он, подобно каждому избирателю, тщательнейшим образом взвешивал достоинства и недостатки того или иного кандидата. К достоинствам Катрея относилось то, что он уже около года содержал весьма приличный ресторан. Но что он сделал кроме этого? Где обещанный им бесплатный развлекательный центр? Где джазовые концерты? Ограниченность общественных фондов всего лишь пустая отговорка. Но будет ли щедрее новый кандидат? Или приз брать еще разок Катрея? В таких делах рубить с плеча не следует. Тут надо очень даже подумать и, конечно, не сейчас, а в более подходящее время. Ночи созданы для наслаждений, кутежей и веселья. Чем же заняться сегодня? Он пересмотрел почти все бесплатные представления. Спорт его мало интересует. Кое-где устраиваются вечеринки, но там едва ли будет весело. В общедоступном доме мэра можно выбрать какую-нибудь сговорчивую девицу, однако Пирсона в последнее время к ним не тянет. Самый верный способ избавиться от вечерней скуки, вино или наркотик. Но какой? Минис каретте? Какой-нибудь контактный возбудитель? Склите? Эй, Уолт! Он обернулся. С широкой ухмылкой к нему направлялся Билли Бенц, уже довольно тепленький. Эй, погоди, Уолт, дружище, сказал Бенц. Ты куда сегодня? Да никуда вообще-то, ответил Пирсон. А что? Тут одно роскошное местечко появилось. Новенькое, шик-блеск. Зайдем? Пирсон насупился. Он не любил Бенца. Этот высокий, шумливый, краснолицый детина был законченным бездельником. Совершенно никчемная личность. То, что он не работает, как раз не важно. Теперь мало кто работает. К чему это, если можно голосовать? Но Бенц был так ленив, что даже не ходил на выборы. А это уже чересчур. Голосование, хлеб насущный и святая обязанность каждого гражданина. Однако у Бенца был прямо-таки сверхъестественный нюх на новые злачные заведения, о которых еще никто не проведал. Пирсон поколебался, потом спросил. А там бесплатно? Бесплатней супа, ответил склонно к избитым сравнениям Бенц. А что там делают? Пойдем со мной, дружище, я тебе все расскажу. Пирсон вытер потное лицо. Стояла мертвая тишина. Стоны черно-синего зверя уже не доносились из зарослей. Возможно, погоня ему надоела. Вечерний костюм Пирсона был изорван в клочья. Он сбросил пиджак и до пояса расстегнул сорочку. Где-то замертвенно белым небом пылало невидимое солнце. У Пирсона пересохло во рту, пот ручьями струился по телу. Без воды он долго не продержится. Да, он кажется серьезно влип, но Пирсон упорно гнал от себя все мысли, кроме одной. Он должен выяснить, как он здесь очутился, и только после этого думать над тем, как спастись. Что же это был за шик блеск, которым прельстил его Билли Бенц? Пирсон прислонился к дереву и закрыл глаза. Воспоминания пробуждались смутно, не сразу. Билли повел его в восточную часть города, на 62-ю улицу, и там он вдруг услышал в кустах шорох и быстро поднял голову. Из зарослей тихо выползла черно-синяя тварь. Ее длинные усики затрепыхались и нацелились в его сторону. В тот же миг эта зверюга вся подобралась и прыгнула на него, растопырив когти. Пирсон инстинктивно отскочил. Зверюга грохнулась на землю, но проворно повернулась и снова ринулась к нему. На этот раз Пирсон не успел уклониться. Он вытянул вперед руки, и акулообразная тварь обрушилась на него. Пирсон ударился спиной об дерево. Он отчаянно вцепился в широченную глотку зверя и изо всех сил старался оттолкнуть его от себя. Зверюга щелкала зубами около самого его лица. Пирсон напрягся, что есть мочи, стараясь задушить ее, но его пальцы были слишком слабы. Зверюга ерзала, извивалась и скребла землю. Руки Пирсона мало-помалу слабели и начинали сгибаться в локтях. Челюсти щелкали всего лишь в дюйме от его лица. Вот выполз длинный испечренный черными пятнами язык. Охваченный омерзением, Пирсон отшвырнул от себя стонущую гадину. Не дав ей опомниться, он ухватился за лианы, влез на дерево и вне себя от ужаса стал карабкаться по скользкому стволу от ветки к ветке. Лишь в тридцати футах над землей он впервые взглянул вниз. Черно-синее лезло следом с такой легкостью, словно всю жизнь провела на деревьях. Пирсон взбирался выше, дрожа всем телом от усталости. Ствол дерева постепенно сужался, все реже попадались ветки, достаточно крепкие, чтобы за них ухватиться. Возле самой вершины, в пятидесяти футах над землей, дерево закачалось под его тяжестью. Пирсон снова взглянул вниз. Упорная тварь была в десяти футах от него и продолжала лезть выше. Пирсон вскрикнул, ему показалось, что спасения нет, но страх придал ему силы. Он забрался на последнюю большую ветку, ухватился покрепче и поджал ноги. Когда зверюга добралась до него, он вдруг легнул ее обеими ногами. Удар был точен. Когти зверя с пронзительным скрежетом ободрали кору с дерева. Зверюга, визжая, ломая ветки, полетела вниз и звонко плюхнулась на землю. Стало тихо. Наверное, она расшиблась, подумал Пирсон, но проверять свою догадку у него и в мыслях не было. Никакая сила на земле или любой другой планете галактики не принудила бы его самостоятельно слезть с дерева. Нет уж дудки. Пока он не придет в себя, да как следует не соберется с силами, он отсюда не двинется. Пирсон сполз немного ниже к толстой раздвоенной ветке. На таком насесте можно было чувствовать себя спокойно. Лишь окончательно устроившись, Пирсон понял, как мало у него осталось сил. Если вчерашний Сабантуй иссушил его, то сегодняшние приключения выжили досуха. Напади на него сейчас зверек чуть-чуть побольше белки, и он погиб. Он прислонился к стволу, вытянул отяжелевшие ноги и руки, закрыл глаза и снова принялся восстанавливать в памяти события минувшего вечера. Пойдем со мной, дружище, сказал Билли Бенц, я тебе все расскажу, а вернее сам увидишь. Они направились в восточную часть города, вышли на 62-ю улицу, а тем временем густосиние сумерки сменились ночной темнотой. Манхэттен зажег огни, над горизонтом замерцали звезды, и серп месяца блеснул сквозь прозрачный туман. Куда мы идем? спросил Пирсон. А мы уже пришли, голуба, ответил Бенц. Они стояли перед невысоким особняком, сложенным из коричневого песчаника. Скромная медная дощечка на дверях гласила наркотик. Новый бесплатный наркотический салон, пояснил Бенц, открыт сегодня вечером Томасом Мариарти, кандидатом от реформистской партии на пост мэра. Об этом заведении еще никто не знает. Отлично, сказал Пирсон. В городе было немало бесплатных увеселительных заведений, но каждый стремился разыскать что-нибудь неизвестное другим и опробовать новинку, прежде чем к ней ринутся толпы любителей свежих впечатлений. Вот уже многие годы Верховный Евгенический Комитет, созданный при Объединенном Международном Правительстве, удерживал численность населения мира в стабильных и разумных пределах. Людям снова стало так просторно на земле, как не было в течение последнего тысячелетия, а внимание им уделяли куда больше, чем когда-либо в прошлом. Благодаря успехам подводной экологии и гидропоники, а также всестороннему использованию земной поверхности, еды и одежды хватало на всех и даже с избытком. При автоматических методах строительства и изобилии стройматериалов жилищная проблема перестала существовать, тем более, что человечество было сравнительно невелико и впредь не собиралось увеличиваться. Даже предметы роскоши ни для кого не были роскошью. Сформировалось благополучная, устойчивая, неизменная цивилизация. Те немногие, кто проектировал, строил и обслуживал машины, получали щедрое вознаграждение. Большинство же вовсе не работало. Ни нужды, ни желания у них не было. Находились, конечно, и чистолюбцы, которые жаждали богатств, власти и высоких постов. Эти занимались политикой. Используя обильные общественные фонды, каждый из них кормил, одевал, развлекал население своего округа, чтобы обеспечить себе большинство голосов, и проклинал вероломных избирателей, всегда готовых переметнуться на сторону того, кто посулит больше. Это была своего рода утопия. О нужде все позабыли, войны давно прекратились, каждого ждала безбедная долгая жизнь. И чем же, кроме врожденной человеческой неблагодарности, можно было объяснить, что число самоубийств возросло до поистине страшных размеров? Дверь отворилась сразу же, и Бенц предъявил пропуска. Они прошли по коридору в большую уютную гостиную. Четверо посетителей, из них одна женщина, ранние пташки, прослышавшие о новом заведении прежде других, полулежали на кушетках, дымя бледно-зелеными сигаретами. В воздухе стоял резкий, непривычный, но в то же время приятный запах. Подошел служитель и подвел их к свободному дивану. Располагайтесь как дома, джентльмены, сказал он. Закурив нарколог, вы отдохнете от всех забот. Он протянул каждому по пачке бледно-зеленых сигареток. Что это за штуковина, спросил Пирсон. Наркологические сигареты, приготовлены из отборной смеси турецкого и вирджинского табака, в которую добавлена тщательно отмеренная доза нарколы, хмельной травки, произрастающей в экваториальном поясе Венеры. Венеры, удивился Бенц. А мы разве добрались до Венеры? Четыре года назад, сэр, ответил служитель. Первой высадилась экспедиция Ельского университета и основала там базу. По-моему, я что-то такое уже читал, заметил Пирсон, или видел в киножурнале Венера. Там вроде бы сплошные неосвоенные джунгли, да? Совершенно неосвоенные, сэр, подтвердил служитель. А, помню, значит, сказал Пирсон. Трудно за всем уследить. А что это наркола входит потом в привычку? Ни в коем случае, сэр, успокоил его служитель. Наркола действует, как, согласно теории, должен бы влиять алкоголь. Вы испытываете небывалый подъем, чувство удовлетворенности и довольства. Похмелья не бывает. Это вам предлагает Томас Мариарти, кандидат от реформистской партии на пост мэра. Столбец Эй-2 в ваших кабинах, джентльмены. Мы смиреннейше рассчитываем на ваши голоса. Посетители кивнули и закурили. Нарколик начал действовать почти сразу. Уже после первой сигареты Пирсон ощутил раскованность, легкость, и его захлестнуло предвкушение чего-то приятного. Вторая сигарета усилила действие первой и кое-что добавила. Все чувства необыкновенно обострились. Пирсону казалось теперь, что мир восхитителен, полон неизведанных радостей и чудес, и сам он почувствовал себя важным и незаменимым. Бенц толкнул его локтем в бок. Что, не дурна штучка? Очень здорово, ответил Пирсон. Этот Мариарти, наверное, хороший человек. Миру нужны хорошие люди. Точно, согласился Бенц, нужны толковые люди. Смелые, мужественные, дальновидные, с жаром продолжал Пирсон. Такие орлы, как мы с тобой, которые перевернут весь мир, так что... Он вдруг умолк. Чего ты? спросил Бенц. Пирсон не отвечал. В нем произошла неуловимая перемена, знакомая всем наркоманам, и нарколог теперь вызывал у него обратный эффект. Только что он казался себе богом, и вдруг с обостренной чувствительностью одурманенного увидел себя таким, каков он есть. Он Олтер Хилл Пирсон тридцати двух лет, неженатый, неработающий и никому не нужный. Когда ему было восемнадцать, он поступил на службу, чтобы доставить удовольствие родителям, но уже через неделю бросил работу, потому что она нагоняла на него тоску и мешала высыпаться. Потом как-то ему вздумалось жениться, но его отпугнула ответственность, которую накладывает семейная жизнь. Ему скоро тридцать три, он тощий, хилый, у него дряблые мускулы и нездоровый цвет лица. Ни разу в жизни не сделал он ничего, хоть маломальски важного, ни для себя, ни для других. И, что самое главное, и впредь не сделает. — Ну, давай, давай, выкладывай все, как есть, дружище, сказал Бенц. — Желаю совершить подвиг, промямлил Пирсон, делая новую затяжку. — Да ну! — Чтоб я пропал, приключений хочу. — Так чего ж ты молчал, я тебе мигом все устрою? Бенц вскочил и потащил за собой Пирсона. — Айда! — А ты куда меня ведешь? Пирсон попробовал оттолкнуть Бенца. Ему хотелось, не вставая с дивана, упиваться своим горем, но Бенц рывком заставил его встать. — Я понял, что тебе нужно, говорил Бенц. Приключения, такое, чтоб дух захватывало. Пошли, голуба, я тебя отведу. Покачиваясь, Пирсон задумчиво насупил брови. — Пойди сюда, обратился он к Бенцу, я тебе на ухо скажу. Бенц наклонился к нему и Пирсон прошептал, — Хочу, чтоб было приключение, но чтоб я остался цел и невредим. Понял? — Само собой, — ответил Бенц, — я ж знаю, что тебе нужно. Пошли за мной, сейчас будет тебе приключение безопасное. Сжимая в кулаках пачки нарколика, приятели взялись за руки и нетвердым шагом вышли из салона, основанного кандидатом реформистов. Поднялся ветер, и дерево, на котором сидел Пирсон, закачалось, порыв ветра так внезапно охладил его разгоряченное потное тело, что Пирсона вдруг начала бить дрожь. Зубы громко застучали, руки до боли вцепились в скользкую ветку. В горле нестерпимо жгло, как будто бы туда насыпали мелкого раскаленного песку. Нет, он не мог больше терпеть такую жажду. За глоток воды он был готов сейчас сразиться с целым десятком черно-синих тварей. Пирсон принялся медленно спускаться с дерева, решив не думать до поры до времени о том, что случилось вчера вечером. Сперва он должен найти воду. Под деревом не шевелясь лежала черно-синяя зверюга с переломленным хребтом. Пирсон прошел мимо нее и нырнул в заросли. Он брел под джунглям долгие часы, а может быть и дни. Ибо утратил представление о времени в мучительном зное, который источало сверкающее неизменно белое небо. Колючие ветки рвали его одежду. Какие-то птицы пронзительно вскрикивали каждый раз, когда он раздвигал кусты. Он ничего не замечал, он продолжал идти, с трудом передвигая одеребеневшими ногами и устремив вперед невидящий взгляд. Он упал, но снова встал и побрел, потом упал еще раз, потом падал еще и еще и снова вставал. Так брел он словно робот, покуда не наткнулся на скудный грязный ручеек. Пирсон растянулся и припал к воде губами, совсем не думая о том, что в ней могут оказаться болезнетворные бактерии. Немного придя в себя, он огляделся. Вокруг сплошной стеной стояли непроходимые ядовито-зеленые чужие джунгли. Над ним сияло небо, точь-в-точь такое же белое, каким он увидел его в первый раз, а в кустах попискивала и чирикала невидимая мелкая живность. Какое глухое и жуткое место, подумал Пирсон, поскорей бы отсюда выбраться. Но как? Он не знал, есть ли здесь города или какие-нибудь поселения. Если даже есть, то как их разыскать в такой пустынной дикой местности? Каким же образом он все-таки попал сюда? Он потер небритый подбородок и снова попытался вспомнить. Казалось, вчерашние события происходили миллион лет назад в какой-то совершенно иной жизни. Нью-Йорк представлялся ему смутно, словно привиделся во сне. Реальностью были лишь джунгли, голод, который вгрызался ему в желудок и недавно начавшееся странное гудение. Он поглядел вокруг себя, пытаясь определить, откуда доносится звук. Гудело со всех сторон, ниоткуда и отовсюду. Сжав кулаки, Пирсон до боли в глазах всматривался в заросли, пытаясь разглядеть, где же притаилась новая опасность. Внезапно, недалеко от него, шевельнулся куст, покрытый блестящими зелеными листьями. Пирсон отпрыгнул, дрожа, как в лихорадке. Куст весь затрясся, и его тонкие изогнутые листья загудели. И тут куст посмотрел на него. Глаз у куста не было, но Пирсон чувствовал, что куст знает о нем, сосредоточился на нем, что-то решил. Куст загудел громче. Его ветки потянулись к Пирсону, коснулись земли, пустили корни, тотчас же выбросили подвижные усики, те вытянулись, вновь пустили корни и снова выбросили усики. Куст разрастался в его сторону со скоростью спокойно идущего пешехода. Пирсон глядел, как зачарованный, на остренькие кричковатые листочки, которые, поблескивая, тянулись к нему. Он не верил собственным глазам. И в этот миг он вспомнил, что случилось с ним в конце минувшего вечера. — Ну вот, мы и пришли, дружище, сказал Бенц возле входа в ярко освещенный особняк на Мэдисон-авеню. Он подвел Пирсона к лифту. Приятели поднялись на 24-й этаж и вошли в просторную светлую комнату. Небольшая табличка на стене лаконично извещала «Нелимитированные приключения». — Слышал я об этом заведении, — Пирсон сделал глубокую затяжку. — Здесь говорят дорого. — Об этом не тревожься, успокоил его Бенц. Блондинка секретарша записала их фамилии и повела в кабинет доктора Джинагара Джонса, консультанта по активным действиям. — Добрый вечер, джентльмены, сказал Джонс. При виде этого очкастого заморыша Пирсон не удержался и фыркнул. — Нечего сказать, хорош консультант по активным действиям. — Итак, джентльмены, вам желательно испытать приключения, — учтиво осведомился Джонс. — Это ему хочется приключений, сказал Бенц, а я просто его приятель. — Да-да, понимаю. Так вот, сэр, Джонс повернулся к Пирсону. — Какого рода приключения вы себе мыслите? — Приключения на свежем воздухе, — ответил Пирсон слегка осипшим, но твердым голосом. — О, у нас есть нечто весьма подходящее, — воскликнул Джонс. — Обычно мы взимаем с клиента в плату, однако сегодня все приключения дыровые. Счета оплачивает президент Мэйн, столбец Си-1 в вашей кабине. Пожалуйте за мной, сэр. — Стойте, я ведь не хочу, чтобы меня убили. Опасное это приключение, совершенно безопасное, в наш век и в наши дни только такие и допустимы. А теперь послушайте, сейчас вы пройдете в нашу искательную комнату, ляжете там на кровать, и вам будет сделана безболезненная инъекция. Вы тотчас потеряете сознание. Затем, должным образом применяя слуховые, осязательные и прочие возбудители, мы сформируем в вашем восприятии приключения. — Как во сне? — спросил Пирсон. — Это наиболее близкое из аналогий. Пригрезившееся вам приключение по своему существу будет абсолютно реалистично. Вы испытаете подлинные эмоции. оно ничем не будет отличаться от реальной действительности. Ну, кроме, конечно, одного. Все это произойдет не наяву и, следовательно, будет вполне безопасно. — А что случится, если во время приключения погибну? — Ну, в точности то же самое, что бывает с вами в таких же случаях во сне. Вы проснетесь. Однако, во время вашего ультра-реалистического ярко-цветового сна вы сможете совершенно сознательно управлять своими действиями, чего во сне не бывает. А я буду все это знать, пока длится приключение. Разумеется, все время, пока вы спите, вы будете полностью осведомлены о том, что находитесь в состоянии сна. — Тогда пошли, — гаркнул Пирсон. — Даешь приключения. Ярко-зеленый куст продолжал медленно разрастаться в его сторону. Пирсон захохотал. — Да ведь это же сон. Конечно, сон. Ему ничто не угрожает. Зловещий куст всего лишь плод его воображения, точно так же, как и черно-синяя тварь. Даже если бы она тогда перегрызла ему горло, он не умер бы. Он сразу проснулся бы в искательской комнате на Мэдисона Виню. Сейчас ему было просто смешно. Как же он раньше не догадался? Ведь эта черно-синяя только во сне и может привидеться. И разве бывают на свете ходячие кусты? Все это, конечно, явный бред нагромождение нелепостей. Пирсон громко сказал «Хватит, можете меня разбудить». Никаких перемен. Вдруг Пирсон вспомнил, что он не может проснуться по своему желанию. Приключение тогда утратило бы всякий смысл и исчезло бы целительное воздействие волнения и страха на истощенную нервную систему спящего. Да, теперь он вспомнил. Приключение окончится только тогда, когда он, Пирсон, преодолеет все преграды. Ну, или погибнет. Куст добрался почти до его ног. Пирсон во все глаза разглядывал его, девясь его натуральному виду. Крючковатый листочек зацепился за ботинок. Пирсон самодовольно ухмыльнулся. Он был горд, что так здорово держит себя в руках. Чего уж там бояться, когда знаешь, что все равно останешься целехник. Постой-ка, вдруг подумал он, а как же я могу переживать всерьез, если мне известно, что все это понарошку? Тут они чего-то не додумали. И тогда ему вспомнилось окончание их разговора с Джонсом. Пирсон лежал уже на белой кушетке, когда над ним склонился Джон, держа в руке шприц. «Скажи-ка, друг любезный, спросил Пирсон, что мне за прок от приключения, если я буду знать, что оно не настоящее?» «Мы это предусмотрели», ответил Джонс. «Видите, сэр, на долю некоторых наших клиентов выпадают вполне реальные приключения». Реальные самые настоящие. Они не снятся, а происходят в действительности. В таких случаях они чрезвычайно редки. Мы не даем клиенту возбудителей, а ограничиваемся влиянием сильной дозы снотворного. Когда человек уснет, его переносит на космический корабль и отправляют на Венеру. Очутившись там, он наяву переживает то, с чем другие сталкиваются лишь в воображении. Если сумеет выйти победителем, то их... А если нет? Джонс, который терпеливо ждал, держа шприц на готове, молча пожал плечами. Но это бесчеловечно, крикнул Пирсон. Мы другого мнения. Представляете ли вы себя, мистер Пирсон, как остро нуждается в приключениях современный мир? Облегченность нашего бытия ослабила натуру человека, и противодействовать этому может только одно — встреча с опасностью. Наши воображаемые приключения самые безобидные и приятные из возможных вариантов. Но приключения утратят всякий смысл, если клиент не будет принимать его всерьез. Иное дело, когда остается вероятность, пусть даже самая малейшая, что над тобой действительно нависла смертельная угроза. Но те, кого увозят на Венеру... Их процент ничтожен, успокоил его Джонс, меньше одной десятитысячной. Мы это делаем лишь для того, чтобы взбодрить остальных. Но это противозаконно, не унимался Пирсон. Ничуть. Вы больше рискуете жизнью, когда пьете мискаретто или курите нарколог. «Право не знаю», сказал Пирсон, «хочется ли мне...» Острие шприца вдруг вонзилось ему в руку. «Все будет отлично», ласково произнес Джонс, «устройтесь поудобнее, мистер Пирсон». И с этой минуты он уже не помнил ничего до самого пробуждения в джунглях. Зеленая ветка доползла ему до щиколотки. Изогнуты тонкий листик очень медленно и нежно ткнулся в мякоть ноги. На миг стало щекотно, но не больно. Почти тотчас же листик сделался красноватым. «Растение кровопийца», подумал Пирсон, «Ишь ты! Ему вдруг надоело приключение. Глупая пьяная затея. Хорошенького понемножку. Пора кончать да поскорее». Ветка поднялась повыше, и еще два изогнутых листика вонзились ему в ногу. Теперь уже весь куст стал грязно-бурым. Пирсона потянуло в Нью-Йорк, туда, где вечеринки, где тебя бесплатно кормят, даром развлекают, и можно спать сколько угодно. Но, допустим, он справится и с этой напастью, так подоспеет новая. Сколько дней или недель, сколько ему еще тут мыкаться. Самый верный способ поскорей попасть домой, не сопротивляться. Куст убьет его, и он сразу проснется. Пирсон почувствовал, что начинает слабеть. Он сел и увидел, что еще несколько кустов подбираются к нему, привлеченные запахом крови. Конечно, это бред, произнес он громко. Ну, кто поверит, что есть растения, пьющие кровь, пусть даже и на Венере. Высоко в небе парили огромные чернокрылые птицы, терпеливо ожидая, когда наступит их пора слетаться к трупу. Сон или явь? Десять тысяч против одного, что это сон, только сон, яркий и правдоподобный, но, тем не менее, всего лишь сон. А если нет? У него начала кружиться голова, и он все больше слабел от потери крови. Я хочу домой, думал Пирсон. Чтобы попасть домой, я должен умереть. Правда, я могу умереть по-настоящему, но практически это исключено. И вдруг его осенило. Да кто же это осмелится в наши дни рисковать жизнью изобретателя? Нет, эти нелимитированные приключения не могут подвергать человека настоящим опасностям. Джонс сказал ему об этом одном из десяти тысяч, чтобы приключение выглядело более реальным. Вот это больше похоже на правду. Пирсон лег, закрыл глаза и приготовился умереть. Он умирал, а мысли роем клубились у него в голове, давно забытые мечты, надежды и опасения. Пирсон вспомнил свою единственную службу и то смешанное чувство облегчения и сожаления, с которым он оставил ее. Вспомнились ему чудаковатые трудяги-родители, которые упорно не желали пользоваться незаслуженными, как они говорили, благами цивилизации. Никогда в жизни Пирсону не приходилось столько думать, и вдруг оказалось, что существует еще один Пирсон, о котором он прежде не подозревал. Новый Пирсон был на редкость примитивен. Он хотел жить и больше ничего, жить во что бы то ни стало. Этот Пирсон не желал умирать ни при каких обстоятельствах, пусть даже воображаемых. Два Пирсона, один движимый гордостью, а другой стремлением выжить, вступили в единоборство. Померившись с силами, которые у них были на исходе, они пошли на компромисс. Стервец Джонс небось думает, что я умру, сказал Пирсон. Умру для того, чтобы проснуться. Так пропади я пропадом, если он этого дождется. Лишь в такой форме он был способен признать, что хочет жить. Качаясь от слабости, он кое-как встал и попробовал освободиться от куста кровопийцы, но тот присосался крепко. С криком ярости Пирсон ухватился за куст и отодрал его от себя. Выдернутые листья полоснули его по ногам, а в это время другие вонзились в правую руку. Но зато он освободил ноги. Отшвырнув пинками еще два куста, Пирсон бросился в джунгли с веткой обвившейся вокруг его руки. Он долго брел, спотыкаясь, и только когда растения кровососа остались далеко позади, начал освобождаться от последнего куста. Тот завладел уже обеими руками. Плача от боли и злости, Пирсон поднял руки над головой и с размаху ударил ими о ствол дерева. Крючочки слегка отпустили. Пирсон снова ударил руками о дерево и зажмурился от боли. Потом еще раз, еще, и, наконец, куст перестал за него цепляться. Пирсон тут же побрел дальше. Но он слишком долго мешкал, пока раздумывал, умирать ему или не умирать. Кровь ручьями струилась из сотни ранок, и запах крови оглашал джунгли как набат. Что-то черное стремительно метнулось к нему сверху. Пирсон бросился ничком на землю и, едва успев увернуться, услышал совсем рядом хлопанье крыльев и злобный пронзительный крик. Он проворно вскочил и хотел спрятаться в колючем кустарнике, но не успел. Большая чернокрылая птица с малиновой грудью вторично ринулась на него с высоты. Острые когти ухватили его за плечо, и он упал. Неистово хлопая крыльями, птица уселась ему на грудь. Она клюнула его в глаз, промахнулась и опять нацелилась. Пирсон наотмашь взмахнул рукой. Его кулак угодил птице прямо по зобу и свалил ее. Тогда он на четвереньках уполз в кусты. С пронзительными криками птица кружила над ним, высматривая какую-нибудь лазейку. Но Пирсон уползал все глубже в спасительную колючую чащу. Вдруг он услышал рядом с собой тихий вой, похожий на стон. Да, видно напрасно он так долго колебался. Джунгли обрекли его на смерть, вцепились в него мертвой хваткой. Похожая на акулу продолговатая черно-синяя тварь, чуть поменьше той, с которой он дрался, проворно ползла к нему сквозь колючую чащу. Одна смерть вопила в воздухе, другая стонала на земле, и бежать от них было некуда. Пирсон встал. С громким криком, в котором перемешались страх, злость и вызов, он, не колеблясь, бросился на черно-синего зверя. Лязгнули огромные челюсти. Пирсон рухнул на землю. Последнее, что уловило его угасающее сознание, была разинутая над ним смертоносная пасть. Неужели наяву? С внезапным ужасом подумал он, и все исчезло? Он очнулся на белой койке в белой неярко освещенной комнате. Пирсон медленно собрался с мыслями и вспомнил свою смерть. Ничего себе приключенец, подумал он, надо ребятам рассказать, только сначала выпить, сходить куда-нибудь поразвлечься и прокинуть рюмочку, а то и все десять. Он повернул голову. Сидевшая на стуле возле койки девушка в белом халате встала и наклонилась над ним. — Как вы себя чувствуете, мистер Пирсон? — спросила девушка. — Нормально, — ответил он. — А где Джонс? — О ком вы? — Шринагар Джонс, здешнее начальство. — Вы очевидно перепутали, сэр, сказала девушка. Нашей колонией руководит доктор Бейнтри. — Чем? — крикнул Пирсон. В комнату вошел высокий бородатый человек. — Вы свободная сестра, — сказал он девушке и повернулся к Пирсону. — Добро пожаловать на Венеру, мистер Пирсон. Я доктор Бейнтри, директор пятой базы. Пирсон недоверчиво на него уставился. Потом, кряхтя, сполз с кровати и наверняка упал бы, если бы Бейнтри его не подхватил. Пирсон с изумлением обнаружен, что забинтован чуть ли не с головы до пят. — Так это было наяву? — спросил он. Бейнтри помог ему добраться до окна. Пирсон увидел расчищенный участок изгороди и зеленеющую вдали опушку джунглей. — Один на десять тысяч, с горечью произнес он. Вот уж действительно везет как утопленнику. Я ведь мог погибнуть. — А вы чуть было не погибли, подтвердил Бейнтри. Однако в том, что вы попали на Венеру, не повинны ни статистика, ни случай. — Как вас понять? — Вы слушайте меня, мистер Пирсон. На земле жить легко. Людям больше не приходится бороться за свое существование. Однако боюсь, они добились этого слишком дорогой ценой. Человечество остановилось в своем развитии. Рождаемость непрерывно падает, а количество самоубийц растет. Границы наших владений в космосе продолжают расширяться, но туда никого не заманишь. А их ведь нужно заселить, если мы хотим выжить. «Слышал я уже в точности такие слова», сказал Пирсон, «и в киножурнале, и по солидо, и в газете читал». «Они, я вижу, не произвели на вас впечатления». «Я этому не верю». «Верите вы или нет», твердо ответил Бейнтри, «но все равно это правда». «Вы фанатик», сказал Пирсон, «я не намерен с вами спорить, пусть даже это правда, мне-то что». «Нам катастрофически не хватает людей», сказал Бейнтри, «чего мы только не придумывали, как не старались найти желающих, никто не хочет уезжать с земли». «Еще бы, а дальше что?» «Лишь один единственный способ оправдал себя. Мы основали агентство нелимитированных приключений. Всех подходящих кандидатов отвозят сюда и оставляют в джунглях, а мы наблюдаем за их поведением. Это отличный тест, полезный и для испытуемого, и для нас». «Ну, а что бы со мной случилось, если бы я не удрал тогда от тех кустов?» Бентри пожал плечами. «Так значит, вы меня завербовали», сказал Пирсон. «Сперва погоняли по кругу с препятствиями, потом увидели, какой я молодец, и в самую последнюю секунду спасли. Я, наверное, должен быть польщен таким вниманием. И тотчас же осознаю, что я не какой-нибудь неженка, а крепкий и неприхотливый парень. И, конечно же, я полон отваги и мечтаю о славе первооткрывателя». Бентри молча глядел на него. «И, разумеется, тут же запишусь в колонисты. Да что, я псих по-вашему или кто? Неужто вы всерьез считаете, что я брошу шикарную жизнь на земле, чтобы вкалывать вас тут в джунглях или на ферме? Да провалитесь вы хоть к черту в пекло вместе с вашими душеспасительными планами». «Я прекрасно понимаю ваши чувства», заметил Бентри. «С вами обошлись довольно бесцеремонно, но этого требует обстоятельства. Когда вы успокоитесь...» «Я и так спокоен», взвизгнул Пирсон. «Хватит с меня проповеди о спасении мира. Я хочу домой, хочу в дворец развлечений». «Мы можем отправить вас вечерним рейсом», сказал Бентри. «Что? Нет, это вы серьезно?» «Вполне». «Ни черта не понимаю. Вы что, на сознательность решили бить? Так этот номер не пройдет, я еду и конец. Удивляюсь, как-то у вас хоть кто-то остается». «Здесь никто не остается», ответил Бентри. «Что?» «Почти никто. Исключения очень редки. Большинство поступает так же, как и вы. Это только в романах герой вдруг обнаруживает, что он обожает сельское хозяйство и жаждет покорять неведомые планеты. В реальной жизни все хотят домой. Многие, правда, соглашаются помогать нам на земле». «Это каким же образом?» «Они становятся вербовщиками», ответил Бентри. «Это и в самом деле занятно. Ты ешь, пьешь и наслаждаешься жизнью, как обычно. Но когда встречается подходящий кандидат, ты уговариваешь его испытать воображаемое приключение и ведешь в агентство. Вот как Бентс привел вас». «Бентс?» изумился Пирсон. «Этот подонок вербовщик?» «Конечно. А вы думали, что вербовщиками у нас служат ясноглазые идеалисты? Все они такие же люди, как вы, Пирсон, также любят повеселиться, ищут легкой жизни и, пожалуй, даже не прочь оказать помощь человечеству, если только это не очень хлопотно. Я думаю, такая работа вам понравится». «Ну согласился Пирсон. Забава ради». «Мы большего не просим». «Но откуда же вы тогда берете новых колонистов?» «О, это любопытная история. Представьте себе, мистер Пирсон, что многим из наших вербовщиков через несколько лет вдруг делается интересно, что же здесь происходит, и они возвращаются». «Ну ладно», сказал Пирсон. «Так и быть, я поработаю на вас, но только временно, пока не надоест». «Конечно», сказал Бентри, «вам пора собираться в дорогу». «И назад меня не ждите, ваш душеспасительный рэкет на любителя, а я человек городской, мне нужен комфорт». «Да, конечно, кстати, вы отлично вели себя в джунглях». «Правда?» Бентри молча кивнул. Пирсон, не отрываясь, глядел на поля, постройки, изгороди. Глядел он и на дальнюю опушку джунглей, с которыми только что сразился и едва не вышел победителем. «Нам пора», сказал Бентри. «А?» «Ладно, иду», ответил Пирсон. Он медленно отошел от окна, чувствуя легкую досаду, причину которой так и не смог определить. «Правда» Роберт Шекли «Седьмая жертва» Читает Геннадий Постригаева Стэнтон Фрилейн сел за свою конторку, пытаясь принять деловой и озабоченный вид, каковой и надлежало иметь совладельцу фирмы в 9.30 утра. Однако это ему не удалось. Он никак не мог сосредоточиться и взяться за работу. Все его попытки сконцентрировать свое внимание на рекламе, написанной им же вчера вечером, ни к чему не привели. Единственное, что он был в состоянии делать, так это сидеть и ждать прибытия утренней почты. Уже целых две недели он ждал извещения. Правительство, как всегда, не отличалось пунктуальностью. На стеклянной двери его офиса значилась Моргер и Фрилейн торговля мануфактурой. Дверь отворилась и, слегка припадая на простреленную ногу, рано полученная много лет тому назад, в кабинет вошел сам Джордж Моргер. Он заметно сутулился, но в 73 года его не очень-то волновали такие материи, как собственная осанка. Но, Стэн, спросил Моргер, как идут дела с этой твоей рекламой? Фрилейн стал компаньоном Моргера еще 16 лет тому назад, когда ему самому было 27. Концерн с оборотом в миллион долларов, возникший из одежды защиты, был их совместным детищем. «Полагаю, в черне уже готово, можете посмотреть», сказал Фрилейн, подавая Моргеру листок бумаги. «Если бы только почта пришла пораньше», подумал он про себя. «Так, так, вы еще не приобрели костюм защиту», громко прочел Моргер, держа бумагу почти у самых глаз. «Модель по праву считается последним достижением мужской моды, что следует отнести за счет первоклассных мастеров и материала высшего качества, имеющихся в распоряжении фирмы Моргер и Фрилейн». Моргер откашлялся и взглянул на Фрилейна, затем улыбнулся и продолжил. «Костюм защита не только самый безопасный, но и самый элегантный. Каждый образец выпускается со специальными вшитыми карманами для оружия. Мы гарантируем, что они сработают. Никто не будет знать, что оружие при вас, кроме вас самих. Кроме того, расположение карманов позволяет пустить в ход оружия без малейшей задержки. Вы сможете выбирать, карманы на груди или на бедрах. Ну что ж, пока звучит недурно», прокомментировал Моргер. Фрилейн угрюмо кивнул. «Костюм защиты спецмодель оборудован автоматически раскрывающимся оружейным карманом, величайшим современным достижением в области индивидуальной защиты. Достаточно только прикоснуться к замаскированной кнопки, оружие мгновенно окажется в ваших руках, готовое к бою и со спущенным предохранителем. Почему бы вам не облачиться в костюм защиту прямо сейчас? Или вам недорога ваша жизнь?» «Прекрасно», похвалил Моргер. «Действительно, очень милая рекламка с этаким чувством собственного достоинства». Он подумал немного, теребя свои седые усы. «Может, только следует прибавить, что костюм защита выпускается в разных вариантах, с одним или двумя карманами на груди, с одной или двумя кнопками, с прямыми или расклешенными брюками». «Верно, я забыл». Фрилейн забрал листок обратно и на углу приписал несколько слов. Затем встал, несколько раз оправив куртку на своем уже значительно выделявшемся животе. Фрилейну было уже сорок три. Он слегка пополнел, и на макушке появилась маленькая плешь. Лицо его сохраняло выражение постоянного добродушия, но взгляд был холоден. «Расслабьтесь», сказал Моргер. «Оно придет сегодняшней же почтой». Фрилейн через силу улыбнулся. Он почувствовал желание пройтись взад-вперед по комнате, но вместо этого он присел на край конторки. «Можно подумать, будто это мое первое убийство», произнес он с вымученной улыбкой. «Я понимаю, каково вам, ответил Моргер. Прежде чем я окончательно повесил свой пистолет на гвоздь, я мог не спать месяцами, ожидая извещения. Я все понимаю». Мужчины надолго замолчали. В тот момент, когда молчание начало становиться невыносимым, распахнулась дверь, вошел рассыльный и вывалил корреспонденцию на конторку Фрилейна. Фрилейн наклонился и взял письма. Он быстро перебрал их и нашел одно долгожданное продолговатый белый конверт от БЭК, снабженный официальным правительственным штампом. «Вот оно!» вскрикнул Фрилейн, и лицо его расцветилось улыбкой. «Отлично!» Моргер, хотя и взглянул на конверт с любопытством, все же ничем не проявил его. Мало того, что это было бы нарушением приличий, это было бы и нарушением закона. Никто не имел права знать имя жертвы, кроме охотника. «Удачной охоты!» «Надеюсь, что так оно и будет», — в голосе Фрилейна прозвучала уверенность. Стол его был в порядке, так же, как и неделю назад. Он взял портфель. «Хорошая охота развеет вас», — сказал Моргер, похлопав его по плечу. «Вам просто необходимо встряхнуться. Вы какой-то взвинченный в последнее время». «Это точно», — Фрилейн снова улыбнулся и пожал Моргеру руку. «Эх, чего б я только не отдал, чтобы очутиться на вашем месте», — сказал тот, с комически тоскливым выражением, глядя на свою искалеченную ногу. «Так и тянет снова взяться за оружие». Моргер был уже охотником экстра класса. Десять успешных охот раскрыли перед ним двери клуба десяти, клуба избранных. Причем нельзя забывать, что в результате каждой охоты ему самому приходилось выступать в роли жертвы, так что всего в его активе значилось двадцать убийств. «Я, естественно, надеюсь, что мне не придется иметь дело с таким, как вы», сказал Фрилейн с улыбкой. «Пустяки, выбросьте это из головы. Какой это жертва будет по счету?» «Седьмой». «Счастливая семерка!» «Ну, действуйте», сказал Моргер. «Надеюсь скоро увидеть вас среди членов клуба». Фрилейн махнул рукой и направился к двери. «Но, помните, бдительность главная», предостерег его на прощание Моргер. «Одна единственная ошибка, и мне придется взять себе другого компаньона. Кстати, к вашему сведению, меня пока вполне устраивает нынешний». «Буду осторожен», пообещал Фрилейн. Вместо того, чтобы воспользоваться автобусом, он решил пройтись до дома пешком. Требовалось время, чтобы остыть. Было бы просто смешно вести себя подобно мальчишке, выходящему на свое первое убийство. По дороге домой Фрилейн глядел прямо перед собой. Глазеть по сторонам значило просто напрашиваться на пулю, так как кто-нибудь из прохожих мог неожиданно оказаться жертвой. Бывали случаи, когда жертвы стреляли, стоило только взглянуть на них. Нервные типы. Фрилейн благоразумно старался глядеть поверх голов прохожих. Впереди, прямо перед ним, красовалась гигантская афиша, извещавшая о готовности бюро Джорджа О'Донована оказать услуги всем желающим. «Жертвы», гласили огромные красные буквы надписи, «Зачем рисковать? нанимайте споттеров у Джорджа О'Донована. Предоставьте нам определить вашего возможного убийцу. Плата после того, как вы разделаетесь с ним». Надпись напомнила Фрилейну, необходимо сразу же по приходу домой позвонить Эдду Морроу. Пересекая улицу, Фрилейн ускорил шаги. Ему не терпелось поскорее добраться до дома, вскрыть конверт и узнать, кто же на этот раз его жертва. Умна она или глупа? Богата ли, как его четвертая, или бедна, как первая и вторая? Пользуется ли услугами споттеров или предпочитает действовать в одиночку? Восхитительное ощущение предстоящей охоты возбуждало, оно заставляло сердце биться быстрее. За пару кварталов от дома Фрилейн услышал выстрелы. Два коротких почти одновременно, а затем третий, последний. Чья-то охота увенчалась успехом, подумал Фрилейн. Молодчина. Ощущение испытываемое, когда настигаешь свою жертву, не передать словами. И это снова придется пережить ему. Первое, что он сделал, войдя в свою однокомнатную квартиру, вызвал по телефону Эдда Морроу, своего споттера. В промежутках между вызовами тот служил в гараже. Алло, Эд, это Фрилейн. О, здравствуйте, мистер Фрилейн. Фрилейн как будто видел перед собой его запачканное маслом лицо и тонкие губы, расплывшиеся в улыбке. Я собираюсь на дело, Эд. Желаю удачи, мистер Фрилейн, сказал Эд Морроу. Я полагаю, мне надо быть наготове. Именно. Я не думаю, что буду отсутствовать больше недели, может двух, а извещение о моем статусе жертвы я получу вероятно в течение трех месяцев после убийства. Я буду готов. Удачной охоты, мистер Фрилейн. Спасибо, до скорого. Он повесил трубку. Зарезервировать первоклассного споттера было разумной мерой предосторожности. После убийства Фрилейну снова придется выполнять роль жертвы, и тогда уж в который раз Эд Морроу будет его ангелом-хранителем. А каким блестящим споттером был Эд? Без всякого образования, да и не очень-то умный в придачу. Но что за чутье на людей? Это было у него от природы. С первого же взгляда он мог определить приезжего и проявлял дьявольскую изобретательность в организации засад. Незаменимый человек. Припомнив некоторые из подарочков, припасенных Эдом Морроу в свое время охотником, Фрилейн ухмыльнулся и начал вскрывать конверт. Улыбка продолжала оставаться на его лице и в тот момент, когда он взглянул на имя жертвы. Жанет Мари Пацик. Его жертва женщина. Фрилейн встал и несколько минут стоял, глядя в одну точку. Затем он перечитал извещение еще раз. Жанет Мари Пацик. Ошибки не было. Девушка. В конверте находились также три ее фотографии, листок с адресом и остальные необходимые сведения. Фрилейн нахмурился. До сих пор ему никогда не приходилось убивать женщину. Он помедлил минуту, затем взял телефонную трубку и набрал номер БЭК. «Бюро эмоционального катарсиса, отдел информации», ответил мужской голос. «Алло, не могли бы вы проверить?» попросил Фрилейн. «Я только что получил извещение, и в нем указана девушка. Это разрешено?» Он дал клерку имя девушке. «Все в порядке, сэр», ответил клерк после минутного изучения картотеки. «Девушка зарегистрировалась в бюро по собственной воле. На этот счет закон гласит, она обладает теми же правами и привилегиями, что и мужчины». «Не могли бы вы сказать, сколько у нее уже убийств на счету?» «Очень сожалею, сэр. Информация, которую вы вправе получить, вы уже получили. Легальный статус жертвы и ее описание». «Понятно», Фрилейн помедил секунду. «А могу ли я выбрать себе другую жертву?» «Вы, конечно, вообще можете отказаться от охоты. Это ваше законное право. Но попытка будет засчитана, и прежде чем вы получите допуск к очередной охоте, вам придется все же выступать в роли жертвы. Желаете ли вы отказаться?» «Нет-нет», торопливо проговорил Фрилейн. «Я просто поинтересовался. Спасибо». Он повесил трубку и, распустив брючный ремень, уселся в свое огромное кресло. Все это требовалось как-то обмозговать. «Чертовы бабы!» проворчал он про себя. «Вечно они лезут в мужские дела, занимались бы своей стиркой». «Но ведь они свободные граждане», напомнил он себе. «И все равно не женское это дело». Из истории ему к тому же было известно, что бюро эмоционального катарсиса учреждено специально для мужчин и только для них. Это произошло где-то в конце Четвертой мировой войны, или Шестой, как считали некоторые историки. В те годы назрела необходимость в длительном и прочном мире, и причины были чисто практического свойства. В той же степени практичными были и люди, начавшие всю эту кампанию. Дело в том, что уничтожение было не за горами. Оружие, используемое в мировых войнах, увеличилось по количеству эффективности и мощности. Солдаты свыклись с ним и все чаще и чаще отказывались его применять. Положение достигло критической точки. Следующая война разом бы положило конец всем войнам вообще, так как не осталось бы никого, кто был бы в состоянии развязать следующую. Итак, мир был необходим, и необходим он был навечно, а люди, понявшие это, были практичны. Они проанализировали существовавшие до сих пор тенденции и причины, по которым развязывались войны, и задали себе вопрос, почему мир никак не мог воцариться. «Потому что мужчинам нравится воевать», был ответ. «Нет, не поэтому», завопили идеалисты. Однако люди, предложившие идею, были вынуждены с сожалением признать существование необходимости в насилии для большей части человечества. Люди отнюдь не ангелы, но и не дьяволы, они всего лишь смертные, которым присущ высокий уровень агрессивности. Обладая научными знаниями и властью, эти практичные люди могли бы начать длительную работу по искоренению этой черты человеческой расы. Многие полагали, что следовало пойти именно по этому пути. Но практичные люди думали иначе и не стали затевать это. Они сочли, что конкуренция, тяга к драке, мужество перед лицом непреодолимых препятствий являются решающими для расы. Они обнаружили, что тенденция к насилию неразрывно связана с изобретательностью, приспособляемостью и настойчивостью. Таким образом, перед ними встала проблема либо оставить состояние мира навечно, но в то же время остановить прогресс человечества, либо сохранить все эти его важные свойства. И они нашли выход узаконить насилие, дать человеку отдушину. Первым значительным шагом на этом пути явилась легализация гладиаторских боев, полных рева и крови. Но требовалось большее. Людям были необходимы подлинные ощущения, а не суррогаты. Поэтому пришлось узаконить убийство, правда, на строго индивидуальной основе и только для тех, кто в нем нуждался. Правительство основало бюро эмоционального катарсиса. После периода экспериментов установили единые правила. Любой гражданин, пожелавший совершить убийство, мог зарегистрироваться в БЭК. После совершения необходимых формальностей, выражавшихся в инструктаже и гарантиях, бюро обеспечивало его жертвой. Если его охота проходила удачно, то спустя несколько месяцев он должен был сам в соответствии с правительственным законом некоторое время провести в роли жертвы. Такова в сущности была система. Индивид мог совершить столько убийств, сколько хотел, однако в перерывах между ними он становился жертвой. В случае убийства своего охотника он мог остановиться или записаться на следующее убийство. К концу первого десятилетия статистика установила, примерно одна треть цивилизованного человечества обращалась в БЭК по крайней мере один раз. Затем число, уменьшившись до одной четверти, так и осталось неизменным. Философы покачивали головами, практики чувствовали удовлетворение. Война осталась там, где и зарождалась в руках индивидуума. По мере развития игры в нее вносились уточнения и усовершенствования. С момента ее официального признания она превратилась в большой бизнес. Существовали фирмы, обслуживающие и жертв, и охотников. Бюро эмоционального катарсиса выбирало имена жертв наугад. Охотнику предоставлялось две недели, за которые он должен был совершить убийство. Сделать это требовалось только при помощи собственной изобретательности, без вмешательства посторонних лиц. Давались имя жертвы, ее адрес и описание внешности. Совершить убийство он мог, пользуясь пистолетом стандартного калибра. Носить какое-либо другое оружие запрещалось. Жертва получала извещение на неделю раньше охотника. Ей сообщалось только одно – она жертва. Она не знала имени своего охотника. Жертве позволялось выбирать себе оружие любого типа, которое только имелось в ее распоряжении. Жертва могла нанять споттеров. Споттеры не имели права убивать. Они могли лишь зафиксировать появление в городе незнакомца или выведать нервного стрелка. Как уже было сказано, для устранения охотника жертве разрешались все средства. Убийство или ранение постороннего человека, не являвшегося жертвой, строго каралось. Все другие убийства запрещались. Убийство, вызванное недоброжелательностью или убийство с целью наживы, влекли за собой смертную казнь. Совершенство системы заключалось в том, что те, кто желал убивать, получали эту возможность, а от тех же, кого это не привлекало, а именно основной масса населения, не требовалось кого-либо убивать. По крайней мере, глобальных войн больше не было, не было даже угрозы их. Вместо этого сотни и тысячи малых. Честно говоря, предстоящие убийства не очень-то улыбалась Фрилейну. И все потому, что жертвой оказалась эта чертова баба. Впрочем, коль она сама зарегистрировалась, то и пускай пеняет на себя. Уцелев после шести охот, он не собирался засыпаться и на этот раз. Остаток утра он провел, запоминая сведения о своей жертве, затем подшил полученное извещение к предыдущим. Жанет Пацик проживала в Нью-Йорке. Это было неплохо. Ему доставляло удовольствие охота в больших городах. К тому же он всегда мечтал посмотреть Нью-Йорк. Возраст ее не был указан, однако, судя по фотографии, ей было что-то около двадцати с небольшим. Фрилейн заказал по телефону билеты на самолет в Нью-Йорк, после чего принял душ. Он придирчиво осмотрел свой костюм защиту, спецмодель, выбрал из своей коллекции оружие, почистил и смазал его, и, засунув его в выстреливающий карман, принялся паковать чемодан. От возбуждения кровь его пульсировала в жилах. Как странно, думал он, каждое новое убийство так по-новому возбуждает. От этого не устаешь, это не прискучит, в отличие от французских пирожных, женщин или выпивки. Каждый раз что-то новое, не похожее на предыдущее. Окончив сборы, он бросил взгляд на книжную полку, соображая, чтобы захватить в дорогу. Он мог гордиться, в его библиотеке было все, что следовало знать специалисту. Сейчас ему вряд ли понадобится литература о жертвах. Такие, например, книги, как «Тактика жертвы» Фреда Тесса с ее идеологией тщательного контроля окружающих или «Труд доктора Фриша «Не думай как жертва». Эти книги пригодятся ему потом, когда он сам превратится в жертву. Пока же он стал тщательно изучать книги об охотниках. «Человек на охоте» тактика охотника классический фундаментальнейший труд в данной области. Фрилейн знал его почти на зубок. Последние достижения в технике засад сегодня ему не требовались. В конце концов он остановился на охоте в городах Митвилла и Кларка выследить Споттера Олгрина и книги жертвы в группах того же автора. Все дела таким образом удалось устроить. Фрилейн оставил записку молочнику, запер квартиру и на такси доехал до аэропорта. В Нью-Йорке он остановился в отеле, расположенном в центре города, как раз поблизости от района, в котором жила его жертва. Обслуживали его быстро и неназойливо, но эта раздражающая вежливость ухмылки коридорных словом все указывало на то, что ему, судя по всему, не удалось сохранить свое инкогнито. Видимо, что-то в его поведении все же выдавало в нем охотника. Первое, что он увидел, войдя в номер, была брошюрка на ночном столике. Максимум эмоционального катарсиса в ваших руках. Она содержала в основном стандартные комплименты администрации. Фрилейн, улыбнувшись, перелистал несколько страниц. Поскольку это был его первый визит в Нью-Йорк, оставшиеся полдня он провел, гуляя по улицам поблизости от дома жертвы. Потом прошелся по магазинам. Зал охота и охотник у Мартинсона и Блэка поразил его своим размахом. Кроме прочих новинок, там демонстрировались легкие пуленепробиваемые жилеты для жертв и шляпы Ричарда Арлингтона с защитной тульей. В одном углу зала расположилась большая выставка новенького 38-мм оружия. «Пользуйтесь только Малверном прямого боя», призывала реклама. «Одобрено БЭК, в обойме 12 патронов, допустимое отклонение всего одна тысячная дюйма с тысячи футов. Не упустите вашу жертву, не рискуйте жизнью зря, покупайте Малверн, спасение только с Малверном». Фрилейн улыбнулся. «Реклама что надо, да и само маленькое черное оружие выглядело чрезвычайно убедительно, но он привык доверять собственному. Продавались еще специальные трости с секретом. В них спрятан магазин на четыре патрона, хорошо замаскированные и безопасные в употреблении. Когда Фрилейн был молод, он с жадностью хватался за всякую новинку. Сейчас он пришел к выводу, старые и проверенные способы на поверку оказывались самыми надежными. У входа в магазин стояла машина санитарного управления, в которую четверо парней и служащих втаскивали свежие трупы. Надо думать после недавней перестрелки. Фрилейн пожалел, что пропустил это зрелище. Он вполне себе сносно пообедал в хорошем ресторане и рано лег спать. Предстоящий денек обещал быть нелегким. С утра Фрилейн отправился на разведку. Он побродил в окрестностях дома, где жила его жертва, и ее внешность словно стояла у него перед глазами. Он не вглядывался в прохожих, а наоборот, как и полагалось заправскому охотнику, двигался быстрой озабоченной походкой делового человека. Обойдя несколько баров и подкрепившись в одном из них, он отправился по боковой улице Лексингтон-авеню. Прямо на тротуаре примастилось приятное открытое кафе. Фрилейн прошел мимо. Она сидела там. Он ни за что не мог перепутать лицо. За столиком, уставившись в бокал, находилась именно Жанет под цик. Она не подняла глаз, когда он проходил мимо. Фрилейн профланировал до конца квартала, свернул за угол и остановился, чувствуя, как дрожат руки. — Рехнулась она, что ли, эта девушка, выставляя себя на показ? Или она воображает, что заколдована от пуль? Он схватил такси и приказал шоферу объехать квартал. Она все еще находилась там. Фрилейн внимательно рассмотрел ее. Она казалась моложе своей фотографии, но твердой уверенности у Фрилейна не было. На взгляд он не дал бы ей больше двадцати. Ее темные волосы были разделены на прямой пробор и зачесаны за уши. В сочетании с ее темно-голубыми глазами это придавало ей сходство с монахиней. Насколько Фрилейн мог судить, лицо ее не выражало ничего, кроме глубокой печали и полной покорности судьбе. Неужели ей не пришло в голову сделать хоть что-то для спасения? Фрилейн расплатился, вылез из такси и почти бегом направился в ближайшую драгстоп. Найдя свободный телефон-автомат, он позвонил в БЭК. Алло, вы уверены, что жертва по имени Жанет Пацик получила извещение? Одну секунду, сэр. Пока клерк просматривал бумаги, Фрилейн прислонился к стеклянной дверце от нетерпения барабаня по ней пальцами. — Да, сэр, у нас имеется ее письменное подтверждение. Что-нибудь не так, сэр? — Да нет, ничего, спасибо, буртнул Фрилейн. Просто хотел уточнить. В конце концов, если девчонка собирается и дальше так сидеть, это ее личное дело. Его это не касается. Никто не может отнять у него того, что полагается ему по закону. Сейчас его очередь убивать. Однако, решив отложить дело на день, он пошел в кино. После, пообедав, вернулся к себе в номер, перелистал брошюрку и завалился на постель, свирепо уставившись в потолок. «Всего Лэйн лэйн в очередной раз прошелся мимо кафе. Девушка опять сидела там за тем же столиком. Он остановил такси. «Вокруг дома, очень медленно», сказал он. «Ясно», понимающий ухмыльнулся водитель. «Наблюдать за споттерами проще всего из такси». Изучив обстановку, он заключил, что у девушки их не было. Руки она держала на столе на самом виду. Легкая неподвижная мишень. Фрилейн нажал кнопку спецкармана, клапан открылся. Пистолет очутился в его руке. Он вытащил обойму, пересчитал патроны, затем щелчком закрыл карман. «Теперь медленнее», сказал он водителю. Такси проследовало мимо кафе. Фрилейн тщательно прицелился, посадил девушку на мушку. Палец его уже потянулся к спусковому крючку. «Ах, чтоб тебя!» выругался он. Рядом со столиком, заслоняя девушку, появился официант. Фрилейн не захотел рисковать, побоявшись задеть кого-то еще. «Еще раз вокруг», сказал он водителю. Тот отпустил очередную саркастическую усмешку. «Интересно», подумал Фрилейн, «Так бы ты веселился, если бы узнал, что я охочусь на женщину». На этот раз официант не мешал. Девушка закурила сигарету, ее угрюмый взгляд застыл на зажигалке. Фрилейн взял ее на прицел, прищурился и на миг затаил дыхание. Потом махнул головой и снова опустил пистолет в карман. Эта идиотка лишала его всего удовольствия. «Слишком просто», говорил он себе. Обычно у него получались действительно охоты. Большинство из тех шести убийств были настоящей работой. Жертвы использовали всевозможные трюки, чтобы уцелеть. Помнится, один из них нанял чуть ли не дюжину споттеров. Однако Фрилейн перехитрил их всех и все благодаря своему умению адаптироваться к самой сложной ситуации. Однажды ему пришлось переодеться молочником, в другой раз сборщиком налогов. За шестой жертвой охота шла по всей Сиерра-Неваде. Тот парень тоже пытался прикончить Фрилейна, но Фрилейн опередил его. А это? Разве подобным убийством можно было гордиться? И что скажут в клубе? Эта мысль привела Фрилейна в ужас. Клуб был его мечтой. А пропустив он сейчас девушку, ему все равно придется становиться жертвой. И даже выживя он, все равно останется еще четыре охоты. С такими темпами он рискует никогда туда не попасть. Он опять начал прогуливаться около кафе. Но внезапно под воздействием какого-то импульса круто остановился. Разрешите? спросил он. Жанет Пацик окинула его взглядом своих хмурых голубых глаз и ничего не сказала в ответ. Послушайте, сказал он, присаживаясь, если я вам буду надоедать, вы только скажите, я уйду. Дело в том, что я сам из провинции, приехал в Нью-Йорк по делам, просто захотелось поболтать с кем-нибудь. Если вы против, то я... Мне все равно, ответила Жанет Пацик без всякого выражения. Брэнди, бросил Фрилейн подошедшему официанту. Бокал девушки был еще наполовину полон. Фрилейн взглянул на свою соседку и почувствовал, как сердце его забилось с новой силой. Это уже было кое-что, выпивать собственной жертвой. Меня зовут Стэнтон Фрилейн, представился он. На минуту у него мелькнула мысль, что это уже не имеет никакого значения. Жанет. Жанет... Жанет Пацик. Очень приятно, стараясь выглядеть насколько можно более естественным, произнес он. Скажите, Жанет, а что вы делаете сегодня вечером? — Сегодня вечером вероятно я буду убита, ответила она очень тихо. Фрилейн окинул ее изучающим взглядом. Знала ли она кто он? Насколько он мог судить, под столом у нее был спрятан направленный на него пистолет. Он невзначай придвинул руку поближе к кнопке на костюме. — Вы жертва? спросил он. — Вы догадливы, — ответила она с саркастической усмешкой. — Кстати, на вашем месте я бы ушла отсюда. Просто глупо получить пулю, предназначенную не вам. Фрилейну было непонятно ее спокойствие. Самоубийца может ей действительно на все наплевать или просто очень хочет умереть? — Вы обзавелись с Поттером? спросил он с изумлением. — Нет. Она поглядела ему прямо в глаза. И Фрилейн увидел то, чего раньше не замечал. Она была очень хороша собой. — Я дурная испорченная девчонка, произнесла она задумчиво, вбила себе в голову, что мне нравится совершать убийство, и зарегистрировалась в БК. А потом, потом я не смогла этого сделать. Слегка симпатизируя ей, Фрилейн покачал головой. — Но я, естественно, все еще участник игры. Хоть и не выстрелив, я продолжаю оставаться жертвой. — Но почему же не нанять споттеров? спросил он. — Я никого не смогу убить, ответила она. Просто не в состоянии. Да у меня даже пистолета нет. — Надо обладать достаточным мужеством, произнес Фрилейн, чтобы сидеть вот так на виду. Сказать по правде его просто изумляла ее глупость. — Что делать? — апатично ответила она. — От охотника не укрыться, никому не укрыться, и потом у меня нет таких денег, чтобы куда-то надежно спрятаться. — Однако я полагал, когда речь идет о спасении, — начал было Фрилейн, но она перебила его. — Нет, я сама решилась на это. Все плохо, все в целом, вся эта затея. Когда я держала свою жертву на мушке, когда я поняла, как легко могла бы, могла бы... Она взяла себя в руки. — Хватит об этом, сказала она и улыбнулась. Ее улыбка очаровала Фрилейна. Они разговорились. Фрилейн рассказал ей о своей работе, а она ему о Нью-Йорке. Ей было двадцать два. Она была неудавшейся актрисой. Они поужинали вместе. Когда же она приняла предложение Фрилейна сходить в гладиаториум, тот почувствовал себя на седьмом небе. Вызвав такси, получалось так, что все свое время в Нью-Йорке он провел в такси, Фрилейн открыл перед ней дверцу. Она села в машину. Фрилейн заколебался. Ему ничего не стоило всадить в нее пулю прямо сейчас. Более удобного случая уже не представится. Но он сдержался. Еще немного. Гладиаториум здесь был почти таким же, как и везде. Разве что уровень исполнителей оказался немного повыше. Программа тоже не отличалась разнообразием. Тот же исторический антураж, меченосцы, копьеносцы, дуэли на саблях и рапирах, естественно, все схватки продолжались до смертельного исхода. Затем следовали поединки с быками, львами и носорогами. В следующем отделении сценки из более позднего времени. Схватка на баррикадах с луками и стрелами, поединки на высоко натянутой проволоке. Вечер прошел великолепно. Провожая ее до дома, Фрилейн старался скрыть все возрастающее смущение. Никогда еще ни одна женщина не нравилась ему так, как Жанет, и все же она по-прежнему оставалась его жертвой. Он не представлял себе, что будет делать дальше. Она пригласила его войти. Они сели на кушетку. Жанет прикурила от массивной зажигалки и откинулась на спинку. — Ты скоро уедешь? — спросила она. — Думаю, да, — ответил Фрилейн. — Съезд послезавтра закрывается. Она помолчала. — Мне будет без тебя грустно. Некоторое время они сидели молча. Потом Жанет ушла на кухню смешать коктейль. Фрилейн проследил взглядом, как она возвращается. — Все. Теперь самое время. Он дотронулся рукой до кнопки. Но момент был безвозвратно упущен. Он вовсе не собирался застрелить ее. Невозможно убить девушку, которую любишь. Мысль, что он влюбился, привела Фрилейна в состояние шока. Он приехал в Нью-Йорк, чтобы убить эту девушку, а вовсе не для того, чтобы на ней жениться. Она вернулась, держа в руках бокалы и опустилась на кушетку рядом с ним, уставившись в пространство. — Жанет, — сказал он, — я люблю тебя. Она выпрямилась. В глазах ее стояли слезы. — Не надо, ты не можешь, произнесла она с давленным голосом. Я же жертва, я и не успею дожить-то. ты не будешь убита. Я твой охотник. Она пристально посмотрела на него, затем неуверенно улыбнулась. — Ты собираешься меня убить? — Перестань, — сказал он, — я собираюсь на тебе жениться. Она оказалась в его объятиях. «Боже мой!» задохнулась она. «Это ожидание! Я так издергалась! Какой ужас!» «Все позади!» успокаивал он ее. «Ты только подумай, как мы будем рассказывать всю эту историю нашим детям, как их папа явился убить их маму, а вместо этого женился на ней». Она поцеловала его, потом закурила. «Давай сразу же начнем собираться», начал Фрилейн. «Вот что я думаю». «Погоди», остановила она его. «Ты даже не поинтересовался, люблю ли я тебя?» «Что?» Она все еще продолжала улыбаться, и ее большая зажигалка была направлена прямо на него. На ее нижнем конце виднелось небольшое черное отверстие. В него как раз могла бы пройти пуля тридцать восьмого калибра. «Что за шутки?» закричал он, вскакивая с места. «Я не собираюсь шутить, милый», ответила она. Секунды оказалось Фрилейну достаточно, чтобы изумиться, как ему в голову-то могло прийти дать ей не больше двадцати. Глядя на нее сейчас, глядя по-настоящему, он понял, ей далеко за тридцать. Каждая минута ее напряженного, ненормального, издерганного существования отражалась на ее лице. «Я не не любит тебя, Стэнтон», тихо произнесла она, играя зажигалкой. Фрилейн не намерен был отдавать жизнь без боя. Какая-то частичка его я, существующая, казалось, сама по себе, все же смогла отдать должное восхитительному таланту этой актрисы. С самого начала она, должно быть, знала все. Он нажал кнопку и пистолет со спущенным предохранителем очутился в руке. Удар нечеловеческой силы отбросил его на кофейный столик. Пистолет выпал из его ослабевших пальцев. Задыхаясь, теряя сознание, он видел, как она внимательно прицелилась для нанесения куды гроз удара милосердия. «Теперь-то наконец я смогу вступить в клуб». Последнее, что он услышал, был ее счастливый голос в тот момент, когда она спустила курок. Светлой памяти свободы погребенной в Российской Федерации посвящается. Роберт Шекли «Форма» читает Геннадий Постригаев. Пит-пилот замедлил скорость почти до нуля. С волнением всматривался он в зеленую планету. Даже без показаний приборов не оставалось места сомнениям. Во всей системе эта планета, третья от Солнца, была единственной, где возможна жизнь. Планета мирно проплывала в дымке облаков. Она казалась совсем безобидной, и все же было на этой планете нечто такое, что лишало жизни участников всех экспедиций, когда-либо посланных с глома. Прежде чем бесповоротно устремиться вниз, Пит какое-то мгновение колебался. Он и двое его подчиненных сейчас вполне готовы, больше, чем когда бы то ни было. В сумках их тел хранятся компактные смесители, бездействующие, но тоже готовые. Пиду хотелось что-нибудь сказать экипажу, но он не вполне представлял, как построить свою речь. Экипаж ждал. Ильк-радист уже отправил последнее сообщение на планету глом. Джейр-индикатор следил за циферблатами 16 приборов одновременно. Он доложил, признаки враждебной деятельности отсутствуют. Поверхности его тела беспечно струились. Пит отметил про себя эту беспечность. Теперь он знал, о чем должен говорить. С той поры, как экспедиция покинула глом, дисциплина формы омерзительно расшаталась. Командующий вторжением предупреждал его. Но все же надо что-то предпринять. Это долг пилота, ибо низшие касты, к которым относятся радисты и индикаторы, приобрели дурную славу стремлением к бесформею. — На нашу экспедицию возлагаются великие надежды, медленно начал Пит. — Мы теперь далеко от родины. Джер индикатор кивнул. Ильк радист вытек из предписанной ему формы и комфортабельно распластался по стене. «Однако же, сурово сказал Пит, расстояние не служит оправданием безнравственному бесформею». Ильк поспешно влился в форму, подобающую радисту. «Нам нам несомненно придется прибегать к экзотическим формам», продолжал Пит. «На этот случай есть особое разрешение. Но помните, всякая форма, принятая не по служебной необходимости, есть происки самого бесформея». Джер резко прекратил тягучую игру поверхности своего тела. «У меня все», закончил Пит и застроился к пульту. Корабль пошел на посадку так плавно, экипаж действовал настолько слаженно, что Пит ощутил прилив гордости. «Хорошие работники», решил он, «нельзя же в самом деле надеяться, что самосознание формы у них так же развито, как у пилота, принадлежащего к высшей касте». То же самое говорил ему и командующий вторжением. «Пит», сказал командующий вторжением во время их последней беседы, «эта планета нужна нам позарез». «Да, сэр», ответил Пит. Он стоял, вытянувшись в струнку, и ни на йоту, ни малейшим движением не отклонялся от парадной формы пилота. «Один из вас», внушительно проговорил командующий, «должен проникнуть туда и установить смеситель вблизи источника атомной энергии. На нашем конце будет сосредоточена армия, готовая к прыжку». «Мы справимся, сэр», ответил Пит. «Экспедиция непременно должна достигнуть цели», сказал командующий, и облик его на мгновение расплылся от неимоверной усталости. «Строго между нами, на гломе неспокойно, бастует, например, каста горняков, они требуют новой формы для земляных работ, утверждают, будто старое неудобно». Пит выразил должное негодование. Горняцкая форма установлена давным-давно, еще пятьдесят тысяч лет назад, так же, как и прочие основные формы. «А теперь эти выскочки хотят изменить ее». «Это не все», поведал ему командующий. «Мы обнаружили еще один культ бесформия. Взяли почти восемь тысяч гломов, но неизвестно, сколько их гуляет на свободе». Пит знал, что речь идет об искушении великого бесформия, самого опасного дьявола, какого только может представить себе разум жителей глома. «Но как случается», дивился он, «что гломы поддаются его искушению». Командующий угадал, какой вопрос вертится у Пида на языке. «Пит», сказал он, «тебе, наверное, непонятно. Ответь мне, нравится ли тебе пилотировать?» «Да, сэр», ответил Пит «Нравится ли пилотировать?» «Да в этом вся его жизнь. Без корабля он ничто». «Не все гломы могут сказать то же самое», продолжал командующий. «Мне тоже это непонятно. Все мои предки были командующими вторжениями от самых истоков времени. Поэтому, разумеется, и я хочу быть командующим вторжением. Это не только естественно, но и закономерно. Однако, низшие касты испытывают совсем иные чувства, и он печально потряс телом. «Я сообщил тебе об этом не зря», пояснил командующий. «Нам, гломам, необходимо больше пространства. Неурядятся на планете и объясняются только перенаселением. Так утверждают психологи. Получима возможность развиваться на новой планете, все раны будут исцелены. «Мы на тебя рассчитываем, Пит». «Да, сэр», не без гордости ответил Пит. Командующий поднялся было, желая показать, что разговор окончен, но неожиданно передумал и снова уселся. «Нам придется следить за экипажем», сказал он. «Ребята неверны, спору нет, но все из низших каст. А что такое низшие касты, ты и сам знаешь». «Да, Пит это знал». «Вашего Джера-индикатора подозревают в тайных симпатиях к реформизму. Однажды он был оштрафован за то, что неправомочно имитировал форму охотника». «Против Ильга не выдвигали ни одного конкретного обвинения. Однако до меня дошли слухи, что он подозрительно долго пребывает в неподвижном состоянии. Не исключено, что он воображает себя мыслителем». «Но, сэр», осмелился возразить Пит, «если они хоть незначительно запятнаны реформизмом или бесформеем, стоит ли отправлять их в эту экспедицию?» После некоторого колебания командующий медленно проговорил. «Есть множество гломов, которым я могу доверять. Однако эти двое наделены воображением и находчивостью, особыми качествами, которые необходимы в этой экспедиции». Он вздохнул. «Право, не понимаю, почему эти качества обычно связаны с бесформеем?» «Да, сэр», сказал Пит. «Надо только следить за ними». «Да, сэр», повторил Пит и отслютовал, поняв, что беседа окончена. Во внутренней сумке тела он чувствовал тяжесть дремлющего смесителя, готового преобразовать вражеский источник энергии в мост через космическое пространство, мост, по которому хлынут сглома победоносные рати. «Желаю удачи», сказал командующий, «уверен, она вам понадобится». Корабль беззвучно опускался на поверхность вражеской планеты. Джер-индикатор исследовал проплывающие внизу облака и ввел полученные данные в маскировочный блок. Тот принялся за работу. Вскоре корабль казался со стороны всего лишь формации перистых облаков. Пит предоставил кораблю медленно дрейфовать к поверхности загадочной планеты. Теперь он пребывал в парадной форме пилота, самый эффективный, самый удобный из четырех форм, предназначенных для касты пилотов. Он был слеп, глух и нем, всего лишь предаток пульта управления. Все его внимание устремлено на то, чтобы не обгонять слоистые облака, держаться среди них и слиться с ними. Джер упорно сохранял одну из двух форм, дозволенных индикатором. Он ввел данные в маскировочный блок, и опускающийся корабль медленно преобразовался в мощное кучевое облако. Враждебная планета не подавала никаких признаков жизни. Ильк засек источник атомной энергии и сообщил данные Пиду. Пилот изменил курс. Он достиг нижних облаков всего лишь в миле от поверхности планеты. Теперь корабль принял облик пухленького кудрявого кучевого облачка. Но сигнала тревоги не было. Неведомая судьба двадцати предыдущих экспедиций все еще не была разгадана. Пока Пид маневрировал над атомной электростанцией, сумерки окутали лик планеты. Избегая окрестных зданий, корабль парил над лесным массивом. Тьма сгустилась, и одинокая луна зеленой планеты скрылась за облачной вуалью. Одно облачко опускалось ниже и ниже и приземлилась. «Живо все из корабля!» крикнул Пит, отсоединяясь от пульта управления. Он принял ту из форм пилота, что наиболее пригодно для бега, и пулей выскочил из люка. Джер и Ильк помчались за ним. В пятидесяти метрах от корабля они остановились и замерли в ожидании. Внутри корабля замкнулась некая цепь. Корабль бесшумно содрогнулся и стал таять на глазах. Пластмасса растворялась в воздухе, металл съеживался. Вскоре корабль превратился в груду хлама, но процесс все еще продолжался. Крупные обломки разбивались на мелкие, а мелкие дробились снова и снова. Глядя на самоуничтожение корабля, Пит ощутил внезапную беспомощность. Он был пилотом и происходил из касты пилотов. Пилотами были его отец и отец отца и все предки, еще в те туманные времена, когда на гломе были созданы первые космические корабли. Все свое детство он провел среди кораблей, все зрелые годы пилотировал их. Теперь, лишенный корабля, он был наг и беспомощен в чуждом мире. Через несколько минут там, где опустился корабль, остался лишь холмик пыли. Ночной ветер развеял эту пыль по лесу, и тогда уж совсем ничего не осталось. Они ждали, но ничего не случилось. Вздыхал ветерок, поскрипывали деревья, трещали белки, хлопотали в своих гнездах птицы. С мягким стуком упал желудь. Глубоко с облегчением вздохнув, Пит уселся. Двадцать первая экспедиция глома приземлилась благополучно. Все равно до утра нельзя было ничего предпринять, поэтому Пит начал разрабатывать план. Они высадились совсем близко от атомной электростанции, так близко, что это была просто дерзость. Теперь придется подойти еще ближе. Так или иначе, одному из них надо пробраться в помещение реактора, чтобы привести в действие смеситель. Трудно, но Пит не сомневался в успехе. В конце концов, жители глома мастера по части изобретательности. Мастера то мастера, подумал он горько, а вот радиоактивных элементов страшно не хватает. То была еще одна причина, по которой экспедиция считалась такой важной. На подвластных глому планетах почти не осталось радиоактивного горючего. Глом растратил свои запасы радиоактивных веществ еще на заре истории. Осваивая соседние миры и заселяя те из них, что были пригодны для жизни. Но колонизация едва поспевала за все растущей рождаемостью. Глому постоянно нужны были новые и новые миры. Нужен был и этот мир, недавно открытый одной из разведывательных экспедиций. Он годился решительно во всех отношениях, но был слишком уж отдаленным. Не хватало горючего, чтобы снарядить военно-космическую флотилию. К счастью, существовал и другой путь к цели, еще лучший. Когда-то, в глубокой древности, ученые Глома создали смеситель. То был подлинный триумф техники тождественности. Он позволял осуществлять мгновенное перемещение массы между двумя точками, определенным образом соединенными между собой. Один стационарный конец установки находился на единственной атомной энергостанции Глома. Второй конец надо было поместить рядом с любым источником ядерной энергии и привести в действие. Отведенная энергия протекала между обоими концами и дважды видоизменялась. Только благодаря чудесам техники тождественности Гломы могли перешагивать с планеты на планету. Могли обрушиваться чудовищной все затопляющей волной. Это делалось совсем просто. Тем не менее, двадцати экспедициям не удалось установить смеситель на земном конце. Что помешало им, никто не знал. Ни один корабль не вернулся на Глом, чтобы рассказать об этом. Перед рассветом, приняв окраску местных растений, они, крадучись, пробирались сквозь леса. Смесители слабо пульсировали, чуя близость ядерной энергии. Мимо стрелой промчалось крохотное четвероногое существо. У Джера тотчас появились четыре ноги и удлиненное обтекаемое тельце, и он бросился вдогонку. «Джер, вернись немедленно!» взвыл Пит, отбрасывая всякую осторожность. Джер догнал зверька и повалил на землю. Он старался загрызть добычу, но позабыл обзавестись зубами. Зверек вырвался и исчез в подлеске. Джер отрастил комплект зубов и напряг мускулы для прыжка. «Джер!» Индикатор неохотно обернулся. В молчании он в прискочку вернулся к Пиду. «Я был голоден», сказал он. «Нет, не был», неумолимо ответил Пид. «Был», пробормотал Джер, корчась от смущения. Пид вспомнил слова командующего. «В Джере, безусловно, таятся охотничьи наклонности. Надо будет следить за ним в оба». «Ничего подобного больше не повторится», сказал Пид. «Помни, экзотические формы еще не разрешены. Будь доволен той формой, для которой ты рожден». Джер кивнул и снова слился с подлеском. Они продолжали путь. Сопушки атомная электростанция была хорошо видна. Пид замаскировался под кустарник, а Джер превратился в старое бревно. Ильк после недолгого колебания принял облик молодого дубка. Станция представляла собой невысокое длинное здание, обнесенное металлическим забором. В заборе были ворота, а у ворот стояли часовые. «Первая задача», подумал Пид, «как проникнуть в ворота». Он стал прикидывать пути и способы. По обрывочным сведениям, извлеченным из отчетов разведывательных экспедиций, Пид знал, что в некоторых отношениях раса людей походила на гломов. У них, как и у людей, имелись ручные животные, дома, дети, культура. Обитатели планеты были искусны в механике, как и гломы. Однако между двумя расами существовали неимоверные различия. Людям была дана постоянная и неизменная форма, как камням или деревьям. А чтобы хоть чем-то компенсировать такое однообразие, их планета изобиловала фантастическим множеством родов, видов и пород. Это было совершенно не похоже на глом, где животный мир исчерпывался всего лишь восемью различными формами. И совершенно ясно, что люди налопчились вылавливать непрошенных гостей, подумал Пит. Жаль, что он не знает, из-за чего провалились прежние экспедиции. Это намного упростило бы дело. Мимо на двух неправдоподобно негнущихся ногах проковылял человек. В каждом его движении чувствовалась угловатость. Он торопливо миновал гломов, не заметив их. Придумал, сказал Джер, когда это странное существо скрылось из виду. Я притворюсь человеком, пройду через ворота в зал реактора и активирую смеситель. Ты не умеешь говорить на их языке, напомнил Пит. А я и не стану ничего говорить. Я на них и внимания не обращу. Вот так. Джер быстро принял облик человека. Не дурно, одобрил Пит. Джер сделал несколько пробных шагов, подражая трясучей походке человека. Но, боюсь, ничего не выйдет, продолжал Пит. Но это же вполне логично, возразил Джер. Я знаю. Поэтому-то прежние экспедиции наверняка прибегли к такому способу, и ни одна из них не вернулась. Спорить было трудно. Джер снова перелился в форму бревна. И как же быть? спросил он. Дай мне подумать. Мимо проковыляло существо, которое передвигалось не на двух ногах, а на четырех. Пит узнал его. То была собака, друг человека. Он пристально наблюдал за ней. Собака неторопливо направилась к воротам, опустив морду. Никто ее не остановил. Она миновала ворота и улеглась на траве. Хм-м-м, сказал Пит. Они следили за собакой, не отрываясь. Один из людей, проходя мимо, прикоснулся к ее голове. Собака высунула язык и перевернулась на спину. Я тоже так могу, возбужденно сказал Джер. Он уже переливался в форму собаки. Нет, погоди, сказал Пит. Остаток дня мы потратим на то, чтобы хорошенько все обдумать. Дело слишком важное. Нельзя бросаться в него, очертя голову. Джер угрюмо подчинился. Пошли, пора возвращаться, сказал Пит. В сопровождении Джера он двинулся было вглубь леса, но вдруг вспомнил об Ильге. Ильг! тихо позвал он. Никто не откликнулся. Ильг! Что? Ах, да, произнес дубок и слился с кустарником. Прошу прощения, вы что-то сказали? Мы возвращаемся, повторил Пит. Ты случайно не мыслил? О, нет, заверил его Ильг, просто отдыхал. Пит примирился с таким объяснением. Заботы без того хватало. Скрытые в лесной чаще, они весь остаток дня обсуждали этот вопрос. Были, по-видимому, лишь две возможности, человек или собака. Дерево не могло пройти за ворота, это было не в характере деревьев. Никто не мог проскользнуть незамеченным. Расхаживать под видом человека казалось слишком рискованным. Порешили, что утром Джер сделает вылазку в образе собаки. «А теперь поспите», сказал Пит. Оба члена экипажа послушно расплющились, мгновенно став бесформенными. Но Пит не мог заснуть. Все казалось слишком уж простым. Почему так плохо охранялась атомная электростанция? Должны же были люди хоть что-нибудь выведать у экспедиции, перехваченных ими в прошлом. Неужто они убивали, не задавая никаких вопросов? Никогда не угадаешь, как поступит существо из чужого мира. Может быть, открытые ворота просто ловушка? Он устал выйти к в удобную позу на бугорчатой земле, но тут же поспешно привел себя в порядок. Он опустился до бесформия. Удобство не имеет ничего общего с долгом. Напомнил он себе и решительно принял форму пилота. Однако форма пилота не была создана для сна на сырой неровной почве. Пит провел ночь беспокойно, думая о кораблях и сожалея, что не летит. Утром Пит проснулся устало и в дурном расположении духа. Он растолкал Джера. Надо приниматься за дело, сказал он. Джер весело и злился в вертикальное положение. — Давай, Ильг, сердито позвал Пит, оглядываясь вокруг. Просыпайся. Ответа не последовало. — Ильг, окликнул он. Ответа по-прежнему не было. — Помоги поискать его, сказал Пит Джеру. Он должен быть где-то поблизости. Вдвоем они осмотрели каждый куст, каждое дерево и бревно в окрестностях. Но ничто из них не было Ильгом. Пит ощутил, как его сковывает холодом испуг. Что могло случиться с радистом? — Быть может, он решил пройти из-за ворота на свой страх и риск, предположил Джер. Пит обдумал эту гипотезу и счел ее невероятной. Ильг никогда не проявлял инициативы. Он всегда довольствовался тем, что выполнял чужие приказы. Они выжидали. Но вот настал полдень, а Ильга все еще не было. — Больше ждать нельзя, объявил Пит, и оба двинулись по лесу. Пит ломал себе голову, действительно ли Ильг пытался пройти за ворота на свой страх и риск. В таких тихонях зачастую кроется безрассудная храбрость. Но ничто не говорило о том, что попытка Ильга удалась. Приходилось думать, что радист погиб или захвачен в плен людьми. Значит, смеситель придется активировать вдвоем. А Пит по-прежнему не знал, что случилось с остальными экспедициями. На опушке леса Джер превратился в копию собаки. Пит придирчиво глядел его. Поменьше хвоста, сказал он. Джер укоротил хвост. Побольше ушей. Джер удлинил уши. Теперь подровняй их. Он посмотрел, что получилось. Насколько он мог судить, Джер стал совершенством от кончика хвоста до мокрого черного носа. Желаю удачи, сказал Пит. Благодарю. Джер осторожно вышел из леса, передвигаясь дергающейся поступью собак и людей. У ворот его окликнул часовой. Пит затаил дыхание. Джер прошел мимо человека, игнорируя его. Человек двинулся было к Джеру, и тот припустился бегом. Пит приготовил две крепкие ноги, готовясь стремительно броситься в атаку, если Джера схватит. Но часовой вернулся к воротам. Джер немедленно перестал бежать и спокойно побрел к главному входу. Со вздохом облегчения Пит ликвидировал ноги. Но главный вход был закрыт. Пит надеялся, что индикатор не сделает попытки открыть его. Это было не в повадках собак. К Джеру подбежала другая собака. Он попятился от нее. Собака подошла совсем близко и обнюхала Джера. Тот ответил тем же. Потом обе собаки побежали за угол. Это остроумно, подумал Пит. Сзади непременно отыщется какая-нибудь дверь. Он Он взглянул на заходящее солнце. Как только смеситель будет активирован, сюда хлынут армии глома. Пока люди опомнятся, здесь уже будут войска с глома, не меньше миллиона. И это только начало. День медленно угасал, но ничего не происходило. Пит не спускал глаз с фасада здания. Он нервничал. Если у Джера все благополучно, дело не должно так затягиваться. Он ждал до поздней ночи. Люди входили в здание и выходили из него. Собаки лаяли у ворот. Но Джер не появлялся. Джер попался. Иль исчез. Пит остался один. И он все еще не знал, что произошло. К утру Пида охватило безысходное отчаяние. Он понял, что двадцать первая экспедиция глома на этой планете находится на грани полного провала. Теперь все зависит только от него. Он решил совершить дерзкую вылазку в облике человека. Больше ничего не оставалось. Он видел, как большими партиями прибывают рабочие и проходят в ворота. Пит раздумывал, что лучше, смешаться с толпой или выждать, пока суматоха уляжется. Он решил воспользоваться сутолокой и стал отливаться в форму человека. По лесу мимо его укрытия прошла собака. «Привет», сказала собака. «То был Джер». «Что случилось?» спросил Пит с облегчением. «Почему ты так задержался? Трудно войти?» «Не знаю», ответил Джер, виляя хвостом. «Я не пробовал». Пит онемел. «Я охотился», благодушно пояснил Джер. «Эта форма, знаете ли, идеально подходит для охоты. Я вышел через задние ворота вместе с другой собакой». «Ну, экспедиция, твой долг». «Я передумал», заявил Джер. «Вы знаете, пилот, я никогда не хотел быть индикатором». «Ну, ты ведь родился индикатором». «Это верно», сказал Джер, «но мне от этого не легче. Я всегда хотел быть охотником». «Пида трясло от злости». «Нельзя», сказал он очень медленно, как объяснял бы глупому ребенку. «Форма охотника для тебя запретна». «Ну, не здесь, здесь-то не запретно», возразил Джер, по-прежнему виляя хвостом. «Чтобы я этого больше не слышал», сердито сказал Пит, «отправляйся на электростанцию и установи свой смеситель, я постараюсь забыть все, что ты плел». «Не пойду», ответил Джер, «мне здесь гломы ни к чему, они все погубят». «Он прав», произнес кряжистый дуб. «Ильк?» ахнул Пит. «Где ты?» зашевелились ветви. «Да здесь», сказал Ильк, «я все размышлял». «Но ведь твоя каста...» «Пилот», печально сказал Джер, «проснитесь, большинство народа на гломе несчастна, лишь обычай вынуждает нас принимать кастовую форму наших предков». «Пилот», заметил Ильк, «все гломы рождаются бесформенными». «А поскольку гломы рождаются бесформенными, все они должны иметь свободу формы», подхватил Джер. «Вот именно», сказал Ильк, «но ему этого не понять. А теперь извините меня, я хочу подумать». И дуб умолк. Пит невесело рассмеялся. «Люди вас перебьют», сказал он, «точно так же, как они истребили другие экспедиции». «Никто из гломов не был убит», сообщил Джер. «Все наши экспедиции находятся здесь». «Живы?» «Разумеется, люди даже не подозревают о нашем существовании». «Собака, с которой я охотился, это глом из девятнадцатой экспедиции». «Нас здесь сотни, пилот, нам здесь нравится». Пит пытался все это усвоить. Он всегда знал, что низшим кастом недостает формового самосознания. Но это уж просто абсурдно. Так вот, в чем таилась опасность этой планеты в свободе. «Присоединяйтесь к нам, пилот», предложил Джер. «Здесь настоящий рай. Знаете, сколько на этой планете всяких разновидностей? Неисчислимое множество. Здесь есть формы на все случаи жизни». Пит покачал головой. «На его случай жизни формы нет. Он пилот». «Но ведь люди ничего не знают о присутствии гломов. Подобраться к реактору до смешного легко». «Всеми вами займется Верховный суд глома», прорычал он и обернулся собакой. «Я сам установлю смеситель». Мгновение он изучал себя, потом ощерился на Джера и в припрыжку направился к воротам. Люди у ворот даже не взглянули на него. Он проскользнул в центральную дверь здания вслед за каким-то человеком и понесся по коридору. В сумке тела пульсировал и подрагивал смеситель, увлекая Питта к залу реактора. Он опрометью взлетел по какой-то лестнице, промчался по другому коридору. За углом послышались шаги, и Пит инстинктивно почувствовал, что собакам запрещено находиться внутри здания. В отчаянии он огляделся, ища, куда бы спрятаться, но коридор был гладок и пуст. Только с потолка свисали светильники. Пит подпрыгнул и приклеился к потолку. Он принял форму светильника и от души надеялся, что человек не станет выяснять, отчего он не зажжен. Люди пробежали мимо. Пит превратился в копию человека и поспешил к цели. Надо подойти ближе. В коридоре появился еще один человек. Он пристально посмотрел на Пита, попытался что-то сказать и внезапно пустился на утек. Пит не знал, что насторожило человека, но тоже побежал со всех ног. Смеситель в сумке дрожал и бился, показывая, что критическая дистанция почти достигнута. Неожиданно мозг пронзило ужасающее сомнение. Все экспедиции дезертировали, все гломы до одного. Он чуть-чуть замедлил бег. Свобода формы какое странное понятие, тревожищее понятие. Это несомненно козни самого бесформия, сказал он себе и бросился вперед. Коридор заканчивался гигантской запертой дверью. Пит уставился на нее. В дальнем конце коридора загромыхали шаги, послышались крики людей. Где он ошибся? Как его выследили? Он быстро осмотрел себя, провел пальцами по лицу. Он забыл отформовать черты лица. В отчаянии он дернул дверь. Потом вынул из сумки крохотный смеситель, но пульсация была еще недостаточно сильной. Надо подойти к реактору ближе. Он осмотрел дверь. Между нею и полом была узенькая щель. Пит быстро стал бесформенным и протек под дверью, с трудом протиснув за собой смеситель. С внутренней стороны на двери был засов. Пит задвинул его и огляделся по сторонам, надеясь отыскать что-нибудь, чем можно забаррикадировать дверь. Комнатка была малюсенькая. С одной стороны свинцовая дверь, ведущая к реактору, с другой стороны оконца. Вот и все. Пит бросил взгляд на смеситель. Пульсация была сильной. Наконец-то он у цели. Здесь смеситель может работать, черпая энергию от реактора и преобразуя ее. Нужно только привести его в действие. Однако они дезертировали все до единого. Пит колебался. Все гломы рождаются бесформенными, это правда. Дети гломов аморфны, пока не подрастут настолько, что можно преподать им кастовую форму предков. Но свобода формы... Пит взвешивал возможности. Без помехи принимать любую форму, какую только захочешь. На этой райской планете он может осуществить любое честолюбивое желание, стать чем угодно, делать что угодно. Он вовсе не будет одинок, и другие гломы наслаждаются здесь преимуществами свободы формы. Люди взламывали дверь. Пит все еще был в нерешительности. Как поступить? Свобода... Но не для него, подумал он с горечью. Легко стать охотником или мыслителем, а он пилот, пилотирование его жизнь, его страсть. Как же он будет им заниматься здесь? Конечно, у людей есть корабли, можно превратиться в человека, отыскать корабль? Нет, никак. Легко стать деревом или собакой. Никогда не удастся ему выдать себя за человека. Дверь трещала под непрерывными ударами. Пит подошел к окну, чтобы в последний раз окинуть взглядом планету, прежде чем привести в действие смеситель. Он выглянул и чуть не лишился чувств. Так он был потрясен. Так это действительно правда? А он-то не вполне понимал, что имел в виду Джер, когда говорил, что на этой планете есть все виды жизни, все формы, способные удовлетворить любое желание. Даже его желание. Страстное желание всей касты пилотов, желание еще более заветное, чем пилотирование. Он взглянул еще раз, потом швырнул смеситель на пол, разбив его в дребезги. Дверь поддалась, и в тот же миг он вылетел в окно. Люди метнулись к окну, они выглянули наружу, но так и не поняли, что видят. За окном взмыла вверх большая белая птица. Она взмахивала крыльями, неуклюже, но с возрастающей силой, стремясь догнать улетавшую птичью стаю. Роберт Шекли Чудовище Читает Геннадий постригает. Кордавир и Хум стояли на скалистом гребне и наблюдали за странным предметом. Раньше такие штуковины здесь не появлялись. Судя по отражению солнечного света, он сделан из металла, произнес Хум. Возможно, неопределенно ответил Кордавир, но что удерживает его в воздухе. Заостренный предмет парил в долине на субстанции, напоминающей огонь. Он балансирует на огне, сказал Хум. Даже твои старые глаза должны были это разглядеть. Кордавир приподнялся на толстом хвосте, чтобы лучше видеть. Предмет тем временем опустился на землю, и огонь исчез. Посмотрим поближе, предложил Хум. Постой, какой сегодня день? Хум прикинул в уме. Пятый день лугато. Проклятие, воскликнул Кордавир, мне пора домой убивать жену. До захода еще несколько часов, ты успеешь. Но Кордавир оттерзали сомнения. Я терпеть не могу опаздывать. Ну, ты же знаешь, какой я быстрый, сказал Хум. Если мы задержимся, я поспешу и сам убью твою жену. Очень любезно с твоей стороны, поблагодарил Кордавир юношу, и они заскользили вниз по крутому склону. Возле металлического предмета они уселись на хвосты. Кордавир прикинул размеры предмета. Несколько больше, чем я ожидал. Предмет был чуть длиннее их деревни и примерно в два раза уже. Они оползли предмет кругом и решили, что, возможно, металл обработан человеческими щупальцами. «Зашло меньшее солнце». «Думаю, нам лучше вернуться», сказал Кордавир, заметив приближение ночи. «Ерунда, у нас масса времени». Хум самодовольно поиграл мускулами. «Да, но убивать Джон лучше все-таки лично». «Как хочешь». Они поспешили в деревню. Жена Кордавира готовила ужин. Она повернулась спиной к двери, как того требовал этикет. Кордавир убил ее резким ударом хвоста, оттащил тело за дверь и сел за еду. Обдумав случившееся за ужином, он пошел на собрание. Хум уже был там и с юношеской горячностью рассказывал о металлическом предмете. «Опять он успел раньше меня», расстроился Кордавир. Когда юноша закончил, Кордавир высказал предположение, что в металлическом предмете могут находиться разумные существа. «Откуда ты это взял?» спросил Мишил, который, как и Кордавир, был старейшиной. «Когда предмет садился, из него извергался огонь», ответил Кордавир. «Когда он сел, огонь исчез, значит, пламя кто-то выключил». «Не обязательно», возразил Мишил, «оно могло погаснуть само». Начался вечерний спор. Жители деревни обсуждали вопрос о предмете до поздней ночи. Затем, как обычно, похоронили убитых жен и разошлись по домам. Ночью Кордавир долго ворочался, все думал о металлическом предмете и о разумных существах в нем. Нравственны ли они, есть ли у них понятие добра и зла, каковы их этические нормы. Так ничего не решив, он уснул. Утром все мужчины пошли к металлическому предмету. Это было в порядке вещей, поскольку в их обязанности входило изучение нового и ограничение женского населения. Они расположились вокруг предмета, строя различные догадки. «Я полагаю, те, кто внутри, похожи на нас», сказал старший брат Хума Экстел. Кардавир затрясся всем телом, выражая свое несогласие. «Вероятнее всего там чудовище», сказал он. «Если принять во внимание не обязательно», выразил Экстел, «подумай о совершенстве нашего строения. Один фасеточный глаз, внешний мир огромен и многолик», перебил Кардавир, «там могут жить странные существа, совсем не похожие на нас». «И все же логика, шанс, что они похожи на нас», продолжал Кардавир, «бесконечно мал». «Могут ли существа, похожие на нас, построить такую штуку?» «Ну, если рассуждать логически», сказал Экстел, «ты увидишь». В третий раз он перебил Кардавира и тот одним движением хвоста расшиб Экстелла о металлический предмет. «Я всегда считал своего брата грубияном», сказал Хум, «продолжай, пожалуйста». Но в это время часть стены предмета опустилась и оттуда вышло существо. Кардавир понял, что был прав. «Существо, вышедшее из дыры, имело два хвоста. Оно было полностью покрыто металлом и кожей. А его цвет...» Кардавир содрогнулся. «Существо было цвета только что ободранного мяса». Все отпрянули. «Существо стояло на металлической плите. Округлый предмет, венчавший существо, поворачивался туда-сюда, но тело не двигалось, чтобы придать смысл этому жесту. Наконец, существо подняло щупальца и издало странные звуки. «Ты думаешь, оно обладает даром речи?» тихо спросил Мишил. Из дыры вылезли еще трое, держа в щупальцах металлические палки. Существа издавали звуки, видимо, переговариваясь между собой. «Нет, они не люди», твердо заявил Кордавир. «Следующий вопрос, нравственны ли они?» Одно существо сползло на землю по металлическому боку предмета и ступило на землю. Остальные опустили металлические палки. Это походило на какую-то непонятную церемонию. «Могут ли такие уроды быть нравственными?» снова спросил Кордавир. Его шкуру передернуло от отвращения. При ближайшем рассмотрении существа оказались еще безобразнее. Такое не могло присниться и в кошмарном сне. Округлый предмет наверху вполне не мог сойти за голову. Но посередине этой головы вместо привычного ровного места торчал нарост с двумя круглыми впадинами по сторонам. Слева и справа виднелись две черные выпуклые шишки, а нижнюю половину головы, если только это была голова, пересекал бледно-красный разрез. Кордавир предположил, что это рот. Когда существа двигались, были заметны кости. Их движения скорее походили на обламывание веток, чем на плавные волнообразные движения людей. «Видит Бог», вздохнул Гилрик, мужчина средних лет, «нам следует убить их, избавив от мучений». Остальные, похоже, испытывали те же чувства и двинулись вперед. Но кто-то из молодых крикнул, «Подождите, давайте попробуем поговорить с ними. Мир огромен и многолик, как говорит Кордавир. Может, они все-таки нравственные существа?» Кордавир призвал к немедленному истреблению, но его не послушались. Жители остановились и принялись обсуждать этот сложный вопрос. Между тем, Хум с обычной бравадой подтек существу, стоявшему на земле. «Привет!» сказал он. Существо что-то ответило. «Не понимаю!» Хум отступил назад. Существо взмахнуло щупальцами, если это были щупальца, и показало на ближнее солнце. Затем вновь издало звук. «Да, оно теплое, не правда ли?» весело воскликнул Хум. Существо показало на землю и снова что-то сказала. «У нас в этом году не особенно хороший урожай», продолжал разговор Хум. Существо указало на себя и издало новые звуки. «Согласен», сказал Хум, «ты безобразно как смертный грех». Вскоре мужчины проголодались и уползли в деревню. Хум все стоял и слушал звуки, издаваемые для него существами. Кардавир ждал его невдалеке. «Ты знаешь, Хум присоединился к приятелю, я думаю, они хотят выучить наш язык или научить меня своему». «Не делай этого», предостерег Кардавир, чувствуя туманный край великого зла. «А я все-таки попробую», не согласился Хум. Они вместе поднялись по крутому склону и уползли в деревню. В этот вечер Кардавир пошел в вагон к лишним женщинам и предложил, как того требовал закон нравственности и обычаи, приглянувшейся молодой женщине царить двадцать пять дней в его доме. Она с благодарностью приняла его приглашение. По дороге домой он повстречал Хума, идущего в загон. «Только что убил жену», сообщил Хум без всякой надобности. «Зачем бы иначе он шел к женскому запасу?» «Ты собираешься вернуться к существам?» спросил Кардавир. «Наверное», неопределенно ответил Хум, «если не подвернется что-нибудь новенькое». «Главное выясни, нравственны ли они». «Ладно», бросил Хум и заскользил дальше. После ужина мужчины собрались у Готеринга. Все старики согласились, что пришельцы не люди. Кардавир горячо убеждал, что сам их внешний вид не допускает никакой человечности. Такие чудовища вряд ли могут иметь чувство добра и зла, а главное представление об истине и моральных принципах. Молодежь возражала, возможно, потому, что в последнее время не происходило ничего интересного. Указывали на то, что металлический предмет был продуктом разума, а разум предполагает наличие логики, а логика, естественно, подразумевает деление на черное и белое, на добро и зло. Даже женский излишек спорил об этом в своем загоне. Усталая, но довольная новой интересной темой деревня отошла ко сну. Последующие недели споры не утихали, однако жизнь шла своим чередом. Утром женщины выходили собирать и готовить пищу и откладывали яйца. Яйца высиживали лишние женщины. Как обычно, на восемь яиц с женщинами приходилось одно с мужчиной. Через двадцать пять дней или немного раньше каждый мужчина убивал свою старую женщину и брал новую. Изредка мужчины спускались к кораблю послушать, как хум учился языку пришельцев. Затем возвращались к обычным занятиям. Блуждали по холмам и лесам в поисках чего-нибудь нового. Чудовища выходили из металлического предмета только тогда, когда появлялся хум. Через двадцать четыре дня после появления нелюдей хум сообщил, что может немного общаться с ними. Они говорят, что пришли издалека, рассказывал он вечером на собрании. Они говорят, что двуполы, как и мы, и что они люди, как и мы. Еще они сказали, есть причины их внешнего отличия от нас, но этой части объяснений я не понял. — Если мы будем считать их людьми, сказал Мишил, то должны верить, они говорят правду. Все затряслись, соглашаясь с Мишилом. Хум продолжал. Они говорят, что не хотят вмешиваться в нашу жизнь, но им было бы интересно понаблюдать за ней. Они хотят прийти в деревню. — Пускай приходят, не вижу в этом ничего плохого, воскликнул один из молодых. — Нет, вмешался Кордавир, вы впускаете зло, эти чудовища коварные, думаю, они способны лгать. Другие старики согласились с ним, но когда от Кордавира потребовали доказательств его обвинений, он не смог их предоставить. — В конце концов, мы не можем считать их аморальными чудовищами только потому, что они не похожи на нас, сказал Сил. — Можем, заявил Кордавир, но с ним не согласились. Хум продолжал. — Они предложили мне, ну, или нам, я не понял, пищу и всякие металлические предметы, которые, по их словам, могут делать различные вещи. Я оставил без внимания это нарушение нашего обычая, поскольку решил, что они его не знают. Кордавир кивнул. Юноша взрослел на глазах. Он показал, насколько он воспитан. — Завтра они хотят прийти в деревню. — Нет, воскликнул Кордавир, но большинство было за. — Да, кстати, сказал Хум, когда собрание начало расходиться. Среди них есть несколько женщин. Это те, у которых ярко-красные рты. Интересно посмотреть, как мужчины их убивают. Ведь завтра двадцать пять дней, как они появились. На следующий день существа с трудом вскарабкались в деревню. Жители наблюдали, как медленно и неуклюже лезли они по утесам, удивляясь хрупкости их конечностей. — Не каплю ловкости, пробормотал Кордавир, и выглядят они одинаково. В деревне существа вели себя крайне непристойно. Они заползали в хижины, болтали у загона с женским излишком, брали яйца и рассматривали их, рассматривали жителей с помощью черных блестящих штук. В полдень старейшина Ронтан решил, что пришло время убить жену. Он отстранил существо, которое в тот момент осматривало его женщину и убил ее. Тотчас же два существа поспешно вышли из хижины. У одного был красный рот женщины, второй был мужчиной. Но сейчас он должен вспомнить, что пора убивать свою женщину, заметил Хум. Жители деревни ждали, но ничего не происходило. «Наверное, он хочет, чтобы кто-нибудь убил ее за него. Возможно, это обычаи их страны», предположил Ронтан и хлестнул женщину хвостом. Существо мужского пола издало страшный шум и направило на Ронтана металлическую палку. Тот рухнул замертво. «Странно», сказал Мишил, «не означает ли это неодобрение?» Существа, их было восемь, образовали плотный круг. Один держал мертвую женщину, остальные выставили металлические палки. Хум подошел и спросил, чем их обидели. «Я не понял», сказал он после разговора. «Они использовали слова, которых знают, но в их тоне я уловил упрек». Чудовища отступали. В это время другой мужчина решил, что пришло время, и убил свою жену, стоявшую в дверях хижины. Чудовища остановились и жестами подозвали Хума. Во время беседы тело его выражало недоумение и недоверчивость. «Если я правильно понял», сказал Хум, «они просят нас не убивать женщин». «Что?» воскликнул Кордавир и дюжина других мужчин. «Я спрошу их снова». Хум возобновил переговоры с чудовищами, которые размахивали металлическими палками. «Это точно», сказал он и без дальнейших слов щелкнул хвостом, отшвырнув одно из чудовищ через площадь. Чудовища направили на толпу палки и быстро отступили. Когда они ушли, жители деревни обнаружили, что семнадцать мужчин погибли, но Хума даже не задела. «Теперь вы поняли», крикнул Кордавир, «эти существа лгали. Они сказали, что не будут вмешиваться в нашу жизнь, а смотрите, убили семнадцать из нас. Это не просто аморальный поступок, а попытка массового убийства». Да, это находилось почти вне человеческого понимания. «Умышленная ложь!» с ненавистью выкрикнул Кордавир. Мужчины редко затрагивали эту кощунственную тему. Они были вне себя от гнева и отвращения. Страшно подумать, чудовища совершили попытку массового убийства. Это был кошмар наяву. Существа не убивали женщин, а позволяли им беспрепятственно размножаться. Мысль об этом вызывала рвоту у самых мужественных. Женщины из излишка вырвались из вагона и, соединившись с женами, потребовали рассказать о случившемся. Когда им рассказали, они рассверепели куда сильнее мужчин, ибо такова природа женщин. «Убейте их», рычал излишек, «не дадим изменить нашу жизнь, положим конец безнравственности». «Мне следовало бы догадаться об этом раньше», печально изрек хирам. «Их надо убить немедленно», закричала одна из женщин излишка. Она не имела веса в обществе, но компенсировала этот недостаток яркостью темперамента. «Мы, женщины, хотим жить прилично и по обычаю высиживать яйца, пока не придет время женитьбы, а потом двадцать пять дней наслаждения. Это ли несчастье? Чудовище изуродует нашу жизнь, мы станем такими же страшными, как они». «Я предупреждал», воскликнул Кордавир, «но вы не вняли мне. В трудные времена молодежь обязана повиноваться старшим». В ярости ударом хвоста он убил двух юношей. Собрание зааплодировало. «Истребим чудовищ, пока они не уничтожили нас», кричал Кордавир. Женщины бросились в погоню за чудовищами. «У них есть убивающие палки», заметил Хум. «Женщины знают об этом?» «Наверное, нет», ответил Кордавир. Он уже успокоился. «Пойди, предупреди их». «Я устал», мрачно объявил Хум. «Я был переводчиком. Почему бы не сходить к тебе?» «Ай, ладно, пошли вместе», сказал Кордавир, которому надоели капризы юноши. Сопровождаемые мужчинами деревни они поспешили за женщинами. Женщин они догнали на гребне скалы, обращенной к металлическому предмету. Пока Хум рассказывал о палках смерти, Кордавир прикидывал, как лучше расправиться с чудовищами. «Скатывайте камни с горы», приказал он женщинам. Те энергично взялись за дело. Некоторые камни попадали в металлический предмет и со звоном отскакивали. Красный луч вырвался из предмета и поразил часть женщин. Земля содрогнулась. «Давайте отойдем», предложил Кордавир. «Женщины прекрасно управятся без нас, а у меня от этой тряски голова кругом идет». Мужчины отошли на безопасное расстояние, продолжая следить за ходом событий. Женщины гибли одна за другой, но к ним подоспели женщины других деревень, прослышавшие об угрозе их благополучию. Они сражались за свои дома и права с женским неистовством, превосходившим самую сильную ярость мужчин. Предмет металл огонь по всей скале, но это только помогало выбивать камни, которые дождем сыпались вниз. Наконец, из нижнего конца предмета вырвалось пламя, и он поднялся в воздух. И вовремя начался оползень. Предмет поднимался все выше, пока не превратился в точку на фоне большого солнца, а затем исчез. В этот вечер погибли пятьдесят три женщины. Это было весьма кстати. Сократился женский излишек после потери семнадцати мужчин. Кардавир был чрезвычайно горд собой. Его жена доблестно пала в сражении. Он тотчас же взял себе другую. Пока жизнь не войдет в норму, нам следует почаще менять жен, предложил он на вечернем собрании. Уцелевшие женщины в загоне дружно зааплодировали. Интересно, куда направились эти существа? Спросил Хум, предлагая новую тему спора. Вероятно, порабощать какую-нибудь беззащитную расу, ответил Кардавир. Не обязательно, возразил Мишил. Начался вечерний спор. Предлагаю услуги по выполнению следующих работ. Укладки ламината, изготовлению и установке подиума с выдвижной кроватью, утеплению и отделке лоджий, установке перегородок из гипсокартона с пеналом для двери купе, монтажу стен и потолков из гипсокартона, отделке вагонкой, панелями ПВХ, установке подвесных потолков. Обращаться по телефону 8903 689 3623 Геннадий Анатольевич